Андрей Белый. Начало века. Воспоминания. В трех книгах. Книга вторая. Москва. Художественная литература. 1990 год. От автора. Эти мемуары взывают к ряду оговорок, чтобы автор был правильно понят. За истекшее тридцатилетие мы пережили глубокий сдвиг. Такого не знала история предшествующих столетий. Современная молодежь развивается в условиях, ничем не напоминающих условия, в которых воспитывался я и мои сверстники. Воспитание, образование, круг чтения, обстание, психология, общественность, все иное. Мы не читали того, что читают теперь. Современной молодежи не нужно обременять себя тем, чем мы переобременяли себя. Даже поступки, кажущиеся дикими и предосудительными в наши дни, котировались подчас как подвиг в мое время. И потому-то нельзя переводить воспоминания о далеком прошлом по прямому проводу на язык нашего времени. Именно в языке, в экспозиции, в характеристике роя лиц, мелькающих со страниц этой книги, может произойти стык с современностью. Моя задача не в том, чтобы написать книгу итогов, где каждое явление названо своим именем. Любой поступок оценен и учтен на весах современности. То, что я показываю, нам и не близко, и не современно, но характеристично, симптоматично для первых годов начала века. «Я беру себя, свое обстание, друзей, врагов, так, как они выглядели молодому человеку с неустановившимися критериями, побивавшемуся вместе с друзьями и стопившей нас рутины». Современная молодежь растет, развивается, мыслит, любит и ненавидит, не чувствуя отрыва от коллективов, в которых она складывается. Эти коллективы идут в ногу с основными политическими, идеологическими устремлениями нашего социалистического государства. Независимая молодежь того социального строя, в котором рос я, развивалась наперекор всему обстанию. Прежде чем даже встретиться, чтобы соединиться против господствующего штампа, каждый из нас выбарахтывался, как умел. Без поддержки государства, общества, наконец, семьи. В первых встречах даже с единомышленниками уже чувствовалась разбитость, ободранность жизнью. Не знать счастливого детства, не иметь поддержки, утаивать даже в себе то, что есть в тебе, законный жест молодости, как это далеко от нас. Воспитанные в традициях жизни, которые претят в условиях антигигиеничных, без физкультуры, нормального отдыха, веселых песен, товарищеской солидарности, не имея возможности отдаться тому, к чему тебя влечет инстинкт здоровой природы, мы начинали полукалеками жизнь. Юноша в 20 лет был уже неврастенником. Самопротиворечивым истериком или безвольным ироником. С разорванной душой. Все неколеблющееся, не имеющее противоречий, четко сформулированное, сильное не внутренней убежденностью, а механическим давлением огромного коллективного пресса, все это составляло рутину, которую надо было взрывать скудными средствами субъективного негодования и независимости. Но и это негодование зачастую затаивалось, чтобы не раздразнить блюстителей порядка и быта. Режим самодержавия, православия и официальной народности охранялся пушками и штыками, полицией и охранкой. Могла ли общественность развиваться нормально? Общественные коллективы влачили жалкое существование. Да и то влачили его потому, что выявили безвольную неврастению под формой либерального фразерства, которому грош цена. Почва, на которой они развивались, была гнилая. Протест против дурного городового использовался кандидатами на городового получше. Городовой получше от капиталиста, который должен был собой заменить городового царя. Городовой от царя устарел. Капитализм, добиваясь свободы для себя, избрал средства угнетения посильнее. Пресс, более гнетущий, чем зуботычина, был одет в лайковую перчатку конституционной лояльности. Бессильные либеральные говорильни выдавали себя за органы независимости. Но они были и до свержения самодержавия во власти городового получше, который похуже еще. Наконец, и в гнилом государственном организме, и в либерально-буржуазной интеллигенции сквозь все слои ощущался отвратительный, пронизывающий припах мирового мещанства, быт которого особенно упорен, особенно трудно изменяем при всех политических переворотах. Городовой от царя давил тюремными стенами. Либерал давил фразами, ореолом своей светлой личности, который чаще всего оказывался пустой личностью. Мещанин давил бытом, то есть каждой минутой своего бытия. Независимый ребенок, ощущающий фальшь тройного насилия, сперва уродовался палочной субординацией, семейной, школьной, государственной. Потом он душевно опустошался в пустой словесности. Наконец, он заражался инфекцией мещанства, разлагавшего незаметно, но точно и прочно. Таково обстание, в котором находился ребенок интеллигентной семьи средней руки еще до встречи с жизнью. Я воспитывался в сравнительно лучших условиях. Но и мне детство стоит облитое соленой слезой. Горькое, едкое детство. Каждый из друзей моей юности мог бы написать свою книгу на рубеже. Вспоминая рассказы детства Кобылинского, Петровского и скольких других, волосы встают дыбом. Неудивительно, что, встретясь позднее друг с другом, мы и в линии общей нашей борьбы с культурной рутиной не могли выявить в первых годах самостоятельной жизни ничего, кроме противоречий. Скажу более. Ими и гордилась часто молодежь моего времени, как боевыми ранами. Ведь не было ни контуженного жизнью среди нас. Тип раздвоенного чудака, субъективиста, был поэтому част среди лучших, наиболее нервных и чутких юношей моего времени. Теперь юноше нечего отстаивать себя. Он мечтает о большем, об отстаивании порабощенных всего мира. В мое время все общее, нормальное, несубъективное, неудачливое, шло по линии наименьшего сопротивления в моем кругу. И потому среди молодежи, вышедшей из средневысшей интеллигенции, нормально была, разве опухоль мещанского благополучия, Один из образованных родителей моего друга для здоровья давал сыну деньги, советуя ему посещать публичные дома. Здорово была главным образом тупость. Обща была безответственная, умеренно либеральная болтовня, в которой упражнялись и Ковалевские, и Рябушинские. Социальность означала чаще всего покладистый нрав. Иные из нас, задыхаясь во все заливающем мещанстве, в пику обстанию, аплодировали всему ненормальному, необщему, болезненному, выявляя себя и антисоциально. Чудак был неизбежен в нашей среде. Чудачливость была контузией, полученной в детстве, и непроизвольном мимикрии. Чудаку позволено было то, что с нормального взыскивалось. Меня спросят, почему же молодежь моего круга мало полнила кадры революционной интеллигенции. Она отчасти и шла в революцию. Не шли те, кто в силу условий развития оставались социально неграмотными, или те, кто с юности ставили задачи, казавшиеся несовместимыми с активной революционной борьбой. Так, например, я, будучи социально неграмотен до 1905 года, уже с 1897 года, поволил собственную систему философии. Поскольку мне ставили с припоны к элементарному чтению намеченных книг, поскольку нельзя было и заикнуться о желанном писательстве в нашем доме, все силы ушли на одоление быта, который я зарисовал в книге на рубеже двух столетий. То же произошло с друзьями. Мы, будучи в развитии, в образовании скорее среди первых, чем средь последних, оставались долгое время в неведении относительно причин нас, истреблявшей заразы. Из этого не вытекает, что мы были хуже других. Мы были лучше многих из наших сверстников. Но мы были чудаки, раздвоенные, надорванные, жизнью до жизни. Пусть читатель не думает, что я выставляю чудака под диплом. Чудак, в моем описании, лишь жертва борьбы с условиями жизни. Это тот, кто не так боролся, не с того конца боролся, индивидуально боролся, и от этого вышел особенно деформированным. Изображая себя чудаком, описывая непонятные для нашего времени шалости, от шалы, моих сверстников, я прошу читательскую молодежь понять. Речь идет о действительности, не имеющей ничего общего с нашим временем. О действительности нашего былого подполья, наградившего нас печатью субъективизма и анархизма в ряде жизненных выявлений. Я хочу, чтобы меня поняли. Чудак в условиях современности — отрицательный тип. Чудак в условиях описываемой эпохи, инвалид, заслуживающий уважительного внимания. Странен для нашего времени образовательный стаж наобразованнейших людей моего времени. Я рос в обстании профессоров, среди которых был ряд имен европейской известности. С четырех лет я разбираюсь в гуле имен вокруг меня — Дарвин, Геккель, Спенсер, Миль, Кант, Шопенгауэр, Вагнер, Вирхов, Гельмгольц, Лагранж, Пуанкаре, Коперник и так далее. Не было одного имени — Маркс. Всю юность видывал я экономиста Янжула. Ребенком прислушивался к словам Ковалевского. Имена Миль, Спенсер, Дарвин слетали с их уст. Имя Маркса — нет. О Марксе, как позднее открылось, говаривал лишь Танеев в контексте с Фурье и Прудоном. Мой отец, кроме тонкого знания математической литературы, был очень философски начитан. Изучил Канта, Лебница, Спенозу, Локка, Юма, Милля, Спенсера, Гегеля. Все свободное время глотал он трактаты, посвященные проблемам индивидуальной и социальной психологии. Читал Бена, Рише, Жанне, Герберта, Альфреда Фурье, Тарда, Вунта, Гефтинга и так далее. Но никогда им не были произнесены имена Маркс и Энгельс. Позднее я расспросил его что-то о Марксе. Он отозвался со сдержанным уважением и переменил разговор. Видимо, он не прочел и строчки Маркса. Отец Кобылинского, образованнейший, талантливый, независимый педагог, глубоко страдал, когда его сын отдался чтению Маркса. Либеральнейший Староженко козырял и именами, сочинения которых не считал. За двадцать лет частого сидения перед ним я не слышал от него только имени Маркса. Молчание походило бы на заговор, если бы не факт, никто из меня, обставших ученых европейской известности, не прочел, очевидно, ни Маркса, ни Энгельса. Так что первый раз имя Маркса мне прозвучало в гимназии, когда один шестиклассник в ответ на мои разглагольствования, в которых пестрели имена Шопенгауэр, Кант, Льюис, Соловьев, мне противопоставил имена Струве, Туган-Барановской, Маркс. Казались смешными возражения какого-то Маркса. Возражал бы от Бюхнера и Молешотта, с учениями которых я был знаком по брошюрам и, главным образом, по полемике с ними «Вопросы философии и психологии», а то Маркс. Какой-то Маркс. Стыдно признаться, до 1902 года я не отличал утопического социализма от научного марксизма. Мой неинтерес к первому отодвигал Маркса от меня. Придвинули мне Маркса факты, рабочие движения в России. Тогда впервые узнал я о Ленине. Это значило, я воспитывался в среде, где о Марксе, не говорю уж о Ленине, не хотели знать. Характеризуя себя и сверстников в первых годах самостоятельной жизни, я должен сказать, что до окончания естественного факультета я не читал Маркса, Энгельса, Прудона, Фурье, Сен-Симона, энциклопедистов, Дидро, Даламбера, Вольтера, Руссо, Герцена, Бакунина, Огюста Конта, Бюхнера, Молешотта, Стыжуз, Чернышевского, Ленина, не читал большинства сочинений Гегеля, не читал Локка, Юма, очень многих империстов XVIII и XIX столетия. Все это надо знать читателю, чтобы понимать меня в описываемом отрезке лет. Юма, Локка, Маркса, Энгельса, Герцена, Конта, Гегеля я читал потом. Что же я читал? Я прочел множество книг по психологии, переполнявших библиотеку отца, книг, из которых большинство читать и не следовало. И кроме того, я прочел множество эстетических трактатов моего времени, путая их с трактатами прошлого. Чтение Белинского в седьмом классе гимназии шло в перебив с Резкиным, которым я увлекался. Чтение эстетических трактатов Шиллера шло в перебив с писанием собственных юношеских эстетик под влиянием эстетики Шопенгаллера. Кругом чтения обусловлен комплекс цитат в статьях описываемого периода. Борясь с Кантом, что мог я противопоставить Канту? Желание преодолеть угнетавшую меня философию привело к ложному решению. Преодолеть ее в средствах неокантианской терминологии. Тогдашние неокантианцы выдавали свою наукоподобную теорию за научную. На ее научность ловились и физики. Я шел преодолевать Канта изучением методологии Риля, Риккерта, Когена и Наторпа в надежде, что из перестановки их терминов и из ловления их противоречий обнаружится брешь, в которую я пройду, освобождаясь от Канта. Я волил своей теории символизма и видел антикантианское ее, но я думал ее построить на анти, вместо того, чтобы начать с формулировки основных собственных тезисов. Из анти не получилось системы, кроме конспекта к ней, и потому символизм в моих познавательных экскурсах выглядел и шатко, и двойственно. И выходило «символ» — ни то, ни это, ни пятое, ни десятое. Что он? Я не сформулировал. Сформулировал себе поздней, когда пропала охота писать исследования. Все это я должен заранее оговорить, чтобы в характеристике моих идейных позиций не видели перенесения их в сегодня. Рисуемая мной — характеристика далекого прошлого, и менее всего она есть желание выглядеть победителем. Но я не могу не дать в малой дозе и идейных силуэтов себя. Без них читателю было бы невдомек, чего ради бурлили мы. Пусть бурлили путанно, пусть напускали туман, но мы бурлили. Бурлили — бурлил особенно я. И люди, и факты воспринимались в дымке идей. Без нее мемуары мои — не мемуары. Ссоры, дружбы — определяла она. И потому не могу без искажения прошлого ограничиться зарисовкой носов, усов, бородавок, случайных жестов, случайных слов. Мемуары мои — не сборник анекдотов. Я — мемуарист. Из мемуаров не выключаем. Стало быть, моя задача показать себя на этом отрезке лет объектом, а не только субъектом. Не награждать и карать, кичиться или себя обичевать, призван я из сознательной старости 1932 года. А рисовать образ молодого человека эпохи 1901-1905 в процессе восстания в нем идей и впечатлений от лиц, с которыми он и позднее встречался, к которым он не раз менял отношения. Поздние признания и отрицания не должны накладывать печать на впечатления первых встреч. Многие из зарисованных лиц стали не теми, какими я их показываю на отрезки времени. Переменились Эллис, Иванов, Мережковский, Брюсов. Мережковский еще в 1912 году, кричавший, что царское правительство надо морить, как тараканов, бомбами, где-то за рубежом кричит о другом. Коммунист в последней жизненной пятилетке Брюсов, в описанную мною эпоху, дикой индивидуалист, с наслаждением эпатирующие буржуа и нас. Конечно, он не подобен Брюсову, которого мы видели в советской действительности. Я полагаю, что молодой, дикой Брюсов, писавший о бледных ногах, Брюсов, которого современная молодежь и не знала вовсе, Брюсов, который позднее с правом бы на три четверти отказался от себя, должен быть зарисован таким, каким он был, а не таким, каким стал впоследствии. Бальмонт, ставший эмигрантом при царском режиме, теперешний ли Бальмонт эмигрант? Я рисую людей такими, какими они мне да и себе казались более чем четверть века назад. Было б бессмысленно подсочинять в стиле конечного их развития начала пути их. Это значит сочинять факты, которые не имели места, молчать о фактах, имевших место. В основу этих воспоминаний кладу я сырье, факты, факты и факты. Они проверяемы. Как мне утаить, например, что Брюсов ценил мои юношеские литературные опыты, когда рецензии его обо мне. Его записи в дневниках подтверждают это. Как мне утаить факт его вызова меня на дуэль, когда письмо с вызовом — достояние одного из архивов. Оно всплывет не сегодня, так завтра. Стал бы, встанет вопрос, каковы причины нелепицы. Серьезная умница Брюсов вызвал на дуэль, когда предлог пустяк. Я вынужден был осторожно, общо вскрыть подлинные причины пробежавшей между нами черной кошки. В зарисовке натянутых отношений между мной и Брюсовым эпохи 1904-1905 годов я все же должен показать, что мы впоследствии ликвидировали испорченные отношения. Вот почему рисую Брюсова не таким, каким он стал, а таким, каким был, и подавая его сквозь призму юношеских восприятий, я поневолею должен оговорить, что этот стиль отношений переменился в будущем. Было бы несправедливо заканчивать толстый том фирматы моего тогдашнего отношения к Брюсову. Тогдашние отношения едва ли справедливы. Брюсов вызывал меня на дуэль в феврале-марте 1905 года. Воспоминания обрываются на весне 1905 года же. Не будучи уверен, что мне удастся написать второй и третий том начала века, я вынужден к показу отношений 1905 года написать прибавочный хвостик, резюмирующий итог отношений, ибо я храню уважение к этой замечательной фигуре начала века. Победил меня Брюсов поэт и учитель. Наоборот, рисую дружбу свою с Мережковскими, я не могу победить в себе того яркого протеста против недобрых себе любцев, который отложился в итоге нашего шестнадцатилетнего знакомства. При характеристике Вячеслава Иванова 1904 года я должен подать его сквозь призму позднейших наслоений вражды и дружбы, иначе вырос бы не Вячеслав Иванов, карикатура на него. Он явился передо мною в ту пору, когда личные переживания исказили мне восприятие его сложного облика. Попросту в 1904 году мне было не до него. Отсюда краткая история наших позднейших отношений необходима при характеристике первой встречи. Если был бы я уверен, что напишу и последующие воспоминательные тома, я бы не торопился с этой характеристикой. Не было бы заскоков и в будущее. Заскоки тогда, когда показанные личности на малом протяжении лет восприняты привратно, несправедливо, когда выявления их передо мной не характеристичны, мелки, а они заслуживают внимания. Наоборот, лица, с которыми я ближе общался и относительно которых нет аберрации восприятия в эпохи 1901-1904 годов, зарисованы так, как я их видел в поданном отрезке времени. Если бы я зарисовал свои отношения с Эллисом и Мэттнером эпохи 1913-1916 годов, я передавал бы вскрики боли и негодования, которые они вызывали во мне. Встали бы два врага, под флагом былой дружбы, всадившие мне нож в сердце. Но в рисуемую эпоху не вставала и тени будущих расхождений, и я рисую их такими, какими они мне стояли тогда. Труднее мне с зарисовкой Александра Блока. Мало с кем была такая путаница, как с ним. Мало кто в конечном итоге так мне непонятен в иных мотивах. Еще и не время сказать все о нем. Не во всем я разобрался. Да и люди, меж нами стоявшие, доселе здравствующие, препятствуют моим высказываниям. Мало кто мне так близок, как Блок. И мало кто был так ненавистен, как он. В другие периоды, лишь с 1910 года, выровнялась зигзагистой линией наших отношений в ровную, спокойную, но несколько далековатую дружбу, ничем не омраченную. Я его ценил как никого. Временами он вызывал во мне дикое отвращение, как автор нечаянной радости, о чем свидетельствует моя рецензия на его драмы. Обломки миров, перепечатанные в книге Арабески. Блок мне причинил боль. Он же не раз с горячностью оказывал и братскую помощь. Многое было. Одного не было. Идиллии. Не было Блок и Белый, как видит нас сквозь призмулет. Из всех зарисованных силуэтов менее всего удовлетворяет Блок. Блок. Рисуя его, я не мог отделить юношеского восприятия от восприятия окончательного. Александр Блок видится и в молодости сквозь призму третьего тома его стихов. Я же рисую время выхода первого тома. Истерическая дружба с четою Блоков в описываемый период, когда я был надорван и переутомлен, рисует меня не на равных правах с ними. Я их переоценивал. И я не мог обнаружить им узла идейных недоумений, применивших меня. Зажим в усилиях быть открытым — вот что мутнило восприятие тогдашнего Блока. Этот том обрывается у преддверия драмы, которая отделяла меня от поэта весь период 1905-1908 годов. В июле 1905 года обнаружилась глубокая трещина между нами, ставшая в 1906 году провалом, через который перекинули был мост. Но он рухнул с начала 1908 года. Лишь в 1910 году изжилась эта трещина. Блок, поданный в этом томе, овеян мне дымкой, приближающейся к нам обоим вражды. Ее не было в сознании, она была в подсознании. Летнее посещение Шахматова в 1905 году — начало временного разрыва с Блоком. Еще одно недоразумение должно быть устранено при чтении этой книги. Без оговорки оно может превратно быть понято. Условившись, что мои искания тогдашнего времени, макеты, которые мне приходится здесь в минимальной дозе воспроизвести, рисуют меня пусть в путанице идей, но идей, а не только художественных переживаний. Я рисую себя обуреваемым предвзятой идеей, что я философ, миссией которого — обосновать художественные стремления и кружка друзей и тогдашних символистов. Таким я видел себя. От этого мои заходы в различные философские лагери, не имеющие отношения к литературе, в целях учебы, а иногда и выяснения слабых сторон течения мысли, которые мне казались особенно опасными для будущей теории символизма. Заходы эти с комментариями, вводившими в детали товарищам по литературе, может быть, с правом казались логической схоластикой. Ознакомление с приемами мысли, переходящее в ненужные логические эксперименты, удаляло меня от творчества, пока я грыз Рилей и Риккертов, чтобы позднее убедиться, не стоило грызть. Период от 1904 года до 1907 есть, собственно говоря, прерыв творчества. Я грыз Рилей и ничего путного не писал, кроме стихов. С 1902 года до 1908 я только мудрил над одним произведением калечь его новыми редакциями, чтобы в 1908 выпустить четверояко искалеченный текст под названием «Кубок метелей». Все мной написаны в эту четырехлетку статьи и наспех для спроса минуты. Они вырваны из меня редакциями. Что же я делал? Грыз логики, которые мог бы не грызть. Да идеологически прел в говорильнях тогдашнего времени. Да полемизировал главным образом с теми, с кем со стороны сливали меня. Откройте мои книги «Арабевский», «Символизм», «Лук зеленый». Они наполовину полемика. Две трети полемики — полемика с Вячеславом Ивановым, Блоком, Чулковым, Городецким, Театром Комиссаржевской, Антоном Крайним, Гиппиус, то есть с теми, с кем створяла меня тогдашняя пресса. Ссылаюсь на факт состава моей полемики, неопровержимый ничем. Он свидетельствует, что я не чувствовал единомыслия среди нас, символистов. Более того, в то время я отрицал в моих друзьях теоретиков. Теоретиком считал я себя. Не хвалю себя. В этом сказалось высокомерие. Увы, так было. Всякую попытку оформить символизм со стороны других символистов я браковал как попытку с неугодными средствами. Отсюда ощущение идейного одиночества среди своих, даже не чужих. Я восхищался стихами Блока, Брюсова, Вячеслава Иванова. Я отрицал как философов их, селес одернуть их там, где они философствовали. Мне казалось, только я среди других символистов хаживал в гости к отвлеченным философам, брел с ними на их языке. И хотя они меня не считали своим, я все же самочинно считал себя в их звании. Брюсова интересовала история, литература, тактика, а не отвлеченная философия, которой он занимался в юности. Мысли его были мыслями умницы, козырявшего от скептицизма. Метод споров его сократической — жать противника от противного. Он давал поправки на факты. Вячеслав же Иванов, которого филологические исторические познания я чтил, в философских потугах своих, мне казался метафизическим догматиком. Отсюда мои окрики на него в эпоху 1906-1908 годов. Ни так, ни эдак, ни туда. Смотрите, Арабевский, лук зеленый. С момента же, когда он стал теоретиком петербургской группы, он сел для меня в калошу. Смотрите, Арабевский, штампелеванная калоша. Примечание автора. Чулков со своими выходами в соборность и широкоохватными манифестами казался особенно в ту пору мне неприемлемым. Я много погрешил, пишучи о нем прямо-таки в позорно недостойном тоне. Блок откровенно не любил философии. Откровенно не понимал ничего в ней. Я уважал его за откровенный отказ от отвлеченности. Тем более я бесился, когда он присоединялся к миледии. Иначе не называл я теории мистических анархистов. Это присоединение казалось мне в пику белому, назло белому, ибо с белым испортились его отношения в разгар полемики символистов. С символистами же. Увы, полемику сильно раздули мы с Эллисом. Пишу это, чтобы стало понятно читателю, одна из линий моих мемуаров. Я себе рисуюсь в чувстве растущего и глубоко охватывающего одиночества. Философ, не принятый философами. И все же философ в собственном представлении. Философ течения, с которым связал свою судьбу. Отвергнутый в точке теории своими же. Разве это не больно? Пусть другие в нас видят дружную семью. В этом томе описываю я факт горестного восприятия себя, идущим к близким. И по мере внешнего приближения к ним, чувствующим все большее отъединение. До перерождения дружбы в неприязнь. Органичности отношений в бессвязный кинематограф. Видеть мумифицированный людской рой, тобой уже избранный. Видеть далекими близких, ради которых ты порвал с прошлым. Горько. Еще горше не сознавать причин перерождения собственных зорь. В золу и в пепел. Если в этих мемуарах ты фигурируешь как объект мемуаров, не судья, не критик, а самоосужденный, то могу сказать, я отразился в них таким, каким себя некогда чувствовал. В последующих годах я сдвинулся с мертвой точки в себе. Пока же мое стихотворение 1907 года есть эпитафия себе. Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Думы и века измерил, а жизни прожить не сумел. В этом томе мною взят стиль юмористических каламбуров, гротесков, шаржей, но ведь я описываю кружок действительных чудаков, сгруппированных вокруг меня, аргонавты. Многое в стиле обращения друг к другу, в стиле даже восприятия друг друга, может показаться ненатуральным, ходульным. Виноват не я, а время. В настоящее время так не говорят, не шутят, не воспринимают друг друга. А в 1902-1904 годах в наших кружках так именно воспринимали друг друга, так именно шутили. Многие из каламбурных метафор того времени теперь выглядели бы мистикой. Например, мифологический жаргон наших шуток теперь непонятен. Ну кто станет затеивать в полях голоб кентавров, как мы, два химика и этнограф? Я, Иванов Владимиров. Но кентавр, фаван для нас были в те годы не какими-нибудь стихийными духами, а способами восприятия, как коробочка, яичница, образы полотен Штука, Клингера, Беклина, музыка Грига, Ребикова, стихи Брюсова. Мои полны персонажей этого рода. Поэтому мы, посетители выставок и концертов, в наших шутках эксплуатировали и Беклина, и Штука, и Грига, и говорили, этот приват-доцент — фаван. Покажутся странными дикие проказы Брюсова с нежеланием уходить из квартиры Соловьевых, с ненужным перечислением орудий пыток и так далее. Что делать? Хоть он в молодости жутко шалил. И, вероятно, книжно шалил. Это итог его занятий. Изучение средневековых суеверий нужно для романа «Огненный ангел». Надо помнить, показ мой, показ того, что было. Факты разговоров, шуток, нелепостей — факты, к которым я не могу ничего прибавить, и от которых не могу ничего убрать без искажения действительности. Ибо показанное есть то, чего теперь нет, и то, что было. В XVIII веке носили парики, и Матриону называли пленирой. В XX веке сняли парики. В 1901 году студенты-естественники говорили, здесь бегал фавн. Под фавном же разумели приват-доцента Крапивина. При чтении моих мемуаров все эти мелочи надо взять на учет. Автор. 1932 год. Февраль. Москва. Глава первая. Оргонавты. Год. Зорь. Есть узловые пункты, стягивающие противоречивые устремления, пересекающие отвлеченные порывы с конкретной биографией. Такие моменты кажутся, ты на вершине линии лет. Перебой троп, по которым рыскал, сбиваясь с пути, вдруг являет единством многоразличия. Что виделось противоречивым, звучит гармонично. И что разрезала, как ножницы, согласно сомкнулась в крепнущей воле. Такой момент — 1901 год, ставший праздничным. Это год согласия жизни с мировоззрением, встреч с новыми друзьями, первой любви, признание меня Соловьевым, Брюсовым, Мережковским, начало биографии Андрея Белого, нового столетия, совершеннолетия, роста физических сил. Чем острее резали ножницы противоречий с детства, тем радостнее переживала с первое полугодие 1901 года. Точно я, опьяня с новогодним шампанским, с шумом в ушах и с блеском в глазах, так и не протрезвился шесть месяцев. С 1901 года начинается мое сближение с отцом. Многое ему не ясно во мне, но принцип нестеснения свободы в нем жив, вопреки крикам, с которыми в споре кидается он на меня. Каждый обед превращается в спор. С пожимом плечей он читает Чехова. Не принимает Горького. Не понимает Фета. Подчеркивает болезненность в Достоевском. Негодует на дух отчаяния в Ипсене. Хохочет на Бетерлинком. И вместо Бальмонта, о котором не желает ничего знать, патетически читает риторику поэта П. Я. Или декламирует три смерти Майкова. Я же в союзе с матерью прославляю Гамсуна. Отец, подкрепленный за ходом дяди, Бугаева, требует от меня, вынув часы, чтобы я в пять минут доказал правоту своих истин. И, выслушивая меня, смотрит на часы. Старики, гораздо испорить, растирают меня в порошок. И читается нотация с подмахами разрезалки. Голубчик, для понимания эстетики надо, знаешь ли, изучить литературу предмета. И я изучаю. Гюйо, Кант, Гегель лежат у меня на столе. Закон цейзинга и правила золотого деления волнуют меня. Отец озадачен. Наш спор теряет остроту крика и переходит в дебаты на темы, к которым оба питаем слабость. Разводя руками, признается матери. У Бореньки есть, знаешь ли, живая мысль. Мать добавляет. И вкус. Отец мольщится. Вкус и гонит меня от науки. Его успокаивает компромисс. Оправдание вкуса при помощи Оствальда и Милля. Будучи стилистом, он вызывается даже править мой слог в реферате формы искусства. Слог. А не мысли. Из Парижа является ценимая им Гончарова, ученый доктор. Она на моей стороне. Ваш сын понимает искусство. И он разводит руками. Боренька свои мнения заимел. Выходит, тертия Вигилия, Валерия Брюсова. Летом читаю отцу стихотворение Асаргадон. Ничего-с, так себе. И паревывает в липовой аллее, отмахиваясь от мух. Я царь земных царей, я царь Асаргадон. Владыки и цари, вам говорю я, горе. Это можно читать псу, Барбосу, дирижируя костью перед отдачей псу. Отец паревывал звучными строчками, держа кость перед псом. И он утверждал, пес, ожидающий кость, хвостом машет ритмически, когда отец над ним дергает. Едва я принял власть, на нас восстал Сидон. Сидон я не спроверг и камни бросил в море. Египту речь моя звучала как закон. Ишь, какой Асаргадон! Тоже мужик поглядывает на меня. Ассиро-Вавилонский стиль импонирует. Он любит романы Эберса. Профессор-ептолог опишет романы. Привезенный им роман Мережковского Юлиан в его вкусе. Являются бородатые философы и говорят против попов, растерзавших математика, гепатию, чего отец им не может простить. Сожгли Бруно! Преследовали Галилея! Мережковский удовлетворяет. Семейство Соловьевых имеет нечто против него. Отец взволнован влиянием на меня Соловьевых. Он готов уступить Мережковского мне, лишь бы я повторял, Владимир Соловьев больной-с! Брюсова он не ругает. Восклицание о бледных ногах считает чудачеством. Сам при случае может дернуть строкой подобного рода, посвящаемой Дарье. Прочел прачки Ларионовне стихи, сознавая их ужас. И вскричал тут Алексей, муж ее больной. Не ропщи и зла не сей, и не плачь, не ной. Ларионовна, старушка, а белье стирай. За свои труды, ватрушка, прямо пойдешь в рай. Ватрушкой ужасал мать. Бледные ноги скорее забавляет. Черт, дери, чудачище! Страшнее старушка Коваленская, защищающая поэзию пяти убийств в драме Шиллера. Ложный пафос. Больная старушка. Брюсов для отца не больной. Озорник, мужичище, пишущий в стиле Кузьмы Пруткова. Узнав, что Брюсов чуть ли не оставлен при профессоре Герье, он решил, чудак, решил и успокоился. Он знал, что Бугаевы хорохоры, брат Жоржик и брат Володя. Он требовал, чтобы мои чудачества были бы обоснованы и по пунктам. Пункт А, пункт Б, пункт В. В сфере стесвознания он принимал мои взгляды. Они же отстой его собственных. Запомнил с последнее лета в деревне, проведенной с ним, когда уже задыхался он. Но сквозь задох детский впирялся в закат и шептал «Хорошо-с! Рай, Боренька, сад-с! И только-с!» «Мы», — раскидывал руки, — «в саду-с!» Такими вставками конкретизировал свои философские тезисы. «Помню ночь. Мы на приступчиках террасы, задрав головы к звездам. Над головой звездный поток. Он протягивал руки, врявкивая. Летят персеиды из-за Нептуна. В будущем году в эти же дни они будут лететь-с!» Вдруг замолчал. Через год я сидел на этих ступеньках. Персеиды летели. Я вспомнил слова отца и мысли о том, как мы с ним будем отсюда разглядывать их. Отца не было. В Новодевичьем монастыре поставили новый крест. Дружбу с ним переживал я как радость. В спорах обретало сближение. В той же мере я сблизился с матерью. Там, где отец отступал от меня, ужасаясь сердцем и только сердцем, понимала мать, вместе переживая художественный театр и художников мира искусства. Я не без гордости организовывал вкусы матери, подбрасывая Врубеля, Сомова, Левитана, таща на выставке на драмы Ипсона Гаутмана, ей читал Миттерлинка. Изумительно, до чего отец и мать в подходах ко мне до конца жизни остались антиподами. Отец не доверял литературным вкусам, но поощрял к музыкальным импровизациям, которым я отдавался. Тайком от матери. Он заставил сыграть ему какую-то дикую композицию. Сидел, выпитив ухо. Что ж, не дурно. Сочинение мелодии развивает изобретательность. У него были странные вкусы. Глубина темы не интересовала его. Главное, чтоб мелодия вытесняла мелодию. Он удивлялся. У музыкантов мало изобретательности. Требовал от мелодии переложения и сочетания. Распущена мелодия, скажем, А, Б, В, Г. Боже, сохрани, если она повторится, пока не исчерпаны модуляции Б, В, Г, А, В, Г, А, Б, Г, В, Б, А и так далее. Вот если бы музыканта вооружить теорией групп... А вы сами попробуете, язвила мать. Отчего же нет-с? И садился крестя за табурет и прикладывал нос к пальцу, которым нацеливался на черную косточку. Играл одним пальцем. И вдруг бородою кидался на палец. Пальцем же галлопировал по клавишам. Бам-бам-бам! Вот-с! Да и вот-с! Бам-бам! И с видом победителя оглядывал нас. Или он наревывал диритоном собственные арии на собственные стихи. Афросинья молода, не бронится никогда. Увидав меня за роялем, он поощрил изобретательность. Ему не нравились мои стихи, но нравились мои мелодии. Тут-то и ополчалась против меня мать, которой нравились стихи, а не мелодии. Нет, знаешь ли, не расстраивай инструмента. За стеной у янжулов удивляются, кто это у вас там бьет. По-моему, не дурно, — настаивал отец. Много вы понимаете. Раз застегнутой соседкой я ей сыграл импровизацию. Что за прелесть! — воскликнула она. Она призналась матери. Ваш сын прекрасно сочиняет. Никакого впечатления. Впоследствии Танеев, рассматривая мою руку и растягивая ее, так и эдак сказал. Рука музыканта. Одна из музыкально настроенных барышень усаживала за рояль и требовала, чтобы я брал аккорды. Вы не поэт, композитор, себя не изживший в музыке. В те годы чувствовал пересечение в себе стихов, прозы, философии, музыки. Знал одно без другого изъян. А как совместить полноту — не знал. Не выяснилось, кто я. Теоретик, критик-пропагандист, поэт, прозаик, композитор. Какие-то силы толкались в груди, вызывая уверенность, что мне все доступно и что от меня зависит себя образовать. Предстоящая судьба видела с клавиатурой, на которой я выбиваю симфонию. Думается, генерал-бас, песни жизни есть музыка. Не случайно. Форма моих первых опытов есть симфония. Пути путями, но не до них. Душа обмирала в переживаниях первой влюбленности. Тешила детская окрыленность. Я стал ребенком. В детстве им не был. Встреча с дамой ужаснула бы меня. Пафос дистанции увеличивал чувства к даме. Она стала мне дамой. Беатричи, — говорил я себе. А что дама большая и плотная, вызывающая удивление у москвичей, этого не хотел я знать, имея дело с ее воздушной тенью, проецированной на зарю и дающей мне подгляд в поэзию Фета, Геоте, Данте, Владимира Соловьева. Дама инспирировала. Чего больше? Я нес влюбленность и радовался сознанию, позволяющему отделить натуру от символа. Я восхищался стихотворением Фета «Соловей и Роза». Соловей и Роза любят друг друга. Когда поет Соловей, Роза спит. Когда раскрывается Роза, Соловья не слышно. Знал хитрый Михаил Сергеевич Соловьев с добродушной улыбкой, выслушивающий мои ораторствования о поэзии Фета, о песне-песне, о Суламифе и даже о премудрости мировой души. Ему рассказал его сын, Сережа, сам по уши влюбленный в Арсеньевскую гимназистскую и проливавший в подъезде, где жила она, флаконы духов. Был налет мистики в нашем чувстве от детской невинной глупости. Подчеркиваю, в январе 1901 года заложена опасная в нас мистическая петарда, породившая столькие кривотолки о прекрасной даме. Корень ее в том, что в январе 1901 года Боря Бугаев и Сережа Соловьев, влюбленные в светскую львицу и в Арсеньевскую гимназистку, плюс Саша Блок, влюбленный в дочь Менделеева, записали мистические стихи и почувствовали интерес к любовной поэзии Гёте, Лермонтова, Петрарки, Данте, историко-литературный жаргон покровстой дливости. Читатель, не представляй меня помесью романтика с резонером. В тот год во мне не было ничего упадочного. Заскоки фантазии, избыток сил, остающийся от чтения, споров, лабораторных занятий, писания кандидатского сочинения и многого прочего. За четыре года прохождения университетского курса ни разу я не болел, если не считать пореза скальпелем, которым вскрывал труп, легчайшее заражение, вышедшее нарывами. Мускулы были упругие, ловкости хоть отбавляй. В беге никто не мог обогнать, в прыганье тоже. Я укреплялся верховой ездой, купанием и солнечным прожаром и правил тройкой вместо кучера. Угрюмый в гимназии, в университете я весел, строю шаржи с Владимировым, со студентом Ивановым, сею пожарной кишкою, бившей гротесками. Когда мы с грохотом выбрасывались на крышу из окон лаборатории, начиналось лазание по карнизу и по перилам, со стаканом чая на голове, мой номер. Я появлялся в обществе, где музицировали и пели. Меня выбирали распорядителем на концертах. Между писанием и теоретизированием я находил время распространять билеты, благодарить Никиша и Ван Зант. Были слабости, хорошо сшитые одежды. Но стиль белоподкладочника был ненавистен. Раз кто-то сказал «белый ходит с Кантом», разумелся философ, Эммануил Кант, было понято «белый Кант студенческого сертука», которым шоковали дурного тона студенческие франты. Каламбур характерен для мозгов мещан. В этих мозгах превращалось схождение белого с Кантом, книгу Канта, в белый Кант сертука. Однажды меня пустили без одежд, но в маске по собственной вилле, которой не было. Кончики языков модернистических дамочек и роговые очки кавалеров от желтой прессы. «Как? Вы есть белый!» — воскликнул глупый присяжный поверенный, встретив меня за обедом у И.К. «Вы так скромны!» — он думал, «моя программа минимум, ведь ее зеркал». И я решительно разочаровал Дягилева, познакомив с ним осенью 1902 года. Дягилев жаловался на меня Мережковскому. Я познакомился с белым. Я думал, что он запроповедует что-нибудь, а он — ничего. Дягилеву хотелось видеть меня юродивым. Его оскорбил мой вид студента, любящего поговорить о Менделееве. Внутренняя жизнь — одна, вид — другое. Вид был выдержанный. Недаром профессора проспали на рождение декадента. Он сидел в месте сердца, пока рука студента подавала приличные рефератики, вызывавшие приличные надежды в приличном обществе. Кружок Владимировых Прорвавши кордон, из профессоров к нам являются новые люди. И эти люди ходят ко мне. Я переживаю приятные знания, что ко мне, к Петровскому, к Владимирову прислушиваются. Квартира Владимировых — эмбрион салона. Чайный стол Соловьева — эмбрион академии, в которой родители моего друга Сережи и я с другом различаются в возрасте, заседающий центр, где, себя ища, начинаем законодательствовать. Непонимающие не фыркают, как студент Воронков, ныне профессор, во время моих занятий, по остеологии. Когда говорит Бугаев, не понимаю, точно китайской. Отныне язык мой принят в кучке, добровольно пришедший к нам из других обществ, где выражаются понятно, но скучно. До 1901 года мой разговор с друзьями — разговор с глазу на глаз. Происходит он в университетском коридоре под открытым небом, в Кремле, на Арбате, в Новодевичьем монастыре или на лавочке Причистинского бульвара. Я перипатетик, развиваю походе свою философию жизни. Поднимая руку над Кремлевской стеной, я клянусь Ипсоном и Ницше, что от быта не останется камня на камне. Раз я свергаю с перил моста в желтые воды Москвы-реки, только что вышедшую книгу раздумий со стихами Брюсова, Курсинского, Бальмонта и Модеста Дурнова. Как был сконфужен года через полтора, когда выслушал от Брюсова. — За что вы гневаетесь на книгу раздумий, Борис Николаевич? — Я? И Брюсов с улыбкой докладывает. — Вы же ее свергли в воду с каменного моста. Соловьевы передали Брюсову жест, означавший «уничтожение декаденства для символизма». Свергал, Валерий Яковлевич, был грех. Иногда прогулки вдвоем-втроем увенчивались восхождением на Иванову колокольню. Я становился на перила испытать головокружение, называемое мною чувством сольнеса, строителя башни из драмы Ипсона. Я себя приучал к высоте. Из этого явствует, как-то сразу я стал самоуверенным юношей. Мой китайский язык оказался не так уж китаячен. На нем отчасти объяснялись и в кружке Станкевича. Нечто от философской витиеватости, старинной, московской, было ведь и в моих речах. Реминесценция сороковых годов, студенту Воронкову неведомых. В другом отношении китайщина нашего языка сгущенность метафор, афористичность и тенденция к остранению. Оправдывая право на афоризм, скажу более, футуризм выражений, дофутуризма, я ввожу в речь рискованное уподобление, за которое мне потом влетело от критики. Лишь в кругу близких для каламбура, а не печатного слова, я запрыгивал и в лексикон Хлебникова. Михаил Сергеевич Соловьев в предсмертном бреду бормотал «На окне стоит красный цветок, Боря прямо сказал бы бум». В ассоциациях бреда Михаил Сергеевич выразил стиль отношения к моим заумным заскокам. Я доказывал, слово «кукла» состоит из двух жестов, которые я производил руками. Кук, руки, соединяясь острым углом, пыряют ладонями пространство. Ла, округлое движение разъединившихся рук. Понятие «звуковая метафора» еще неизвестно. Но, опираясь на аналогии ощущений, я изощрялся в звуковых прозвищах и доказывал, что прозвище, данное другу, «киевый бутик». В слове «кивой» отмечает иронию, которой болен мой друг. В существительном бутик звуковая живопись детской доверчивости. «Они идиоты!» воскликнули б иные из мещан, услышав, как мы отдавали шаржам словосочетаний. Но если бы мне бросили в лицо, что я брежу, притрезво заговорил бы о трудах профессоров Грубера и Вунта, вскрывавших аналогии ощущений. Это вовсе не означало моего согласия с Вунтом, а лишь указывало на то, что и почтенные профессора уделяли внимание проблемам декадентов. В этом безумии есть нечто систематическое, должен был бы сказать мещанин, почтенных профессоров не читавший и декадентов ругавший. Уже и мстил не мещанин за непонимание шаржей и за философские комментарии к ним. Мстил в годах, и месть мещанина прожалила десятилетия. Состав кружка аргонавтов в те годы студентов незауряден. Владимиров умница с мыслями, он исходил мурман в целях научного изучения одежды, художник, штудировавший по Гильдебранту проблему формы, читавший Дарвина, посетитель лекций, концертов, театров, хозяин, группировавший вокруг себя, человек очень трезвый, мужественно несший жизненные бремена, фантазер и весельчак. Не слишком много водилось художников с высшим образованием, соединяющих ремесло с чтением Оствальда и Дарвина. Соединяла нас память об отсиживании в одном классе уроков Павликовского. Гнусливый крик латиниста-тирана «Бугаев, Владимиров, я вас попрошу вон! Янчин!» Соединяла память о подносящих нас к романтизму Жуковского Рыканьях Поливанова. Соединяли стояния перед полотнами Нестерова в Третьяковке, когда мы, воспользовавшись пустым часом гимназии, дрались при чистенке в Лаврушинский переулок, чтобы поделиться мыслями о чахлых Нестеровских березках. Соединяли прогулки по Кремлю, разглядывание башенок. Соединила по-новому и сествознание посещение парницы Анучина. В будущем соединила жизнь. И остались в памяти незабываемые беседы в Мюнхене перед старыми мастерами Грюневальдом, Вольгемутом, Дюрером, Кранахом, где Владимиров прочитывал мне лекции об отличии перспективы у итальянцев и немцев. Лекции переходили в демонстрацию, ибо Грюневальд висел под носом. Итальянцы же висели через залу. Мы выходили из старой пинокотеки и шли коротать день в золото листьев английского парка, а вечером вместе посиживали в кабачке симплициссимус, изучая чудачество Шолома Аша, бас пролетарского поэта, Людвига Шарфа и постный нос, торчавший из закопных волос, Нюзама, анархиста, будущего деятеля эпохи Совета в Баварии. Гимназическая пара Владимиров и Бугаев в университете, став тройкой Владимиров Петровской Бугаев, к 1901 году стала и центром стягивающего сокрушка. И Печковской возникает четвертым между нами. Печковской студент-органик, высокой, стройной, бледной, с небольшой русой бородкой, большими голубыми глазами, тихой, доброй, мечтательной и застенчивой, и за глуховатости, как-то самопроизвольно возник рядом. Где обсуждались проблемы литературного письма, там поднимался его уверенный в себе голос. И он, о чем бы речь не зашла, высказывал тонкие умные суждения. Не успевал еще выйти на рынок немецкий перевод последней повести Гамсуна или Стринберга, а уж Печковской, ее проштудировав, обстоятельно нам докладывал, он был в курсе проблем и мира искусства, и Скорпиона, и английского журнала Студио, и немецкого Блеттерфюрди Кунст, ему стал я прочитывать рукописные стихотворения Блока в химической чайной, и он стал блокистом за много лет до моды на Блока. Естественно, появился он у Владимирова, у меня. Мы считали его в аргонавтах, развивающийся глухота во многом закупорила его. Он глухо замкнулся, что-то переводил, переживал какие-то трагедии, исчезая надолго и вновь появляясь. С его взволнованных губ срывались тихие речи о внутреннем покое, о Рейсбруке, и незаметно след его на моем горизонте потух. Он, как тихая звездочка, беззвучно выкатился из нашего зодиака, слетая в свою ему ведомую тьму, для него, быть может, и свет, никого не оповестив о своих падениях или достижениях, никого не обидел, ничто не нарушил, многим оказал услугу и ушел. Память с благодарностью останавливается на этом добром, благородном, чутком, начитанном молодом человеке. Не он внешне блистал среди нас, а Лев Львович Кобылинский. В те же годы примкнувший к нам и ставший душой кружка, он был и литературно, и социологически образован. Изумительный импровизатор и мим он превращал то в фейерверк, то в лекции, то в вечера смеха и забавы наши органоптические воскресники. На него приглашали посторонних, как на патти. Или Сергей Михайлович Соловьев, гимназист шестого класса, удивляющий Брюсова, юный поэт, философ, богослов, тоже не лезущий в карман за словом, а подчас откалывающий такие штуки, что старики и старушки надрывали животики. Или Петровской, дельный химик с резко выраженными интересами к проблемам научной методологии, читавший и Аполлона Григорьева и Розанова, которого легенду о великом инквизиторе он мне подсунул, юноша, высказывавший тончайшие истины, тогда новые, о Лермонтове, Соловьеве, интересовавшейся еврейским языком и так далее. Опять-таки он был уникумом. Или Челищев, студент-математик, ученик консерватории, композитор, высокой, стройной, тонкой, умеющей при случае и осмеять. Зазвав к себе, он умел приподнять маску весельчака и в беседе коснуться крайних вопросов о смысле жизни и потом сев за рояль сыграть балладу Шопена. Он был увлекатель-сердец, он же беспощадный осмеятель с ядом. Он мог быть зол, остер, груб до беспощадности. Но жало прятал в обличии болтуна-музыканта. Он заговаривал на тему о высшей математике. В нем было что-то и от героя, которого силился изобразить в Шебышевской. Пленил отца, очаровал мать и меня при первом же появлении у нас в доме. Пленял всех, когда являлся. Наедине был угрюм. Позднее я в нем натолкнулся на эгоизм. Но он имел скрыть дефекты и быть гвоздем. Любого журфикса. У нас он был не соло, а рядовым. Его яркость в обрамлении Эллиса, Соловьева, Владимирова не казалась яркой. «А у вас интересно», — говорили не раз случайные посетители моих воскресений 1903-1904 годов. Эти случайные посетители были гостями матери, и иные из них были некогда посетителями отцовских журфиксов. Но они постепенно притянулись к нам. И бурное веселье царило на собрании их у Владимирова, куда попадали вместе с молодежью знакомые матери моего друга и просто случайные посетители. Попавшие просили сбывать. Оргонофтический центр обрастал партером из приходивших на Эллиса, Челищева, Эртеля. Спор, стихи, чередующиеся с эскопадами Челищева и Эллиса, великолепное исполнение романсов Глинки Владимировой, все являло комедию Дель Арте, необычайную в среде, где журфикс законом положенные часы для совместного изживания скуки. А Иванов умница с наукой в груди, с интересами к педагогике, не сухарь, а коламбурист, подхватывающий дичь и раздувающий ее до балаганного гроха. В перце его жил Рабле, поданный под соусом Эдгара По, которого он вряд ли читал, отдавая свободное время науке. Высокое, шест с набалдашником, вооруженным очками, бледный, худой, угловатый, произносящий с невозмутимой серьезностью вещи, от которых бы пал и слон. Не забуду его галопа кентавра мимо стен девичьего монастыря к прудику, руки в боки, глаза на выкате, щеки пузырем, черная морщинка, перерезающий лоб, точно спешит на кафедру. Ученый муж инсценировщик моих стихов о кентаврах. Мы их разыгрывали в подмосковных полях по предложению Иванова с таким тщанием, точно кентавр биологическая разновидность, которого костяк поставлен в зоологическом музее. Юмор его внесение докторальности и критической трезвости в чушь. И чем она чудовищней, тем проще, доричней, говорил о ней Иванов. Так дело обстояло и с кентавром. И кентавр в исполнении Иванова был тем именно, который вам хорошо известен по полотнам штука. Владимир, впитавший слабость к Иванову, загоготав, расправив бороду, пускался, бывало, за ним скач по направлению к Воробьевым горам. А молчаливый, с виду сухой, рассудительный будущий преподаватель математики Ян Чин, сын известного педагога, он резонировал чуткостью, и этим резонансом стал нам необходим. А Малафеев из крестьян воловьями усилиями умственных мышц, безобразовательного ценза, пробившийся к проблемам высшей культуры, крепыш с норовом, являющий в капризах крепкого нрава сочетание из Гогена с Уитманом на русской лад. Народник, умеющий показать Глеба Успенского, умеющий нас привести к сознанию, что и Златовратский художник. С умом, с тактом вводил Михайловского, Писарева и Чернышевского в темы сегодня. Не вылезал из нужды. Под градом ударов бился за право окончить медицинский факультет и уехать в деревню, служить народу. Эту программу он выполнил. След его погас для меня где-то в глуши. Вижу его, как наяву, высокой, широкоплечей, кряжистой, с каштаново-рыжавой бородой, с лысинкой. Косился на всякого нового, попадающего в наш круг. Не выносил позы. Отдаленный привкус дендизма приводил его в бешенство. Он был культурником-демократом, не переносящим барича. Старше многих из нас, он был всех проницательнее в просто жизни. Ощупав в ком-нибудь уязвимую пету, выходил из угла. Вытянув большолобую упрямую голову, грубо раздавливал им испытуемую пету своими дырявыми сапожищами. А когда я начинал доказывать что-либо ему неясное, и он чувствовал в этом опасность для устоев своего народничества, он, не вступая в разговор, хмурился, дергал плечами, не выдержав, влетал в разговор, разбивая дуэт в трио. Волнуясь и заикаясь, он выдвигал всегда интересные свои доводы. Я любил разговоры с ним. Он разговаривал, чтобы добиться, разобрать по косточкам, чтобы честно отказаться от своего мнения или заставить это же проделать противника. Беседы с Малафеевым давали и мне, и ему. В наших отказах от заблуждений, в усилиях друг друга понять, чувствовалось движение. Я любил его наблюдать в иные минуты. В 1902-1905 годах он постоянно оспаривал нас, символистов, борясь с налетами декаденства и с буржуазной культурой. Сам он чутко воспринимал символизм и утонченность стиля, и ядреную колкость фразы. Но он подчеркивал, достижения наши останутся бирюльками, если мы не вернем народу того, что народ нам дал в виде прав на культуру. Чувствовал строгость и требовательность в самой его дружбе к нам. Эта дружба была испытующей, проверяющей, от всякой маниловщины тошнило его. А когда доходило до игр и забав, то Н.М., старший средь нас, много пострадавший в жизни муж, с невероятным подъемом грохал хохотом, составляя пару с Ивановым. И если последний жив воображении кентавром, то из гротесков Н.М. высовывался леший. Неподражаемо он исполнял им придуманный в соответствии с моим козловаком собственный танец, им названный Травушка-муравушка, Грохом Каблуков и Орум он вызывал Оторпь. Малафеев влиял на символиста во мне, доказывая с книгами в руках, что Чехов более символист в моем смысле, чем Метерлинг. Он вызвал на мне статью Ипсон и Достоевской, в которой я выдвигаю тезис «Лучше падение с вершин Рубика и Сойлеса, чем пьяная мистика Карамазовых». Поминая иных друзей из состава кружка молодежи, сгруппированного в 1903 году около Владимирова, кружка, в котором давали тон студенты естественники и математики, я поминаю не деятели литературы, а закваску, на которой всходили во мне мысли о символизме. Наш кружок излучал атмосферу исканий, ниоткуда не увозя идей и не спрашивая, что думает в парижском кафе Жан-Мариас, как отнесся бы к нам Гурмон и чем занимались молодые люди при Стефане Георге. Мы не считали себя символистами от Берлина, Парижа или Брюсселя. И в этой непредвзятости от канонов символизма, увы, уже звучавших в Скорпионе, которого хвост едва начинал просовываться в нашу среду, я вижу силу того, не отложившегося в канонах литературы органаптизма, которого девиз был «Везде и нигде сегодня здесь, а завтра там». Сегодня палатка у Владимировых, завтра две палатки, у них, у меня, потом четыре палатки, у меня, у них, у Астрова, в доме песни, чтобы в 1907 году не иметь нигде пристанище, но иметь энное количество ячеек и в весах, и в доме песни, и в религиозно-философском обществе, и в свободной эстетике, и в художественном кружке, все это острова, а Арго плавает между ними. При встречах с литераторами того времени, выступавшими от литературных штампов, я испытывал смесь конфуза и гордости. Конфуза перед Максимилианом Шиком, явившимся от Георгия, из недор германского модернизма, носившего пробор с Шиком, монокль с Шиком, читавшего стихи с Шиком. Я чувствовал себя бедным провинциалом, москвичом, которого ногу замуровали в лакированный берлинский ботинок, с лаком и с Шиком, и ботинок мне узок, жмет ногу, и я, сидя с Шиком, морщусь от невыносимой боли, испытывая узость, сжатость, стиснутость. Не так повернулся, не поставь оно Георгия уронил достоинство поэта-жреца, не так потянул из соломинки и соскучился с шикарным Шиком из Берлина по проблемам культуры по нешикарному Малафееву, по Петровскому, с уютом носящему протертый картузик, принявший форму утки. Все, что писал в эпоху 1903-1910 годов, писал, разумея, не себя, а мы коллектива, участники которого не были, так сказать, прописаны ни в одной группировке, от символизма. Многие удивились бы, прочтя эти строки, как я был символистом? Да, товарищ, в моем сознании вы были им. Петровской, музеевед, переводчик, Малафеев, врач, Янчин, преподаватель математики, покойный Челищев, был музыкантом и математиком, Печковской, переводчиком, Иванов, ныне профессор. Имена их не гремят в истории новейшей русской литературы, между тем, именно эти имена звучат мне, когда я вспоминаю путешествие в страну символизма, совершенное в юности на Арго, который бил где-то золотыми крылами. И этот бой отразился мне боем сердца. С 1901 года я уже имею встречи с Брюсовым, Бальмонтом, Максимилианом Волошиным. Не они сделали символистом меня. Оформление не всегда соответствует становлению. Об оформителях символизма читайте в энциклопедии. Пиксанов вам покажет, где раки зимуют. И там вы не встретите мной перечисленных лиц. Явление, отпрепарированное историком, ложится в страницу книги одной плоскостной проекции, где третье измерение которому имя жизнь. Литературные веяния в такой истории литературы не веют. Они там столь же похожи на самих себя, сколько похожа схема статистического сектора распространения, скажем, роз на цветок розы. Мой Станкевич, веявший мне атмосфера культурной лаборатории кружка органавтов, эмбрион которого студенческий кружок. И первый сборный пункт этого кружка квартира Владимировых, где серьезные мысли вырастали из шуток, умеряемых звуками рояля, за который садился Челищев. Пленительный голосок Владимировой интерпретировал Глинку, Григо и Шумана. Условлюсь, читателем. Мои воспоминания посвящены не столько людям, чья жизнь поместилась на книжную полку в виде собрания сочинений, сколько становлению устремлений, воодушевляющих нас к ошибкам и достижениям. А эти влияния газообразные выделения химического процесса, возникавшего от пересечения, столкновения и сочетания людей, отплывших каждый на собственной шлюпке от старого материка, охваченного землетрясением и выброшенных на берег неизвестной земли для решения вопроса «Индия, она или Америка». Жизнь вместе этих колонистов подчас вынужденная провела черту в биографии каждого. Каждый из нас человек с двойной жизнью. Жизнь до и жизнь после отплытия имеет разную судьбу. Бывший завоеватель в условиях иного быта может стать поваром, бывший повар завоевателем, экономист в новых условиях начинал мечтать о голубом цветке, а вчерашний мечтатель звать к изучению экономики. Иногда перемена профессий обнаруживала дарование, иногда топила когда-то бывший дар. Не судите нас по наружности. Прогремевший на всю Европу Мережковской жалкой повар литературной стрипни, а в безвестность исчезнувший Метнер, завоеватель новых путей занимается, кажется, скромной профессией редакционного техника при каком-то тюрехском издательстве. Перепутаны все рельефы. Вспомните диккенсовского мистера Мико Бера, игравшего в Лондоне глупую роль кандидата на койку в долговой тюрьме и потом прекрасно возблиставшего в Австралии. В судьбе каждого литературного героя есть что-то от Мико Бера. Его одеяние надо приписывать не ему, а его питавшему коллективу. Мы все еще интересуемся так называемыми известностями, хотя знаем, что они созданы средой в последнем счете ближайшим обстанием, а мы вырезаем фигурку, поданную в композиции фигур, и понятную только в ней. Весна Весна или подготовление к экзамену. Весна 1902 года свободна. При переходе с 3 на 4 курс экзамены заменяли зачеты. Я сдал их. Отец уехал председателем экзаменационной комиссии в Петербург, мать в деревню. Май, я один, пустая квартира. Разит нафталином. Чехлы, занавешанные зеркала, самовар, допевающий песню. Высунется глуховатая Дарья, кухарка, мой спутник, и пропадет. Квартира переполнена мыслями. Мережковский, Ницше, Розанов, Врубель, Лермонтов, Раильс в чехлах. Лермонтова углублял Петровской, переплетаясь с Врубелем. Лермонтов открылся впервые, разумеется, что его я прежде читал, но открытие, о котором говорю, не имеет отношения к знанию. Открытие в том, что смысл образов, кажущихся исчерпанными, вдруг открытая дверь, уловлена тьма, пестреть слов, образов, красок оказывается прохватом всей глуби смысла, как если бы читали глазами Петит, а он бы стал интонировать. Встреча с поэзией Фета весна 1898 года Место вершины березы над прудом в Дедове. Книга Фета в руках, ветер, качая ветки, связался с ритмами строк, заговоривших впервые. Встреча с Тютчевым лета 1904 года, душные грозовые дни, тусклые вечера, переполненные зорницами, башни облаков, вычерченные вспышкой над липами, дума о титанах, поднимающих тучи на Зевса. Мысль Ницше и Роде навеяла мне статью маски. Я представил древнего грека, но перенесшегося в наши дни. Беру Тютчева, открываю, читаю. Темнеет ночь, как хаос на водах, беспамятство, как атлас, давит сушу. Тютчев мне распахнулся в двух строчках, как облако молнии. Встреча с Баратынским. Квартирочка Брюсова, белые стены и черное пятно, сюртук Брюсова. Он, подражав ресницами, я вам прочту. Ощупью выщипнул из полки старое издание стихов Баратынского. На что вы дни, бедольный мир явления свои не изменит. Все ведомы и только повторение грядущее сулит. Баратынской открытая книга. Весна 1902 года посвящена Лермонтову. Место балкончик, повисший над арбатом с угла денежного. Красный закат над розовым домом Старицкого, что напротив. Облачка над ним. Под ногами пустейший тротуар. Конка, трамвай не бегал. Нет, не тебя так пылко я люблю. И тексты, открыв интонации, выплеснулись. Прояснять врубеля золотистую лазурь поэзии Соловьева. Розенов подсказал звук поэзии, звук песен истар. Звонок. Единственный посетитель квартирки, пахнущей напталином, Петровской. Маленький, розоватый студентик в картузике, стоптаном точно башмак, просовывая за спиной на балкон, и пенсне защипнув на носу, прилукаво посмеивается. Видя меня в увлечении Фетом и Соловьевым, подкинул Лермонтова и Розанова. Мы на балкончике. Цепь фонарей зажигается, беседа тех дней, мифы древних. Будущее вылетело из них. Где вавилонские мифы? Вот в этих чехлах. Армянин, пришей ему завитую бороду, а сириец, наш поп, породистый сардонопал, мне Петровской указывает, вот тема Розанова. Розанов крючник, обхаживающий задворки и вонькие дворики, чтоб из мусорных ям вытащить идульчики. Бог молох не в музее, а в нужнике, в руководстве по половой гигиене. Египты, Осирии, Персии, сбросив декоративные ризы, пылают мещанским здоровьем, которое Розанов рекомендует как противоядие. С интересом читал статью Розанова о египтской красоте, напечатанной в мире искусства. Розанов связывает сюжет Достоевского с солнечным мифом Азириса. Не ищите Египта в Египте, в реальном романе, не ищите в музеях богини Истар, а в Лермонтовской любовной строчке. Я и Петровской противники Розанова. Петровской подчеркивает, ненавидеть не значит отделаться. Так поступал Владимир Соловьев, неудачный высмеиватель Розанова, сам халдей по Петровскому. Противников знать полагается. Соловьев же бьет мимо. Отсюда и Розанов мне им подброшенный. Я его изучаю. Лермонтова противополагает Пушкину Розанов, в виде в нем переряженного в байронизм халдея. А Сирия Розанова нужна, чтобы поднести современности культ Фалуса. Фалус мужской детородный орган, примечание автора. Но тот же Лермонтов руководит поэзией Владимира Соловьева. Розанова, ненавидевший философ Соловьев, халдей внес в христианство парфюмери розовых масл и амбра востока. Статью Леонтьева о розовом христианстве подбросил Петровской мне. Заря зарею, а нездоровая чувственность чувственностью. Петровской в те дни дальновиднее всех. Он предвычислил диалектику перерождения храма в публичный дом. В душах скольких. Меня, влюбленного в даму, гнозис Петровского задевает, я досадую. Так Розанов, Владимир Соловьев, Мережковский становятся в нас предметами, которые мы ощупываем, как в полутьме, но без ощупи которых нам обойтись трудно. Лермонтов арена борьбы. В него вцепилась романтика Владимира Соловьева. В него как клещ впился Розанов. Лермонтов в двойном понимании сам двойной, образ ножниц, разрезающих души. Разговоры о ножницах сознания в связи с Лермонтов, Мережковским, Розановым, Ницше, Владимиром Соловьевым, беседы мои с Петровским в мае 1902 года, как не похожи они на разговоры с ним в 1899 году. Материализм, химия, студенческий журнал, профессор Зогров. За два года нас выхлестнуло из быта науки. Вдруг кто-нибудь из нас предлагает, идем к Владимировым, и мы пересекаем пахнущие сиренями переулки, денежной, Глазовской. Вот угловой дом с колоннами, принадлежащий Морозову. Рядом, глядящие на Смоленский бульвар, ворота дома, куда проходим. В глубине двора из первого этажа яркий свет, откуда пение, всплески рояля, взгрох хохота. Бородатого Малафеева и Владимирова. Там мое общество. Математик Янчин, милые сестры, умная гостеприимная мать, тоже молодежь, два Чилищева, носатый, черный, басище, от которого разрываются стены, и Александр Сергеевич, математик, композитор, болтун, шармер, шалун, умник. Чилищев некогда ученик отца. Мне расточает он комплименты, восхищается лекциями отца. В веселой квартире предмет острых разговоров с Петровским превращается в легкие щелки слов. Шутка Чилищева, гогот Владимирова, колокольчики голосочка его сестры, звук романса «Как сладко с тобой мне быть». Весной 1902 года каждый вечер бежал к Владимировым. Заходы длились года. В 1902 к Владимировым тянуло особенно. Наш выход в свет совпал в днях. В начале апреля вышла моя симфония. В начале апреля открылась выставка молодых художников, организованная Мешковым, учителем Владимирова. На выставке оказались две картины его. В первый же день они были проданы. Успех его молодил. Оба полные сил. Мы с В.В. были гармоничной парой. В.В. уютный, добрый, сложный, в переживаниях, простой в жизни, посидый с ним отдых, не разговор, переброс шуток, не сидение, привал на диване, на подоконнике. Думалось вслух. Он, перепачканный красками, внимая мне, пересыпал слова шаржем каламбура, после которого мы, схватясь за бока, заливали с хохотом. И тут же кистью бросала в альбом свои пятна. Я с удивлением разглядывал, как броски слагали сюжетные авантюры. Зовут к чаю. Разговор не окончен, а эскиз вылез из пятен. Леший, боярин или Заратустра, талантливая импровизация к Ницше. Просто закатные лужа, играющие отцверками. Альбом этюдов вызвал восторг. Кончит, моет руки, перепачканные краскую, поворачивая румяное, бородатое, доброе лицо. Квартира Владимировых соединяла молодежь. Мои воскресенья временно стали центром идейной платформы аргонавтов. Они возникли немного позднее. Беседы там превращались в рефераты с прениями. Мои воскресенья, вечера встреч, технических соглашений, споров. Собрание у Владимировых питающий жизненный сок, чай с музыкой без старших. Умный уют, строгое благодушие вносил ВВ. К нему шли и те, кто нас ругали. Кружок аргонавтов позднее притягивал самым подбором людей, вопреки их литературному весу, притягивал и далеких критиковавших нас. Профессор Шамбинаго, композитор Василенко, пианист Буюкли, кантианис Фохт являлись к Владимировым. Отношение к посетителям со стороны «не любо, не слушай, а врать не мешай». Что-то было у нас, что тянуло к нам посторонних, привлекало редкое сочетание устремлений, увязка интересов. Тема увязки жила проблемой и символизма во мне и предполагала наличие гибкости, простертости вне себя, к социальному такту. Студент Кобылинской. Останавливаюсь на Владимировых, они центр номер два для меня. Центр номер один квартира Соловьевых, Ольга Михайловна, Михаил Сергеевич. У Соловьевых, у Владимировых, в университете, потом у Метнеров и Рачинских завязывались новые связи с людьми, определившими мне стиль целого семилетия, то есть эпохи 1901-1908 годов. Таково знакомство с братьями Кобылинскими, Сергеем Львовичем, студентом-философом и Львом Львовичем, образованным экономистом, студентом четвертого курса юридического факультета, однокурсником профессора Дэна одно время. В 1902 году Лев Кобылинский окончил университет, он был оставлен профессором Озеровым, очень любившим беспардонного Левушку, для подготовления к научной карьере. В эпоху первых моих встреч с Кобылинским он собирал еще материалы для своей диссертации, кажется, о конкрине, но уже механически. Скоро диссертация полетела к черту, и молодой ученый переметнулся в поэзию. Уже в первых разговорах с ним я удивился, что, думая о социальном вопросе, перебивали с в нем взрывами цитат из итальянского поэта Стекетти. Скоро все заслонил Бадлер. Озеров плакался, талантливый экономист погиб для науки. В 1901 году считалось, братья Кобылинские блещут талантами, им где предстоит профессура. Меня издали интересовал брат Лев. Весть о нем принес мой друг, гимназист шестого класса Сережа Соловьев, только что встретившийся с Кобылинским в квартире протеерея Маркова, с сыном которого, Колей Марковым, он дружил с детства, играя на дворе церкви Троицы, что на Арбате, наша приходская церковь. Марков, некогда наш священник, меня крестил, и лет шестнадцать являлся с крестом на Рождестве и на Пасхе. Марков тоже гремел среди старых святош нашего прихода, но отнюдь не талантами, мягкими манерами, благообразием, чином ведения церковных служб и приятным бархатным тембром церковных возгласов. Декоративный батюшка стяжал популярность, и барыня Шушуколи, либеральный батюшка, образованный батюшка, умница батюшка. В чем либерализм никто не знал, в чем образованность никто не знал, никто не слыхал от него умного слова, но он умел приятно прищуриться, с мягкой мешковатостью потоптаться, уклоняясь от всяких высказываний. Считалось, молчание таит ум, академический крестик вещал «образован де». Прищур глаз считался либерализмом. Прихожанки были в восторге. Тенор батюшки так приятно нес из алтаря, борода с серебром так театрально поднималась к горе, шелковая ряса ласково шелестела, благообразие оценили и свыше, примеров золотой митрой. Апофеоз батюшки перевод его в Успенский собор. Тешить отче царицы в редких ее наездах в Москву. Протеерей Марков мне доказал одно, и у церкви есть свои сладкие тенора, подобные Фигнерам. Заслуга его. Он народил детей, которых либеральная матушка, к недоумению батюшки, воспитывала радикалами. Один со склонностью к марксизму впоследствии стал известным собирателем Былин, он скоро умер, а другой Коля рос безбожником. У матушки и у дочек собиралась радикально настроенная молодежь. Батюшки не было видно на этих собраниях. С легкой руки Струве и Туган Барановского во многих московских квартирах вдруг зачитали рефераты о Марксе, о социализме, об экономике. Модный профессор Озеров, патрон Кобылинского, казался даже сочувствующим учению Маркса. Он освещал эту моду тогдашней Москвы. Экономист, ученик Озерова, Лев Кобылинский с яростью, характеризовавший все его увлечения, бросался из гостиной в гостиную, с чтением рефератов. И когда в квартире у Марковых молодежь составила кружок для изучения капитала, Кобылинский здесь вынырнул руководителем кружка. Он считал марксистом себя, будучи за три девять земель от Маркса. Он считал эрудицию знания литературы о Марксе и опыт своего чтения капитала за самый настоящий марксизм. Теперь вижу, что он марксистом и не был, но нам казался марксистом. Должен отметить, во-первых, Кобылинский был образован, имел дар слова и дар актера, играть ту или иную роль, и верить при этом, что роль убеждение. Во-вторых, в характеристики Кобылинского я отправляюсь не от сегодняшнего моего отношения к нему, а от юношеских впечатлений. И мне все твердили «марксист», и я до 1905 года, эпохи, когда стал читать Маркса, все еще верил в миф о былом марксизме Льва Кобылинского. Уже в 1903 году он себя называл не иначе, как символистом, прибавляя «я бывший марксист». И вот эта традиция считать его бывшим марксистом среди аргонавтов в рисуемую мною эпоху 1903-1905 годы да не смущает. Это значит лишь то, что мы его когда-то считали таким. Источник этого недоразумения он среди нас один знал социологическую литературу. Если бы этого не было, Озеров не оставил бы при университете его. Кроме того, вихри идейных метаморфоз экономист, пессимист, бодлерист, брюсс, виздантист от Данте, оккультист, штейнерист, католик, оставалось одно неизменным в нем. Актер. Мим. Нечто вроде Чарли Чаплина да Чарли Чаплина. Мы, вероятно, видели мима, который, отвернувшись от нас, переменив пари, к бороду попеременно возглашает Дарвин, Гладстон, Бисмар, Гетте, Наполеон. И при каждом повороте вы вскрикиваете «Вылитый Гладстон! Вылитый Наполеон!» Так и Лев Кобылинский. В каждом идейном повороте имел он дар выглядеть «Вылитым!» Он казался мне и вылитым символистом, и вылитым монахом. Неудивительно, что в эпоху первой с ним встречи казался и вылитым марксистом, и казался вылитым бывшим марксистом в эпоху увлечения Бодлером, в эпоху увлечения Брюсовым. Он иступленно верил в то, чем казался себе. Лишь итог знакомства вывел его до конца. Он никогда не был тем, чем казался себе и нам. Был он лишь мимом. Его талант интерферировал искрами гениальности. Это выявилось поздней. Сперва же он потрясал импровизацией своих кризисов, взлетов, падений. Потом потрясал блестящими импровизациями рефератов. Поражал эрудицией с налету. Поражал даром агитировать в любой роли марксиста, бодлериста, сотрудника весов и так далее. Лишь поздней открылось в нем подлинное амплуа. Передразнивать интонации, ужимки, жесты, смешные стороны. Своими показами карикатурно Андреева, Брюсова, Иванова, профессора химии Каблукова, профессора Хвостова он укладывал в лоск и стариков, и молодежь. В этом и заключалась его суть заражать показом жеста. Он был бы великим артистом, а стал плохим переводчиком, бездарным поэтом, и посредственным публицистом, и экс-ом, экс-символист, экс-марксист и так далее. Бывший человек для всех течений, в которых он хотел играть видную роль, он проспал свою роль, открыть новую эру мимического искусства. В эпоху начала знакомства со мной он признавался, что порывает с деятельностью марксиста-пропагандиста. Скоро он бросил и свою диссертацию, порвал с Озеровым, университетом, и перенес арену действия в среду художников и поэтов. Но и там он любил назеднуть нас, профанов, своим якобы особенным знанием марксистской методологии. Впоследствии, разъясняя мне Маркса, он уверял, что разъясняет его по-марксистски. С 1905 года он снабдил меня списками книг, комментировал главу капитала о прибавочной ценности, потрясая рукой, кто правильно понял эту главу, тот овладел мыслью Маркса. Разумеется, мне очень наивному в проблемах марксистской идеологии, вполне импонировал он во время этих лекций. Во всех действиях его уже выявился до конца хаотический анархизм, объективный, непереносный, он дезорганизовал все, к чему не прикасалась его организаторская рука. Однако я еще верил, поступки одно, а сознание другое, и внимал с увлечением его лекциям о Лассале, Прудоне, Рикардо и теории Мальтуса. Я полагал, что все это преподается им в терминах эпохи увлечения Марксом, особенно когда он выступал перед нами с цифрами в руках. Мне не вдомек было, что выступал мим, в минуты игры начинавший серьезно верить в свои роли. Раз позднее уже воспламеняс, это было в эпоху, когда он вообразил себя оккультистом, он с такой потрясающей яркостью изобразил мне жизнь мифической Атлантиды, что меня взяла оторпь. Эти мимические таланты открылись позднее. Сперва он явился пред нами в роли трагико-теоретика, экс-ученика, простирающего свои руки к поэзии. Нам было невдомек, что и эта роль роль, и, вероятно, роль искреннее, объяснение его нам несоответствия между фанатиком и надломленным скептиком. Он был фанатичен во всех видимых проявлениях, но после воспламенения показывался в нем и скептический хвостик по отношению к предмету культа. Иногда я его заставал неверящим, ни во что. А через пять минут уже наступал приступ фанатизма. Он казнил, сжигал или возводил в перл создания с необузданным догматизмом. Сам же он проповедовал нам теорию собственного раздвоя, напоминавшие учение о двойной истине, но базировал ее на поэзии соответствия Бодлера. В центре сознания культ мечты, непереносимой в действительность, которая падальде, она труп мечты. Помню припев, сопровождавший меня в эпоху, когда я всерьез увлекался социологическими проблемами. Социология для создания живущего песни тюрьма. Это бред, но он проведен с железной логикой. Безумец не должен иметь никаких касаний к марксизму. Пост, видение из экстаза ильгашиша все равно, только в видениях в жизнь, и никаких, взлетал надо мной его палец, а красные губы, точно кусаясь и брызжей слюной, прилипали к уху. И вдруг, вспомнив былого марксиста, он теребит свою черненькую бородку с видом солидного приват доцента, «Но если уж касаться социальной проблемы, то...» и дьявольский хохот «Извините, пожалуйста, нет, не по Бердяеву, не по Булгакову, жалкие путаники, марксистская логика железная логика, и нам с тобой надо бежать от нее, остальное бирюльки». Логику ж он в те годы отрицал до конца, и, вопреки лозунгу «бежать», тут же начинал углублять во мне мои марксистские интересы подкидом то эрфуртской программы Каутского, то нищеты философии Маркса. Одно время он меня убедил в том, что в то время, когда в одном полушарии мозга его стоит бюст Карла Маркса, в другом вспыхивает видение Данте с мистической розой. Многое он мне в жизни напутал. Напутал всем нам. В 1913 году я с ним разорвал. Первая весть о нем, весть об изувере фанатике, готовом декапитировать всех во славу Маркса. Эту весть принес Сережа Соловьев, прибежавший от Марковых. Кобылинский привел его в дикий восторг. Знаешь, Боря, фанатик, а увлекается Ницше, как-то странно подмигивает, лезет красной губою в лицо и хватает за локоть. Надо стать сумасшедшими и никаких Скоро в художественном театре Сережа толкает меня. Смотри, вот-вот, что такое, вот Кобылинской. Смотрю, между публикой мелькает белое, как гипсовая маска, лицо студента, обравленное черное, как ворного крыло, бородкой. Он прижал подбородок к высокому синему воротнику, ныряя в сюртуки белой лысинкой. Вдруг мимолетом стрельнули в нас неестественным блеском зеленые его фосфорические глаза из узких разрезов, а красные губы застыли расклад как-то. Вот он с нервными тиками плечо дергалось, точно в танце легчайше юркнул мимо нас, сопровождая даму, с которой я потом познакомился, мадам Тамбурер. Поразил контраст сюртука с выражением лица, едва ли приличным для обстановки, в которой мелькнуло оно. Сюртук некогда великолепный, надставленные широкие плечи и узкая талия, покрой изысканен. Кобылинский выглядел бы в нем настоящим франтом, если бы не явная поношность сюртука. Видно, таскал бессменно четыре года. В таких сюртуках щеголяли пошлые фаты. Лицо не соответствовало сюртуку. Лицо истерика, если не сумасшедшего. Мертвенные белизна, кровавость губ, фосфорический блеск глаз. Такое лицо могло бы принадлежать Саванароле, Равашолю или же Провокатору, если не самому великому инквизитору. Светскость, сюртук на вешалке. А что касается Провокатора, то, конечно, фантазии мои разыгрались. Не Провокатор, а, так сказать, самоспровоцированный, ибо сознание этого чудака никогда не ведало, что разыгрывалось за порогом его до момента, когда в сознание это врывало что-то ему постороннее. И тогда трах-тарарах, сознание символиста, разрываясь, как бомба, осколками, рушилось ему под ноги. Провокатор, сидевший в Эллисе, литературный псевдоним Кобыринского, марксисте, устраивал провал Эллису-марксисту в пользу Эллиса-символиста, чтобы через несколько лет провалить и последнего. Провоцировал же он и нас отраженно. Скандалы с собственной персоной происходили в нем часто не в уединении, а где-нибудь в шумном обществе. И тогда он ранил нас своими собственными осколками, ранил больно до желания его побить, до вспышки ярости к нему. Но его выручала его же беспомощность. Натворив бед себе и другим, он раз пятнадцать погиб бы в настоящем, а не в переносном смысле, если его многочисленные друзья не бросали со всех ног выручать этого беспомощного, безответственного в такие минуты больного ребенка. Так в решительный миг кулаки над ним занесенные разжимались. Им же оскорбленные люди его же и утешали. Ничего, Лёва, успокойся. Он казнился и плакался. Устраивал скандал за скандалом. Очередной скандал кончался истерикой. Истерика принимала такие формы, что мы говорили, тут ему и конец. Но труп Кобылинского восставал к новой жизненной фазе. из пепла марксиста вылетел феникс символизма, когда вообразилось ему на моих воскресниках, что пять-шесть дерзких юношей могут разнести символизм по всем российским захолустьям. В конце концов мы с ним расходились даже в понимании символизма. Но он тотчас же в кружке аргонавтов присвоил себе самочинную роль агитатора, который в агитацию глубоко не верил. Он ее, так сказать, всучил нам до сюрприза, до неприятности, навязав на шею глубоко чуждых, явившихся из другого мира, не более, не менее, как четырех братьев Астровых, мирового судью, думца, профессора и Владимира Астрова, да с женами, да с матерями жен. Он заставил нас с год влачить на себе тяжкое народное тело, пока не выявилось кадетское и только сущность четырех братьев, ни о за не понимавших Бодлере и Брюсове, но и смирение перед Кобылинским протвердивших «Брюсов, Бодлер, Бодлер, Брюсов». Астрова более всего влек священник Григорий Петров. Энн и Астрова интересовали отчеты Городской Думы. Остальные два брата даже не мымкнули в нашей среде, а между тем мы полтора года протяготили с друг другом, даже сообщая, издали никчемный сборник «Свободная совесть» в 1904 году. «Это одно из насилий, учиненных Львом Кобылинским над всеми нами. Насилие не перечислишь. Сочинит бывало себе перл создание и тотчас примется насильничать из любви. Ты, перловый, не смей же тускнеть, сияй, сияй, сияй во что бы то ни стало. Хочешь есть? Скандал. Бриллианты не оскверняются пищей. Хочешь жениться? Не смей! Бриллиантовые люди не женятся. Они несут в сердце культ розы. Оттого все увлечения Кобылинского тем или другим человеком обрывались внезапно проклятиями по его же адресу и желанием отмстить за предательство мечты. Проклинавшийся уже два года Брюсов в 24 часа взлетел на недосягаемый пьедестал. С 1911 года Эллис исчез из России так же алогично, как алогично он некогда по его словам воскрес в социализме. С 1916 года даже слухи о нем не достигают меня. Он кажется еще жив, что означает ежегодно умирает в одном аспекте, чтобы воскреснуть в другом. Высокоодаренный мим, сжигающий все дары в нем живущие, преждевременным воспламенением, вечно бездарный от этого и прозоленный собою, влекущий к дикостям невероятным словесным блеском, внушал он ряду людей нежную жалость к себе. Производил штуки, которые для всякого другого кончились бы плачевно, но выручали то Астровы, то Брюсов, то Штейнер, то какая-то дама из Голландии, то Нилендер, то я, то Сеня Рубанович, то Метнер, выручал Рой дам, выручали лица, не имеющие никакого касания к Альву Кобыринскому. Позднее, знакомясь с воспоминанием об Акунине, я все не мог понять, почему иные черты в нем мне так знакомы, и вдруг осенило, а, Элис, та же неразбериха, блеск, дар обворожать и что-то отталкивающее, та же неразборчивость в средствах в соединении с героизмом подчас. Разумеется, Элис не Бакунин, но что-то от личности Бакунина теплилось в нем. Сюртук, поразивший меня в первой встрече, портной плюс игра в Дэнди по Шарлю Бадлеру. Игра длилась недолго. Скоро Дэнди предстал в своем подлинном облике. Десятилетие таскался сюртук, пропыленный и выцветший в обормотках, но с тонкой талией. Десятилетие на голове давился тот же выцветший котелок, надвинутый на бок, в сочетании с дьявольской черной бородкой, с приподнятым воротником перетертого пальтеца, с кончиком трости, торчавшим при ухе, засунута тросточка ручкой в карман, с фосфорическим блистанием узких, сдвинутых глаз. Котелок издали придавал Кобылинскому вид парижанина. Подойдя к нему, прохожий мог бы подумать, парижанин, приступит с рукой, на ночлег благородному. Кобылинская, выгнув голову, закрутив нервно усик и шею втянув в воротник, несся мимо танцующим шагом и поражал дергами дрожащего плечика, дергалось, точно прилипая к уху. О котелке. Экспроприаторы максималисты в 1906 году спали на нем. Водился и с ними. Тряся с отволнения, тогда меня спрашивал, надо ли им открыть дверь, чтоб очистили помещение богача лоботряса, которого мать состояла при нем в няньках. Разумеется, на революционные цели. Понимаешь, ночую в квартире его. Я выражал фигуру недоумения. Иги, иги, передергивал он плечом, заливаясь икающим хохотом. Знаю сам, что безумие. Жест ровошоля. А все кончалось историей. Третьего нет. Или бомба, или власеница, или анархизм, или католицизм, развивал он мне, как новый свой лозунг в тысячный раз. Меж миром мечты и действительности нет места. Это было в кабинете Игоря Кистяковского в 1907 году. Икающий, трепанный Эллис, трясущий манжетой, пара резиновых старых манжет промывалась с вечера и надевалась с утра, пять битых лет, над башкой белокурова Кистяковского Игоря, глупо выпучивающего свои голубые глаза из тяжелого кресла, обитого крепкую носорожью кожей. Зрелище единственное в своем роде. Хищный хопила, впоследствии прихвостень Скоропадского, тупым голосом соглашался, но по неволе. Эллис мог кого угодно на что угодно принудить, словесно, конечно. Анархист загребал миллионы, а лев не обедал неделями. Парадокс судьбы устраивал встречи. Мадам Кистяковская с Муромцевой появлялись у нас. Эллис был моден в те дни, в декаденских салонах. Трепанный вид придавал его номеру стиль. Дамы, осыпанные бриллиантами, слушали Эллиса. Кистяковский пройдоха ему не перечил и соглашался на бомбы. Попробуй-ка быть несогласным. Эллис мгновенно устроит скандал. «Коли зовешь на дом дикого, то и терпи, не перечи выслушивай, как тебя взрывают вселенную». И Игорь терпел. Наскоки на себя невымыты лысинки, мылся же лишь кончик носа. Лев Кобылинский боялся холодной воды, протирая губку и кончик изящного носика, пока Неллендер, студент-филолог, не взял на себя роль питателя и омывателя. У Эллиса было не семь, семью семь, нянек. Дитя продолжало откалывать штуки, шел гул. Правда, Эллис остри космы Иванову? Правда ли, что, поступивши в Шантан, он нарушил контракт и ушел в монастырь? Факт, но почтенный известный профессор позднее К.Д., раз явившись в Дон, где жил Эллис, найдя его спящим и сев на кровать, разбудил, и конфузис краснея стал спрашивать. — Вы понимаете, Левушка, я не верю, но... но... он запнулся. — Настолько упорные слухи, что я пришел, но не думайте, чтобы я верил. В чем дело? — У вас, говорят, так сказать, удлинилась кость копчиковая, говоря, в просторечии появился хвостик. — Скажите, ведь вздор? — Ну, конечно же, вздор! — Говорили, музей обокрал. Описание этого невероятнейшего поклепа, возведенного на Кобылинского, содержание не этого тома воспоминаний, скажу лишь, участвовали в возведении на праслины министр Кассо, голос Москвы, Гучковский орган и Русские ведомости. Смотрите отзывы Брюсова о поэтических книгах Бальмонта второй половины 1900 года, объединенного его книги «Далекие и близкие». Брюсов в собрании сочинений в семи томах, том 6. Прокурор отказался от обвинения. За отсутствием дела. Третьейский же суд под председательством Муромцева, Лопатина и Тесленко вынес резолюцию, что кражи не было, была халатность. Публика, инспирированная желтой прессой, гудела «вор, вор, вор, вор». Она спутала Элиса с вырезывателем музея ценных гравюр. В родство такое имело место, причем кобылинской. А Блас Дорошевич из русского слова, в то время, когда несчастного кобылинского смешивали с грязью, вдруг выступил с фильетоном, призывающим к снисхождению, к вору, к действительному. А кобылинском не звука. Защитить неповинного не хотели газеты. В пору первых наших свиданий он жил у матери, Варвары Петровны, такой же пламенной, худенькой, бледненькой, как и сын. Минимум ухода пока еще был в те года. Впечатление элегантности сквозь протеры одежд, жест особенного, неуловимого умения заставить не видеть, в чем он беззаботно расхаживал. Представлял кинематограф. Умел из платка сделать парус, а из карачек, подпрыгивающий в волнах шхуну. Надевши рогожу, он мог бы заставить нас верить, что это есть плащ. Вращаясь позднее в салонах обтертым, потрепанным, выглядел он элегантнее Фатов, бросая свои обормотки, как вызов фронтихам, сходящим с ума от него. Он умел быть красивым, скрутивши бородку, совсем испаньолка, поставивши усик торчком. И застег сюртучка, и цветок полувялый, проночевавший в петлице, и поза скучающего дэнди дьявола, бледность и блеск из разрезов глазных и круги под глазами. Все делало при интересном его вмиг предание огню и мечу тех салонов, куда зазывали его пошнотелые сорокалетние дамы. Себя предавать огню и мечу. Христофорова, Рахманинова, Тамбурер, Муромцева, Кистяковская слушали и угощали дюшесами, а мужья хмуря, скрякая, с кислой мины любезничали, с анархистом московским. Первая встреча с ним у профессора Староженки, которого дочь и ее подруга, да и несколько в дом вхожих студентов, составили осенью 1901 года кружок для самообразования. Весьма неудачно меня пригласили участвовать и Кобылинского. Мы оба, жаждущие просвещать, я Верленом и Ипсоном, а Кобылинской не помню чем, тотчас забрали на первых порах в свои руки кружок. Предложил я прочесть реферат, сам почтенный профессор Староженко был вытеснен. Папа, ты будешь мешать ему, дочь. Хорошо, хорошо, соглашался профессор, а нас по обычаю назвал Кургашками, так он детей называл, мне же шел тогда 22-й год, Кобылинскому 24-й. Но скоро профессор тревогу забил, развели декаденство, и он равновесие ради подкинул нам книгу Макса Нардау отреферировать, но под давлением нашим кружок резолюцию вынес, не книга, а дрянь. К нам невхожий профессор задумался тут и послал молодого еще мельгунова. Завел тот прискушное что-то и, кажется, что-то докладывал о сектантах. Состав кружка не возбуждал интереса. Мы с Кобылинским исчезли, профессор, наверное, радовался. Нас кружок этот сблизил, мы сразу в нем точно стакнулись, не будучи лично знакомы, поддерживали я его, он меня. Всего несколько разговоров в углу Староженковой комнаты, несколько притеснений в углу Кобылинским меня. Понимаете, а? Что-что-что? И уже Кобылинский однажды явился ко мне звать пройтись. Жил он рядом, в одном из ростовских, вблизи от Плющихи. Двор скат на Москву-реку с лавочкой, где мы сидели весной 1902 года. С тех пор после обеденной прогулка с заходом к нему обиход моих дней, и отсюда знакомство с братом льва Сергеем философом. Тот в лоск нас укладывал метафизикой лодцы. Брат лев ему дрянь. И тут братцы блондин и брюнет одинаково бледные, одинаково тощие, одинаково иступленные, оскали с иронией, едко и злой, норовили вцепиться друг в друга. Я знал, колесцепиться будет комок. И ни слов, ни рук, ни ног уже более не различишь ты. Одни восклицания. Визги Сергея и гамма от баса до дишкантового тремоло льва с появлением Варвары Петровны, их матери. Не отольешь, опрокинув ушатой воды. Эти сцены я знал и бежал от них с ужасом. Жили ж они в одной комнате. Часто весьма братец Лев попадал в час обеда к нам в дом. Начиналось за супом еще его очередное пререкание с моим отцом, очень живо клевавшим на мощный фонтан афоризмов, свергающий то, что отец почитал, например, философию Лебница. Тут же не лысый румяный профессор старик с бледно-мертпенным гологоловым студентом, отбросив салфетки, забывши о супе, ладони в колене к себе, локти фертом, носами в носы, выгнув спины, прицеливались друг в друга. Едко прыскали зеленоватые глазки студента и гневно сверкали очковые отблески, из-за которых моргавшие глазки отца плутовато оценивали ситуацию спора. Вдруг палец студента летел к потолку. Перочинный же ножик профессора, всегда являвшийся из жилета вмиг спора, его он подкидывал в воздух и ловко ловил, перочинный же ножик язвительно тыкался льву кобылинскому в нос ступым кончиком, и оба вскакивали, устремлялись друг к другу. И мама салфеткой в стол, я салфеткой в стол, Николай Васильевич, папа ж, Лёва, позвольте. Ты, Боря, оставь меня, лев выбарахтывается. Схватя с руками, друг друга держа, теребя и подталкивая, обрывали друг друга, и слышался рявк угрожающий. Нет-с, как можете вы эдак, лейбниц, да лейбниц, громадас, он полон сказать рационально возвышенной мудрости. Мир наилучший и, стало быть, наилучшая зубная боль, городовой наилучший. Позвольте, вы бросьте-ка пошлости эти и да-с, да-с, кондачки эти-с, знаете, бросьте, городовое ни при чем-с. Нет, при чем, ни при чем-с. Папа, Лева, Лев Львович. Отец уже пятит усы, ощетинившись ими как морж. Лев, держа его за руки, дьяволическим хохотом они словами раззадоривают. И уже сплошной гавк отца, как удары тарана, разрезаемые острым визгом, как сабли дамасскую льва. Друг друга не слушали, себя слушали. И в два голоса, вертясь в углу, в круг друг друга, друг другу кричали, болтаясь локтями. Один за светлейшее, знаете, будущее человека, другой, что мир падаль. И долго ходили и фыркали, вдруг расцепяс и выкрикивая свои обращения ко мне почему-то. «Ты, Боренька, помни, страдания лишь переход, так сказать, к высшим формам гармонии». Отец. «Помни, что в желтом доме находят убежище лучшее». Эллис. За сладким мирились. А после отец, зацепляясь карманом своей разлетайки за двери и бацая шагом к себе в кабинет отдыхать. Кобылинской же мне плюясь в ухо и дергаясь плечиком. Я, сказать правду, я, Николай Васильевич, понимаю. Кричит о гармонии он из надрыва, чтоб перекричать это вот и рукой в окошко. И там, за окошком, внизу вывеска «Выгодчиков, колбаса, мясо красное». Николай Васильевич безумец. Безумец же есть комплимент. Со своей стороны мой отец отдохнул с вечерним чаем, раскладывая пасьянс неожиданно. Боренька, даст, перекладывается с карты карта на карту. Ну, что говорить, кобылинская талантливая юноша, из всех товарищей твоих он наиболее, так сказать, не досказав, что есть, так сказать, а свирепевший всем видом, всегда свирепел выражением лица, когда речь свою прятал в усы, перекладывал карты. И, мать, ну еще бы! Кобылинской отец воспылали друг другу, ведь вот откровенную нежностью, и даже позднее немного столкнулись, союз заключив против Брюсова, против влияния Брюсова на меня. Кобылинской на том основании, что все эти Бальмонты, Верлены, Брюсовы, жалкие мошки, и стало быть, надо давить их, а не разводить, потому что они заслоняют Бодлера. Отец же имел основание бояться влияния Брюсова, видя, что я хаживал на журфиксы к последнему, бедный старик еще думал, что я увлекусь напоследок коленихимии, ведь у Зелинского, у Николая Дмитриевича в корни взять заработал, то хоть географии, хотя последнее, что за наукас. Еще не знал он, уже выходила первая моя книга, симфония, будущее мое решено, вот и думал он, в союзе с блестящим студентом отводить от Брюсова. Кобылинской отцу твердил, Брюсов пишет Билиберду, и отец, позабывший о том, как в рявке лон строчки Брюсова, таял от этого и соглашался, чтобы не перечить на веру Бодлера принять. Кобылинской читал ему «Падаль» стихотворение Бодлера в плохом переводе своем, в нем Бодлера и не было. Слушал отец и улыбку в усы затаив, соглашался. Тут-то, знаете ли, мысль, ну и так сказать там, что так сказать неизвестно, но, думаю, так сказать означало. Хотя-с, у Бальмонта же переменял разговор он, не мысль, мой голубчик. Ерунда, предавал Кобылинской меня. А отец, заручившись сочустием, преподносил нам полюбившегося ему поэта Мельшина. Вот у Мельшина, и он зачитывал, но с поднятым челом и с возгласом свобода. Мельшин, псевдоним П. Я. Примечание автора. Прекрасно-с, и не Брюсов. Подлец Кобылинской подакиваясь считал, стихи Мельшина не конкуренция Шарлю Бодлеру. Тут я, Лев, это ж подлог. Он на подлог был готов для Бодлера. В апреле 1902 года вышла первая моя книга-симфония. Боря Бугаев испуганно прятался под псевдонимом. Книга в кругу знакомых имела успех скандала. Кобылинскому ее не подкидывал я, но он прибежал говорить о ней. Книга написана погибшей душой. Писал Безумец и никаких. Взлетал палец и дергалась лысинка. Быстро увлек он гулять в черном старом пальто, но казавшимся легким, изящным, в надвинутом черном, проломленном в бок котелке, передергивая кончиком трости, торчавшем при ухе. Ручка палки была засунута рукой в карман. Он бежал, меня сталкивая на мостовую. Ужасная Боря надломленность в книге, особенно там, где сказано «все кончено для севшего на пол». И тут сел неожиданно он на карачке перед тумбую, изображая философа, изображенного мною, к недоумению проходящих и к радости дворовых мальчишек. Сидел он и склабился, встал, надвинув на лоб котелок, и пустился, держа под пролеткой меня. Цивилизация, храпы мещан, все спят, открыв рты, визионеры, революционеры погибнут, потому что погибнут все лучшие. Он посвятил в свою жизнь меня. Как в шестом еще классе себя он веревку к креслу привязывал по ночам, чтобы не заснуть над изучением экономических книг, как в университете отметил его тотчас озеров, как задружил он с профессором, как они ночами вместе безумствовали за разговорами. Как агитировал он, как был должен он временно скрыться, полиция насторожилась, как, ну и так далее. Вывод жизнь не пересекающейся параллели, а я возражал. Его теория двух миров просто логическая ошибка. Он же искренне заклинал меня попасть в желтый дом и этим выправить себе патент на порядочность. Я в пылу разговора признался ему, что я автор симфонии. Не удивился нисколько он. Я так и думал. Прочел симфонию братец Сергей и отнесся к ней весьма иронически. Вероятно, подозревал он, что автор я, потому что, раз выведи меня на двор из своей душной комнатки, где он выкурил без проветра наверное пятьдесят папирос, строча десятки страниц кандидатского сочинения о лодце, с ироническим благодушием прогудел прямо в ухо. А знаете, в этой симфонии есть такие фразы, например, «Солнечные лучи названы металлическую раскаленностью». У меня, знаете, тут делается, показал он на лоб, «металлическая раскаленность». И мертвенно-белое лицо, напоминающее кость, изошло морщинками неврастенического страдания. И я подумал невольно, «Еще бы не делаться, кандидатское сочинение о лодце, писанное в таком темпе, доведет и до того, что сядешь, раскорячишь под стол». Бедный Сергей, кандидатское сочинение о лодце не было оценено старым лешим Лопатином. Сергей не был оставлен при университете. Философ, свихнувшийся на канте и севший на пол, долго пользовался популярностью среди неокантианцев. И в шестнадцатом году Кубицкой, с которым мы встретились при военном освидетельствовании, показывал на голые тела кандидатов на убой. Только что бывший сам телом наклонился ко мне и иронически пробосил. «Они сели на пол, помните, как ваш философ». Обиделся на философское сиденье на полу в те годы философ Фохт. С весны 1902 года Лев Кобыринский стал своим в нашем доме, своим у Владимировых. Он являлся к Соловьевым. Мать моя называла его попросту Левушкой. «Левушка! Как же ему не позволить кричать? Разве ему закон писан?» «Дас, дас, так сказать», поддакивал и отец. Элис Лев стал Элисом. До 13-го года он сплетен с моей жизнью. Видя позднее в удобствах его, говорил себе «нетипично». Меблированные комнаты дом те типичны. Они помещались в оливковом доме, поставленном на стеной площади среди соров и капустных вазов. Дом с стеной выходил на Арбат против аптеки. Другим боком дом глядел на Смоленский бульвар, третьим в паршивые домики с чайную для извозчиков. Обедал Лев в трактироподобном ресторанчике для лавочников, под машиной бацавшей бубнами сон негра, изображаемой Элисом, лавочником сенного ряда и нам. Поссорившись с братцем Сергеем и с матерью, он водворился в Дону, ячейки органавтизма, с дверью на площадь, с добро пожаловать всем. Люди в рваных пальтишках и без калош, стучали каблуками в пустом донском коридоре, прошмыгивали в номер шесть, где в дымах сидели на окнах, в углах, при стенках, на корточках. Большинство в пальто стоя внимало и пыхало дешевыми папиросами. Бывало, разглядываешь, Ахрамович, Русов, Павел Иванович Астров, хромой драматург Полевой, капитан в отставке, Сеня Рубанович, поэт, Шик, поэт, Цветаевы, Марина, Ася, Курсиски, Заезжий Волошин с цилиндром, артист, мировой судья, лысый, глухой, завезенный Астровом. Среди знакомых незваные, подобные черным маскам Андреева, возникшие самопроизвольно, бледные, бедно одетые. Кто? Не знаю, никогда не видал. Таких было много, являлись и исчезали во мглу. Среди них были ценные люди и угрожающие субъекты с подбитыми глазами, с усами воршин, они были готовы на все. Элис передал с хохотом. Вчера кто-то будет, протираю глаза, на постели юноша из бывших максималистов, с золотыми часами в руке, спрашивает, знаете, откуда? Нет. Спер у буржуя. Ну, знаешь, я его таки, не отступайте, не являйтесь. А он, испугались, зовете дерзать, сами буржуй. Я выскочил в одной сорочке и выпроводил. Комната не запиралась, ни ночью, ни днем. С пяти до пяти Элиса не было. Входили, сидели, высыпались, брали нужную книгу и удалялись. Унести было нечего, кроме книжек, взятых Элисом у знакомых. Их и тащили. Остальное — рвань. Тяжелейший бюст Данте был неспираем. Не комната, а сквозняк. Межсмоленским рынком и Синой площадью. В девятьсот шестом году Элис жаловался. Сплю в кресле. Негде. Вхожу. На постели. Товарищ. Спотыкаюсь. На полу, поперек двери. Товарищ. Так каждую ночь. С тысяча девятьсот пятого года, вопреки аполитичности, в лысом бодлерианце вспыхнул максимализм. Появили старые знакомые эпохи увлечения марксизмом. Череванин, Пигет, Розенберг и так далее. Элис открыл дверь нелегальным. Знакомые приводили знакомых. Пигет циркулировал с браунингами, составляя органоптическую десятку перед декабрьским восстанием. Комната Элиса стала почтовой конторой для передачи. Сообщения вкладывали в книгу, на столе. Приходили, прочитывали, отвечали, вкладывали. С Элисом не считались. О почте он сам не знал. Наткнулся случайно. Он устраивал вечера в пользу нелегальных и боевых организаций. Сидел в бутырках. Вернулся, поздоровевший. Отдохнул. Выспался. Ну, как отсидел? Было бы весело, кабы не смертники. Комуну и жили. А что? Были старосты, была связь с другими коммунами. Как заперли, подошел староста. Товарищ, фамилия, партия? Не имею фамилии. Элис псевдоним. Принадлежу к единственной настоящей партии, к декаденской. Так и прописали на листке. Ты понимаешь? Он искал, тряся с смехом. Листик на стенке висел. Товарищей социал-демократов, большевиков, такой эдакой. Столько-то. Меньшевиков, ну, там, ты понимаешь, такие-то, столько. Такие-сякие эсеры. Столько-то, товарищей, максималистов, экспроприаторов. Смертники были. Среди них, понимаешь, товарищ декадент, один. И, вогнав лысую голову в спину, согнувшись, рот закрывал рукой и хихикал. А? Что? Брою вскидывал. В недрах бутыра к комуною жил, как сознательный декадент, перещипывал испаньолку он. В камере поднял шум, апеллируя к талантам мимо. Изображал Вячеслава Иванова, Брюсова, Сологуба. Прочел реферат, Аданте, пляс поднимал. Посадил играть на гребенках рабочих, экспроприаторов. Камера заплясала. Стало досадно тюремному надзирателю. Попросился смотреть на пляс. Пустили. Прошел слух. В камере номер такой-то, сидит декадент и штуки чешет. Просились о переводе в камеру. Была регламентация часов дня. Вечерами веселье, а днями работа. Сожженный рабочий, грызя карандаш, сидел днями за задачником Евтушевского. Были часы пропаганды. СДК агитировали среди менее сознательных экспроприаторов, садились редками. Более сознательный, менее сознательный, более сознательный, менее сознательный, зажимался сознательными. Сознательные старались. Товарищ экспроприатор, вы что же такое? Дезорганизуете революцию? Понимаешь? Что? Меня схватывал за руку Элис. Стоял деловитый гул, бу-бу-бу-бу, бу-бу-кали сознательные, несознательным. Ну что же ты? Предложил свои знания меньшевикам. Тоже в ухо садил здоровенному экспроприатору. Спать ложились рано, вставали чуть свет. Отоспался, поправился. Элисы выпустили, но таки докучали потом, и слежкой, и обысками, раз чуть не стапали ящик с нелегальной литературой, которую поставили к нему на хранение. Элису пришло в голову сесть на ящик. Про ящик забыли. К концу 906 года он завел дружбу с экспроприаторами. Попав в южный город, увидел, как кучка зубров пристала к еврею. Размахивая палкой, он напал, кого-то отколотил, прочие разбежались, к восторгу прохожих. Элиса таскали, фитировали, пели песни. Пришлось исчезнуть из города, чтобы не сесть. Во время заседания свободной эстетики подвели офицера, желавшего поговорить об Адлере. Вообразив, что это Эр, о котором слухи, что в прошлом он избиватель, Элис отдернул руку и провизжал. «Руки не даю!» Офицер заявил окружающим. «Недоразумение. Он доведет инцидент до офицерского общества и вызовет на дуэль. Общество постановило, в случае смерти офицера или его ранения каждый следующий вызывает Элиса. С величайшими усилиями ликвидировали и этот инцидент, грозивший не только преследованиями, но и смертью. Кабы не семь нянек, Элису не бывать бы живу. Интересная дама, которую Элис остервенил, гонялась за ним. Нанести оскорбление, не понимая, кто кого любит, любовь или ненависть между нею и Элисом на почве разговоров о падали Бодлера. Она вышла замуж. Элис объявил, что она изменила мечте, вступив в брак с идиотом. Оскорбленная этим, дама, настигнув Элиса, закатила ему за трещину перед возом с капустой у входа в дон. Он, сняв котелочек, подставил другую щеку. Дама в обморок, Элис в истерику. Несносно совал нос в жизнь друзей, не считаясь с ними. В случае сопротивления своим фикциям гонялся с палкой, за ними. Изживалась по-своему понимаемая любовь. Считая меня безумцем, которого участь распятия в камере сумасшедшего дома, высшая награда Элиса, хмурился, когда мне везло. Когда ж доводила до чертика в жизнь, то он ликовал. Подускал меня послать резкое письмо Блоку. Блок ответил еще более резким. Я вызвал на дуэль Блока. Элис, схватив котелок и вызов, понесся в ливень из Москвы в Шахматово, без пальто. Протряся с восемнадцать верст по ухабам, явился промокший к Александру Блоку. Но, убедившись, что Блок не мерзавец, прилетел обратно отговаривать от дуэли. В другой раз, узнавши, что нарастает дуэль между мною и Брюсовым, дрожала от мысли, что не позову его секундантом. Бывало, лежишь с компрессом на голове. Элис ликует. Пересечения жизни с мечтою нет, безумия и никаких. В самые мрачные периоды жизни я гулял с ним. Кубы домов лепили с ночными тенями. Взревала метель. Дворник в бараньем тулупе отряхивался в приворотне. Фонарь вытягивал из-под ног наши тени. Я, бывало, показываю на тени. Они двойники. — Чёрные контуры? — усмехается Элис. — Несёмся в глухую ночь. Без веса. Легко. Элис в ухо нашёптывает свои сказки фантазии. Рассказ напишу про беднягу, у которого в голове кавардак. Он, понимаешь, лисунет нос в книгу, а книжные строки расстраиваются. Как? Буквы считывает, уткнётся в страницу, и всё расползается. Строчки червями ползут на руку, ползут клопами в кресло, они кусаются. В книге белое место. Вдруг ща скорпиоником, переползает по Томику. Фу, гадость какая! Хи-хи-хи! Он заикается смехом. И продолжает фантазии, побивая фантазию. Расстоял жёлтый туман над Москвой, и метались тоскуя в нём люди. Когда ж разорвался туман над Арбатом, в разрыве над крышей дома из неба бычины морда, как замучит, мир разрушится. Он укреплял во мне миф обо мне, будто я потерял свою тень. И она, где контуром бродит где-то. Раз ночью я бегал по улицам. Эллис явился ко мне, не застав меня ждал. Мать спала уже. Вдруг ему показалось, в комнате кто-то обёртывается и видит, где чёрный контур. Бросился через переднюю к выходу, позабыв закрыть дверь. Сколько раз пробегал я гостиничный коридор. С тоской врывался в снимаемый Эллисом номер. Застав его спящим, бывало, усаживался на краю тифика. Будил и жаловался на свои обстоятельства. Эллис, зевая, садился и, подпухая несвежим лицом, расстравлял тоску. Здесь быт, там мечта, быт падаль, нет никаких утешений. Бывало, валится в подушку зелёной лысинкой, часа через два, выерзнув голыми ногами из одеяла, топочет, натягивая штанину. Зима, темно, он показывает на фонарь за окном, одевается, тащит в кино. Перед рогом мелькающих образов. Он изучал кино, чтобы изображать эти сцены. Кино-пропаганда. Что жизнь, тень теней, и что мы, изъятие. Контуры, в шляпах и в шубах по тумбам стучим крючковатыми палками. Думают, будто есть мы, нас где нет. Элис-пропагандист с блеском распылял образы жизни. Ходил к рабочим, в эстетику, к капиталисту Щукину, к судье Астрову, к социал-демократке Розенберг, к анархистам, к мадам Кистяковской. Проповедовал Бодлера и Данте. А то тащил к Астрову. Деятели судебного мира сидели по стенкам с супругами, чтобы выслушивать проповедь Элиса. С 1906 года я бросил ходить в это гиблое место, а Элис таскался, рассказывая мне. Понимаешь, седой человек, лысый, докладывает, как студент на экзамене мне, Брюсов ближе, де ему таких-то писателей, а Роденбах нам, де нужней Златовратского. А? Понимаешь, моя пропаганда, седой человек, почтенный, читает шаронь, и, вогнав свою шею в спину, рыдает бывало икающим смехом в мухрыщитом сюртучке с проотласенными рукавами. Мне жутко в великолепных припалочных пародиях, подвинчивая себя музыкой, изображал он что угодно. Мать бывало садилась играть ему кинематографический вальс. Он изображал как бы протанцевали вальс, меньшевик, эсэр, юнкер, еврей, армянин, правовед, брюсов, батюшков, князь Трубецкой, передавая движением дрожание экрана кино. И до Чаплина Чарли явил собою Чаплина Чарли. Импровизации переходили в дичайшую пляску, вертелся как дервиш. Раз собрались у меня Шпет, Балтрушайтис, художник Феофилактов, Ликеардопола. Отодвинули стол, усадили мать за рояль, Эллис ринулся в верч. Не прошло трех минут, как уже завертелись и Шпет, и Балтрушайтис с угрюмыми лицами. Братья Астровы стали возить вертуна по знакомым. Знакомые же приглашали на Эллиса. Так однажды был съезд естествоиспытателей. Группу ученых с научного заседания приволокли в частный дом показать Эллиса. Не прошло получаса завертелись профессора, подкидывая ноги, тряся сединами. Отправили с Эллисом раз в летний сад. Сели около сцены. Грянула музыка. Явился негр. Увидев его, Эллис прыгнул на сцену, не успели схватить за фалды. Отстранив негра, пустился за негра по сцене выплясывать под звуки барабана. Публика недоумевала. Вдруг пришла она в восторженный раж. Сняли с эстрады, подкидывали на воздух. На другой день Эллису посыпались письма. Дорогой Лев Львович, правда ли, что вы литератор, плясали в шантане, или как не стыдно, или Левушка, остановитесь, урезонивали семью семь нянек. Вся его жизнь в это время какое-то сплошное родение, смесь изрыданий и хохотов, действовал, заражал, вредил. Узнав, что одна барышня хочет идти в монастырь, зачастил к ней, доказывая, жизнь ужас, в монастыре спасение, таки упек. Безо всякого основания в уме повенчал своего друга с барышней, который сам был неравнодушен. У нее явился настоящий жених. Эллис кидался на него. Как смеет, где он отнимать у друга суженую? И все это наперекор другу, барышне, жениху. Бывало, взрыв гнева, ну и дела, подать Эллиса. Отовсюду кидаются в дон. Комната пуста, след простыл. Эллис где-то за чертой досягаемости. Оттуда зажаривают пудовыми письмами, в которых рвет с нами. Руки сжимаются в кулаки. Достать невозможно. Так и открывали убежище это у Рубановича, Сени. Родители Рубановича, как и многие, души не чаяли в Леве. Там прятался он. Его мыли, кормили, причёсывали. Он, зажив припеваючи, письма строчил. Отдохнувший, со всеми порвав, являлся. Мириться до следующего скандала, под шумок созревавшего и тушимого с величайшим усилием. В экстренных случаях вызывались братья Астровы. Нажимали с педали, чтобы разобрать путаницу, как музейскую. В которую чудак впутал министра Кассо, профессора Цветаева, прокуратуру, Муромцева, Астровых, прессу, весы, скорпион, всех нас. Инцидент вскрыл вонь тогдашней прессы. Его коснусь ниже. Не хвалю чудака, тоже хорош. Но следовал бы его венчать лаврами за вор, над ним грянувшие, во всерусском масштабе. Делали вид, что вор, весам досадить. Полтора года длилось поганые обвинения, едва снятые усилиями нас, Астровых, Муромцева. Прокуратура покончила с делом, которого не было, отказываясь обвинять. В либеральных редакциях шепот стоял, вырезал страницы из книг в Румянцевской библиотеке. В шесть утра он являлся в убогую комнату, выпустив где-нибудь фейерверк слов, чтобы строчить перевод. В два часа десять стихотворений откатано к ужасу нашему. Что делать с ними? Отдав блеск таланта салонам, садился работать, как выкачанный к восьми утра валился в постель. Все же было бельишко, какая-нибудь дама-нянька. Спал, выставив бородку из драного одеяльшки. Пробуд тот же. Кто-нибудь в пальто, в шляпе, в калошах садился, войдя на постель. Пенал, нежелающий проявить жизнь труп. Лицо трупа в морщинах, опухи глазных мешков. Трясясь, труп протирал глаза кулаками, приподымался из гроба, вникая в то, что ему говорилось. Лев Львович, бубнил сидящий в ногах Сергей Бобров, трестанку арбьер пишет, или Левушка, доказывал сидящий в ногах Николай Иванович Астров, вы должны извиниться, или «Вы меня не знаете, а я знаю вас», доказывает бывала неизвестная личность, отдавливая полуспящему ноги. Элис, прижав подбородок к коленям, придя в себя, тряс из постели пальцами часов до пяти. Вокруг постели нарастала группа, пускала дым, не постель, каша, фуражка, носок, пепел, галстук, манжетка, босай нога. Тут и рабочий, и аргонавт, и сноб, свидетельствующий уважение сотруднику журнала весы, и неизвестный, подобный юноше, утиснувшему золотые часы. Элис же в драной сорочке, горбе широкие плечи, тряс пальцем, кропя всех слюною. «Бадлер, Роденбах, брюги!» «Не оторвешься!» «Бакунин!» «Поехала!» «До шести утра!» Спохватившись, что где-нибудь его ждут, он выпрыгивал из одеяла, схватив губку, мощь от ужаса перед холодной водой, растирал ей нос, не трогая глаз, лысины, щек. Напяливался закапанный соком дюшесов сюртучок с неоторванной обормоткой, с гвоздикой в петлице. Схватывали спецелетние манжеты, ни чая, ни хлеба, с постели на улицу в весы, а то расхлебывать какой-нибудь инцидент. Где-то застрянет, чтобы оттуда уже ко мне, к Метнеру, к Христофоровой, к мадам Канюс, к Кларь Борис Нерозенберг, где не бывал. Увидев прекрасно сервированный стол с вазой дюшесов, испытывал колики голода. Мысль, что есть проблема питания, озаряла его предвазой с дюшесами. С жадностью бросался и пожирал, напоминая захудалого пса. Голодный Эллис, не бравший сутками ничего в рот, набивал желудок дня на два дюшесами. Ваза пустела к ужасу хозяек. У Эллиса открывалось желудочное расстройство. Эллис, заливая словами Аданте и соком дюшеса, которого половину откусывал, картина десятилетия. Пожиратель дюшесов, а не вырезыватель книжных страниц, монстр того времени. Желудочный кризис наступал тут же за Данте. Новый ужас хозяек. Эллис бросался надолго страдать в не столь удаленное место, откуда являлся с зеленым сведенным лицом. Надо бы судить Эллиса за корзины дюшесов, похищенных у гостей Христофоровой. Тайны дюшесов, только ими питался он. Не успокаивался, пока оставался последний дюшес. Тут же и тайна желудочного недомогания, открытая Неллендером. Неллендер урегулировал питание Эллиса отнятием у него гонорарика и покупкой на него абонемента на обеды в трактире с машиной ревущей сон негра. С тех пор Эллис стал полнеть и белеть, до этого ходил зеленый. Машина бацала бубнами, желудок же поправлялся. Появление Неллендера в Дону — революция быта жизни. Неллендер заставил Эллиса мыться, завел гребенку ему, урегулировал финансы. Эллис приходил в умиление. Владимир оттоночь обмыл, напоил, накормил. Тем не менее шли пререкания из-за орфических гимнов, которые изучал Неллендер, разложив в смежной комнатке огромные греческие словари. Являлся Эллис, саркастически крутя усик и отпуская замечания по адресу древних греков. Словари надо предать сожжению. Неллендер с плачущим криком кидался «Молчи, лев!» и после бросался ко мне, к Петровскому, к Соловьеву. «Все кончено между мною и львом!» Эллис бежал ночевать к Рубановичу, Сене, откуда являлся мириться с Неллендером. Друзья прибирали гроши Эллиса, чтобы он их бессмысленно не метал. Личности с подбитым глазом и с усами воршин являлись брать не Бадлера, а эти гроши. Что оставалось, исчезало у будки с холерным лимонадом, который он лил в себя в неимоверном количестве. На вечерних собраниях пересиживал всех, заводя с хозяевами часа в три ночи, для Эллиса ранний час, удивительные беседы, их бастинографировать. У хозяев слепались глаза, Эллиса гнали, уходя прихватывал меня или шпета в ночную чайную. Великолепно протекали журфиксы Эллиса. Паства, человек до тридцати, гудела, сопела, с дикой решительностью пережигала она огромное количество папирос, а курки низвергались на пол, иной раз вместе с плевками. Все растаптывалось, ибо отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Тональность бесед с постановкой вместо революции святого костра новой Эллисом задумываемой инквизиции, ордена безумцев, от которых должна была загореться вселенная. В дыме и в воне табаков тонули силуэты свергателей. Когда я сюда открывал дверь, то отскакивал от густейших стремительно выпираемых клубов. Из них неслось «Га-га-га! Го-го-го! Шарль Бадлер! Го-го-го! У Тристана Корбьера! Га-га!» Эллис под бюстом сурового Данта с протянутым пальцем сгорал окруженный кольцом самогара. Сжигали соценности, даже сжигали себя в своем ветком обличии. Вообразите же негодование Эллиса, когда раз пошляк и циник положил на голову Данта нечто вполне непристойное, чтобы подшутить, он был мгновенно выгнан из клубов дыма. Самосгорание тянулось до четвертого часа ночи, потом шли, гудя, из распахнутой двери немым коридором, угрюмые люди и сизые клубы. Эллис, Нелендер, с кем-нибудь валили тоже в извозчичью чайную, открывавшуюся в час ночи. За желтой пятнами скатертью происходил обмен лозунгов. Брали склятвы и никаких прислуживал спиногрудый горбун половой. Храпели кругом тяжкозадые ночные извозчики в черных лаковых шапках. Кому-нибудь из них приносился в огромном чайнике особый вид кипятка, именуемый водой. Спиртные напитки запрещались, и их приносили в чайники под видом воды. Позднее в чайную приводили Бердяева, Вячеслава Иванова, Гершинзона, заседание религиозно-философского общества, происходившего в Морозовском особняке, угол Смоленского и Глазовского. Из чайной в пять с половиной Элис шел в Дон работать, то есть строчить перевод или очередной манифест в весы, после которого валились от ярости Стражев, Вячеслав Иванов, Борис Зайцев, а Иван Алексеевич Бунин испытывал сердечный припадок. Весовская собака, разбойник с большой дороги, бездарность, прихвостень Брюсова. Левушка, отстрочив, валился на жесткое холодное ложе, чтоб прокошмарить до следующего пробуда. Не спал, а кошмарил, вскрикивая и катаясь под одеялом. Являлись монстры, душить его. Рассказы об этих кошмарах лучшие страницы Эдгара По. Но их не записывал он. Все талантливое в себе отдавал он кончику языка, бездарное кончику пера. Так жил годами Лев Кобылинский. Гончарова и Батюшков В 901 году на моем горизонте являются два человека, которые ходят в друзьях. До 901 года они не имеют касания к символизму и уже после 905 года отходят от нас. Но года 4 мы причисляем и их к органавтам. Органавтизм не был идеологией, ни кодексом правил или уставом. Он был только импульсом оттолкновения от старого быта, отплытием в море исканий, которых цель виделась в тумане будущего. Потому то не обращали внимания мы на догматические пережитки в каждом из нас, надеясь склероз догмата растопить огнем энтузиазма в поисках нового быта и новой идеологии. Пути, на которых блуждали мы до переворота, происходившего в каждом из нас и до встречи друг с другом, что общего между нами? Владимиров, Петровский, Чилищев, Малафеев, Кобылинской, свободный художник, химик, математик и музыкант, народник, бывший экономист до потери волос и все органавты. в простертости к еще неясному им будущему, в отказе от породившего их быта. Кобылинский хвалил жизнь, построенную на параллелизме. Владимиров мечтал о новых формах искусства, о новом восстании народного мифа. Он волил коммуну символистов. Малафеев же сфантазировал по-своему новую крестьянскую общину. Наш коллектив силился обобществить стремления каждого, понять их как восставшие с точки кризиса, переживаемого каждым, поскольку он отказался от породившего его вчерашнего дня. Вставала проблема отнюдь не подтягивания тенденций каждого к своей тенденции, а гармонизации всех тенденций в искомом и еще ненайденном, еще только загаданном социальном ритме. Такова была лично моя тенденция того времени освободить каждого от узкого догматизма его школьной истины и этим разглядом расширить свое «я» да «мы». И эта переоценка собственных сил и меня окружавших людей привела к краху этой установки. И в этих усилиях коренятся мои прегрешения этого периода. Ими же объясняется неотчетливость и в выборе попутчиков. И всецело этим объясняется наше братание с двумя чудаками в этот период. Один был безвреден, благороден, но узок. Другой и вреден, и неблагороден, но широк, до ужаса. Я разумею Батюшкова и Эртеля. Сперва о первом. Отец принял участие в судьбе Батюшкова, оказавшегося сиротой, дав кузинам его, Гончаровым, план домашнего воспитания П.Н. П.Н. внучок поэта Батюшкова. С Гончаровой, родственницей жены Пушкина, отец был связан приязнью, философией, отчасти судьбой П.Н., студента, являвшегося в день именин отца. П.Н. длинноносый трепет в студенческом сюртучке и при шпаге, с белой перчаткой в руке и с испуганными вороньими глазками, с носом, достойным индусского мудреца Шанкара-Ачария, издающим звуки, напоминающие крик слона издалека, свирепо отшаркивал. Он вызывал у одних представления о чудачливом существе и у других о герое Достоевского Мышкине, готовым повергнуться в эпилепсию, от трепета идей в нем. П.Н. проходил естественный факультет. С пафосом говорил он, защищая позиции Льва Толстого. Споры с П.Н. о Толстом я, ребенок, выслушивал, скорча с калачиком в кресле. П.Н., дергавший носом, подскакивал от избытка своих впечатлений. Он не виделся помесью грача с марабу. Прощаясь, перетряхивал руку матери, и казалось, что оторвет. Я любил его шарк, его щелк каблучками, по каблучку каблучком. Он, вцепившийся в руку, с пощелком летел с середины комнаты в угол, и руку, которую рвал, отрывал. «Ой-ой-ой-ой, оторвете ему, моя мать!» «Да-с, Павел Николаевич, бывало отец, переживая смесь иронии с нежностью, тронь кто, батюшкова, отец бросится. Нет-с, вы оставьтесь!» Схватяся за нос, глядит строго. «Он очень не глуп-с!» Соловьев, встретив батюшкова, наклонился испуганно к уху. «Кто этот?» «Да батюшков! Страшный какой! Совсем индус!» Батюшков и Гончарова сливались в моем представлении в эпоху 1888-1892 годов как что-то неделимое, напоминающее двуглавого орла. Кузина дарила книжки по естествознанию. Кузен являл иллюстрацию птицы Марабу. Кузина первая из женщин взошла на Монблан и первая из русских женщин стала доктором философии. С начала 1893 года исчезли в Париж и не являлись на нашем горизонте. Летом 1901 года отец сломал руку. Мать и я, прочтя известие об этом, бросились в Москву и застали отца забинтованной рукою, но в радостном споре с Гончаровой. Она явилась из Франции. Осенью из Парижа явился и батюшков. Он зачастил сперва к родителям, потом ко мне. Он, как и прежде, боготворил кузину, следуя за нею во всем. Она увлекал Шелли и он. Она работала у Рише. Он говорил о Рише. Она в эстетику, он в эстетику. Она в теософию, он в теософию. Но жизнь менялась. Когда-то состоятельный кузен в 1900 году для высших интересов кузины совсем разорился. Кузина прилетела в Россию реализовать жалкие остатки денег и с ними уехать в Париж к высшим интересам, но без батюшкова, которого жестоко швырнула в Москве, сперва превратив в ветер его состояние. Она была исключительно некрасива, умна, начитана и остра, но черства, хищна, холодна, и все вздрагивала, тонко-сухая, как палка, с оливковой кожей и носом, напоминающим клюв. То молча сидела со всосанными щеками, обрамленными вьющими сопрядями каштановой пляшущей шапки стриженных волос, закрывающих и лоб, и уши. То подскакивала на вскриках птичьего голоса, переходящего в грудное контральто, показывала собеседнику два верхних передних зуба, желтых, огромных и точно кусающих. Потрясала интеллектуальным дожутии видом и холодно-страстным пламенем интересов своих. Не то гепатия, не то птица-гарпия, сияли, не грея, черные, вспыхивающие, проницательные глаза, в такт нервно-порывистым жестом и встряхом волос, не то танец звезд, не то пляска смерти. Черное узко обтягивающее платье с чем-то ярким и желтым, может быть, шарью. Леденил стрекот надетый на шею цепочки бус, которую сухо и страстно ерзая рыбала на себе крючковатыми пальцами. Не делалось уютно, когда она носолобая, как сестра жены Пушкина, выскакивала из-за коричневой портьеры в холодную коричневую гостиную, чтобы откидываться пафосом и шапкой волос, треща черными четками. Здоровая схватывала руку, встряхивала ее по-мужски, точно собираясь рвать, и как кондор стрелою слетала идеями на беззащитную курицу слушателя. Ледяной пафос низала словами расставленными прочно и выпукло. Начинала же с интервью. Мои мысли, вкусы, знакомства, намерения. понимала с полу намека и тотчас включала ответ в цепь своей мысли, вызывающей протест, треща цепочкой и вздрагивая волосами. И появлялись тексты Бхагавадгиты, которую специально изучала она, проваливаясь в недве самки, средь серо-карих портьер, откуда она выскакивала в пыль жизни, в бега по ростовщикам, денег, денег. Бхагавадгита, поэма, время появления которой пятый век до нашей эры, самкия, философская система древней Индии, примечание автора. Вылезали враги мои, буддийские схемы. С чем бы ни приходил я, после разговора с А.С. я был обрамлен ее миром мысли, доказывалось. Ядя забрался в теософские недра, не подозревая о них. Делалось не смешно, но досадно. Цепкая кошка, черная кошка, а я немного мышь. С тряхом волос и голосом, выточенным из слоновой кости, перелицовывала она мой символизм в теософский догмат какой-то. Я уходил раздосадованный. И у нас появлялся рабеющий батюшков, молча внимавший мне и Гончаровой. Заплетая, всхлипывая, он мне совал книжечки Ледбитера, Безант, Паскаля или Брамана Чаттерджи, книжки подсовывались кузиною. Вот Анна Сергеевна прислала прочесть. Прочитывал и приходил враж, что у Гончаровой, кончившей Сорбонну, выглядела остро в оправе текстов изгиты, то у Безант кричала жалко. Возмутила книжка, я бывало бросался на Батюшкова и кричал, что шагаю от Канта, Гегеля, Ницше, и что не нужен мне винегрет из буддизма и браманизма. П.Н., слабо защищаясь, пленял незлобивостью и искрой ума, видел с его теософия цапки, как у орлицы, пальцы кузины. Он паникал, но вновь оживал. В простосердечной беседе вне теософии. Был интересен, как собеседник. Кончал вздохами. Анна Сергеевна. Подавали к ужину кашку, которую клевал он. Зернышки, птица небесная, разводил руками отец. Через день или два я шел снова биться с кузиной. Бить в лоб не давала она, выслушивая, понимая и принимая. Вдруг за тарараков, как из пулемета, словами, полными какого-то прикладного и очень холодного блеска, сверкая цитатами, как перстнями, осыпанными бриллиантами, она доказывала «Мой протест теософии же! Вся культура оказывала своем движение вперед перемещением пищи в кишечнике. Будды!» В ловком маневре приятия моей революции с подменой плацдарма было нечто возмутительное. Наши споры о теософии были мне мимикрией, враждебных разведок под флагом дружбы, разведок мистического древнего Востока, собирающегося внедриться в буржуазную жизнь Европы. Индия под флагом теософского модернизма вставала передо мной, и, если я потом сидел над ведантою, логикой буддизма, тома академика Щербатского, многотомным сочинением Дейсона, это результат годовой схватки с интересной и хищной Гончаровой, самой образованной из теософок, с которыми мне приходилось встречаться, и самой холодной и черствой. Видя, что взят на прицел, я принял свои меры, я выщупывал слабые стороны буддизма и браманизма. Веданто, система индусской философии, примечание автора. Видя меня удвоившим интерес к теософии, Анна Сергеевна полагала, что убедила меня. Игра в прятки или дружба вражда охватывает сезон 1901-1902 годов, являясь одним номером в каталоге моих тогдашних забот. Так я попал на первое собрание кружка будущих теософов в качестве юноши, заинтересованного Востоком. А.С. отсутствовало. Тонкое бестие не ручало за публику. Был Павел Николаевич, какой-то студент-медик, психиатр, дочь хозяйки теософки, добродушной старушки, которой, вероятно, бы шло заниматься трикотажем. Ее дочь со сверкающими глазами, но бледным помятым лицом и с белой баллонкой на руках производила впечатление истерички. Была едва ли не единосущая тогда старуха Писарева из Калуги с неприятным, точно жеваной бумагой, серовато-морщавым лицом, высокомерным и злым. Она-то и была референт. Сидела протонченная семнадцатилетняя бледно-снежная девушка, млеющая от собственной тонкости, золотые кудри, перловое лицо, голубые, расширенные от изумления перед всем, что не есть, не то перед собой, глаза вызывали впечатление, что это не барышня, а вздох, веющий в ухо, как странно. Вид прелестный, но слабый, извечно надломленный, жизнью до жизни. Кто? спросил я у батюшкова. Замечательная художница, тайком от родителей, Маргарита Васильевна Собашникова. Так встретился я с художницей. Был чернобородый Александр Александрович Ланг, сын книготорговца, один из магикан от декаденства, псевдоним Миропольской, спирит с шевелюрой, длинный и бледный, как глист, совпалый грудью, узкими плечами и лукаво невинными голубыми глазами, он производил впечатление добряка, словам которого нельзя верить, невинно солжет и даже не заметит. Он сиял благоволением от спиритизма, который, кажется, и пришел проповедовать. Старуха все скашивала на него глазки, рассматривая его, как карася в своем неводе, которого она вытащит, чтоб зажарить в сметане, в честь Будды. Реферат старухи был жалок. Я бы не взорвался, если бы не разложила на карты небес и культур. Европейская культура помечена маленьким кружком, где-то в подвальном помещении схемы. Из небесной высоты падали красные, как молнии стрелы, указывающие на подчиненный смысл подвального кружка. В точке пересечения стрел стучал карандашик. Небо буддизма! Помнится, закусив у дела, я произнес злую речь. Старуха поджала губы, батюшков затрубил. Дочь хозяйки, вцепясь в шерсть баллонки, металлом молнии, едва не плача от злости. Выступил Ланг, замять инцидент с рассказами о своем спиритическом опыте. И привел нас в смущение, ибо он рассказал под флагом случившегося с ним фантастический рассказ Кунан Дойля. Мне стало страшно за этого больного ребенка с черной бородой, когда он, выгибаясь, просил виновата поверить ему. Я вбежал в комнату, запер дверь, воплотившийся единорог, бежавший за мной, ее просадил рогом и развоплотился. Ну, а рог остался в дверях, хотелось спросить. Да, кисло мямлили теософы. Собрание, начавшись во здравие, кончилось за упокой, рассказом Ланга. Посещение теософского кружка выжгло в душе неприятный след, и я до 1908 старательно обходил теософов за исключением батюшкова, который, вероятно, пережил настоящие муки на этом собрании. Я думал, бедный Павел Николаевич, на попечение кого сбрасывает его кузина? Нет, надо его загородить от старух. Он стал каким-то подкинутым младенцем, старшим по возрасту. С любопытством и тактом усилился он зажить в наших стремлениях, проявляя вкус, чуткость, общительность. Он делается посетителем меня, Элиса, почти жильцом у Владимировых. Его теософский хвостик не мешал нам в 1903 году, вызывая добродушные замечания о его плении у Паскаля, не знаменитого, не Блеза, а парижского учителя теософии. Павел Николаевич отошел от нас к 1906 году, обидясь за отношение нас к Эртелю и отдаваясь атовистическому культу своего тогдашнего теософского хвостика. Рыцарь бедный Павел Николаевич Батюшков Французский писатель написал бы рассказ Батюшков. Англичанин, француз, немец, швед, прочтя перевод повторяли бы это же Батюшков. Повторяем же мы Тартарен, Тартюв. Батюшков тип. Я немного писатель. У меня нет времени написать книгу рассказов, мои друзья. Следовало б коллекция чудаков импозантно. Батюшков незабываемая фигура. Есть Дон Кихоты. Батюшков супер Дон Кихот. К Дон Кихоту прибавил он штрих, отсутствующий у Дон Кихота. Раскаленное до температуры солнца стремление принести подарок. Чем мог он, бедняк, одарить? Ведь в 901-м, 902-м года он являл вид дограбленного нищего, ютящегося по коморкам, клюющего зернышки и несущего их рою нищих родных, волоча на горбе какую-то полусумасшедшую тетю, которую он содержал и которую должна была содержать Гончарова. Нищие имеют ноль денег. П.Н. имел минус ноль, равняющийся содержанию в лечебнице тети, которая бурчала на него. Он нес крест хищности кузины и сумасшествия старухи с экстазом радости и произносил слово «тетя», как нюхал букет роз. Лицо помесь старого индуса йога Голчонка и ребенка кривила с улыбкой. Делалось и страшно и радостно. Хрупкое, хилое, к труду неспособное тело это с улыбкой семенило в переднюю, чтобы, захлопнув за собой дверь, сброситься в омут. Крест страстотерпца торчал под моим носом с простотою и легкостью. Не знавшим социального положения батюшкова не могло прийти в голову, что приподнятый, вскрикивающий от восторга человек этот проходит опыт нищеты, трудов и тайно проливаемых слез. Гладенькой, маленькой, внутренне чистенькой, внешне потрепанной он имел вид катающегося в салазках по маслу. Этим он поразил воображение матери, отца, нас. Поразил, раздражая и другим, нелепую щепетильность. Не имея гроша в руках, а за спиной имея корящий его рот старухи, съедающий все, ни у кого не одолжался и выявил действие плесуна на жердинке. Жил как на веточке, без одолжений, являясь ходатайствовать за неимущих и передавая дрожащей ручкой просительное письмо и, волнуясь запрятавшихся за его спину просителей, он вскрикивал резким птичьим голосом, поглядывая глазами ребенка и марабу. «Энн! Действительно!» вскрип, всхлип, «Нуждается!» Он стал ходатаем, передатчиком поручений, несносных до щекотливости. Между тетей, уроками, собраниями аргонавтов, где дебютировал он вскриками подчас боевого голоса, напоминая петушка, клюющего за оскорбления Блаватской и Безант, он выполнял ряд повинностей, от которых другие отказывались. Таща свой куль, тащил чужие кули, но втихомолку. И мы поражались. Тщедушная эта фигурка с ручками, не умеющими перетащить фунтик, тащила на спине целые квартиры с их обитателями. В случае с несчастье П.Н. застегнутый на пуговице ветхого сюртучка тут как тут, скрывая следы не совсем чистых крахмаликов, бодрит кстати, бодрит не кстати перспективами от теософии, хоть от печного угла, мотив то рвущего сердца себе пеликана. Теософская эмблема примечание актора. Представала сила впалогрудого, немного смешного созданец с длинным носом, с зализанными черными волосами, не скрывающими ранних седин и лысинки. Не беда, что заносили зернышки от ледбитера, всякому роду своя пища, тигр несет мясо, птица, зернышко от с ручка акации. Когда кричал он о белом лотосе, тешил не лотос, а нос. Доставалось ему за лотос. Лотос эмблема. Примечание актора. Досадовала. Сильный духом неглупый человек с невидимыми богатствами, точно собачка, привязан к паскалю Неблезу. Таскает его на себе, как переношенный сюртучок. Паскаль Парижской Теософ. Примечание актора. Метнер встретился с Батюшковым и изумяс им, не то францисканец, не то щелкунчик, увлекся разговором о мыслях Блеза Паскаля. Оба впали в гармоническое согласие. Но через четверть часа обнаружилось «Да о каком вы, Паскале, о Блезе? Нет!» взгвизнул П.Н. брызжа слюной и выпуская килограммы нагретого воздуха из огромного носа. Он разумел руководителя Парижской Теософской группы. Выдворилась странная пауза. Доверие, ангелизм, граничащий с дурью, превращали его в мишень на смешек. У Владимировых такой мишенью сделалась Теософия в 1904 году. П.Н. доставалась от бестия Чилищева, от народника Малафеева, от тихого Генчина, и я переходил пределы приличия. П.Н. нес шутки сияющим видом. Мы злились на злую судьбу в виде хищной кузины. П.Н. и сам понимал слащавую бездну Теософских теток на фоне аргонавтов, среди которых зажил, внося недурные лепты короткими рефератиками, читавшимися в виде докладов. Написав их, обходил поочередно друзей отчитывать каждому. Мы слушали. Рефератики отдушены в горькой жизни его. Рефератики были изящны. Дай он на себе перерезать бечевку, соединявшую с кузиной его, как бы он оперился. Коснуться же бечевки нельзя было, честь обязывала. Дон Кихот оживал, упорство делал с ослином. Отсюда и посиды его у Владимировых часто превращались в злые вечера смеха над святынями кузины. П. Н. терпел, но нес святыни эти и своим оскорбителям в виде зернышек от теосовской пророчицы. На меня пародист теосовского быта бросался спасать, утешать, в 904 году как никто утешил. В другой раз маленький, черный, бессильный голчонок этот бросился, как орел, на матерого, как кабан, Валерия Брюсова, одушевленного мыслью о поединке со мной. В редакцию весов явился маленький, взгерошенный, пылающий гневом батюшков. Встав в позицию с угрозой, он произнес перед Брюсовым панигирик мне. Передавали «Нечто подобное умилению скользнул на хмуро-скуластом лице Брюсова». П.Н. был храбр, являясь среди скорпионов и грифов сотрудники издательства «Скорпион» и «Гриф», примечание автора. Допустив над собой град иронии со стороны друзей, которым он помогал, как умел, он тихо исчез из нашего круга, когда на смешке посыпались на его друга Эртеля, которого он после умершей тети взвалил на плечи и понес сей перл мудрости к Сеософам. Донкихотизм загубил батюшкова. В усилиях налагать на себя неудобно носимые бремена в виде изживания чужих грехов, он ставил себе шах и мат, развивая софистику, согласно которой он в чем-то виноватый, ни в чем, должен брать на себя кресты чужих заблуждений. И его воротило от Бизант. Он же вообразил себя искупителем теософского общества, взвалив на плечи весь Адиар, не подозревавший о существовании батюшкова. Адиар Теософский центр в Индии. Примечание автора. И замер под тяжестью скрещению борющихся станов, отрезав линии исходов от точки своего кризиса. Простоял жизнь в точке кризиса, ставшего перманентным. Он доказал, что и кризис жизни без исхода превращается в бытик. И бытик П.Н. обернулся в ряде лет для него в кресло одинокой коморки, из которой он в кои веки выходил перечитывать знакомым, им знакомые рефератики, писанные четверть века назад. Так виделся мне он издалека в 1921 году. Не знаю, каким он стал. Я описываю его таким, каким явился он мне на заре моей жизни. Маленький, вздрагивающий от усилий длить взрыв восторгов, чтобы не замерзнуть в отчаянии, влетал к нам с подшарком года и схватывал нас двумя руками за руки, тряся и кивая носом с улыбкой до ушей. Ну, как? Садился, шлепнувши в стул и наставив нос в пол, чтобы сложить ручки, два пальца в два пальца и выговаривал паром воздуха. Тэк, то есть так, выходило же тэк. Чувствовалось, хочет тобою самообремениться. Нужда, кузина, род тети, не бремя, а легкость, с которой взлетал под потолок. Басом ракотал витиеватые истины, символизирующие настоящий момент его прохождения по жизни. Вставал образ мостика, по которому он переходит на дом и том вод. И все знали о мостике батюшкова. И Владимирова с папироской нога на ногу передавала «Павел Николаевич споткнулся на мостике». Мостик превратился в барометр, повешенный нами на стенку. Он показывал ясно, дождь, закручивался до великой суши, слетал к урагану. Заболеет кто? Является П.Н. И рассказывает «На моем мостике выпала балка». Ничего. Так. И мы знали, что павшая балка знаменует насморк Екатерины Васильевны или жизненную неудачу Евдокии Ивановны, его друзья. Когда же нечто случалось с ним самим, то на мостике являлся какой-то дракон. И П.Н. бился с ним. Дракон означал «земные чувства» П.Н. к некой особи. П.Н. превращал эти чувства в небесные, а дракон мешал. Слова о мостике, о драконе, о пролетающих над мостиком птицах были понятны в кругу друзей, знавших биографию батюшкова. Часто птицы означали «зарю» над Воронухиной или Мухиной горками, что у Дорогомилого моста. П.Н. одно время жил на Воронухиной горке. Но он заставлял хозяек переживать и конфуз, когда взлетал на журфикс в перетрепанном сюртучишке и в не совсем чистых крахмаликах, чистой смены манжет не для бедного. Громко вскрикивал перед ему неизвестными очень почтенными деятелями науки или земства. «На мостик опять прилетела птица!» Почтенный деятел вздрагивал «Кто это?» И ему объясняли «О, это Павел Николаевич». Поразил и меня, видавшего виды с мостиком, когда влетел к Христофоровой, угощавшей профессора озерова ореховым тортом. Перед озером провизжал на всю комнату, а я килограммы пара из носу «Запер дракона на ключ!» Что означало П.Н. поборол свои земные страсти и шлепнулся в стул. Так у озерова глаза полезли на лоб. Я бы мог долго перечислять трогательные деяния Павла Николаевича в нашем кругу и огромные заслуги в деле спасания на водах, ибо он, стоя на мостике, то и дело бросал свои спасательные круги то одному, то другому. Была темная точка в светлой сфере души его, непреодоленная гордость и самомнение, заставлявшие полагать, что он, слабенький, способен на подвиг, который был бы не под силу и Будди. Гордость эту не развели ему слащавые теосовки, затащившие его в патокообразный быт и пробарахтавшиеся с ним года в сладкой патоке слов о лотосах и синих птицах. По существу он был чужд этому быту, но ослиное упорство и ложно понятое благородство заставили его взвалить на себя многих тетей, чтобы их всех превратить в дев небесных снятием тетства и возложением он его на себя. Тети остались тетями. П.Н. А тетя в себя сел в полуобморочном состоянии. Не то просто сна и не то Буддова сна. Жестокая судьба, удивительное несоответствие между моральным размахом и его плодами. Рубеж двух столетий настолько врубался в многих из нас, что иных перерубал. Одна половина сознания переживала лотосы в кресле, другая погружалась в омуты мещанских зевков. Последний доказал мой временный друг Мишенька Эртель. Мишенька Эртель Разложившийся быт производит чудовищ не снившихся кисти художника Иеронима Босха, изобразителя ужасов. Произрастая носички кресел вполне благодушным, чудовище мимикрирует пыльный ковер какого-нибудь домика, например, мертвого переулка Москвы, сохраняющего ритуал обыденности. Окружающие и не замечают ужаса. Это мне доказал некогда друг, потом враг, Михаил Александрович Эртель. Он проживал в Обуховом, рядом с мертвым, в белом домике княгини Девлет Кильдеевой, что рядом с таким же белым домиком братьев Танеевых. Двухэтажных белых домиков с проходом на дворик в виде дуги, десятки тысяч в Москве. Орнамент не покрывает звездки кое-где лупленный. Редок ремонт. Обеднел дворянин собственник, некогда барин со средствами, потом барин с претензиями, но без средств. Купцы, вломясь в дворянский район, рушили особняки подобного рода, возводя вавилоны, меж которыми терялся еще недорушенный белый домик. Лупел и принижался подпучимами, как брюхо, фантазиями. Пробежав по мертвому мимо роскоша скупецкого ренессанса начала века, мимо бывшего дома Якунчиковой и попав в Обухов, останавливаюсь и говорю себе «Не повезло Обухову». Купцы, ввалясь в мертвой, превращали фасады его в фасоны всех стилей. Обухов не тронули. Не выглядит нищими в нем два соседских домика среди им подобных бывшей Танеева, бывшей Девлет Кильдеевой. Не скажешь, что в первом лютились чудаки братцы, композитор и адвокат, что в нем раздавало слово Чайковского, Рубинштейна, Гржемали, Урусова, Бабарыкина, Иванюкова, Муромцева. В смежном домике, подобно первому, проживало сторукое, тысячеглазое, сиамское божество. Мишеньку Эртель любили, принимали, ему прощали, слаб, добр, хил, любвеобилен. Что врет, всему миру известно, Эртель же, эко-важность, болезнь, подобная недержанию мочи, зато свой, умен, начитан, находчив, тонок. Квартирка затрапезная, московская, своя, с потером дворянской мебели, с пылью, с уютом, с чипцом старушки, любвеобильный, подвязывающий подбород и принимающий как детей друзей Мишеньки с дебелой возвышенной старой девой, сестрой, верной памяти Николушки, жениха, скончавшегося в 1891 году. Мать и сестра едва Мишеньку отходили от туберкулеза. Где же сиамское чудище? Вспоминая проход звезды Миши сквозь органоптический зодиак, меня хватывает испуг, что в недрах квартирок скопляются бациллы болезни, перед которыми холера ничто, что бациллы разносители пьют чай с баранками, с мамашей, с сестрицей и с перетишей прислугою. Кругом падают люди в страшных конвульсиях. Не пьет, не курит, не кутит. Примерный брат, примерный сын, примерный друг, примерный собеседник. Условимся. Эртель обладал богатыми данными. Зло не жило в этой агнчьей душе. Силуэт же его в венке силуэтов необходим, чтобы в иных местах книги автор не мымкал бы. М-м-м. Что с вами, товарищ писатель? М-м-м. Пропуск Эртель. Да не подумай, читатель, что мы с ним ограбили банкирскую контору юнкера. Мы изолировали болезнь Эртеля. Больной, не питая бацил, оставил вредные замашки, возвратив своей лжи ей утраченные благодушия. Исчез лишь великий лгун и рой мироносец его таскавших. Эртель опять силуэт из книги «Мои друзья». Дюамель, Джером, Джером, книгу бы написали. Эртели знали. Сестра Миши чуть не стала женой Эл. Другая сестра стала женой другого Эл. Эл всемосковское семейство. Старушка в чипце Софья Андреевна, Танеевский друг. Мишеньку вижу при Танееве. «В и фурьерист». С бородой Грозного клал руку на голову Миши. «Что, Мишенька?» «Га, Владимир Иванович», картавил Миша. «Все лжется?» «Га», горчал Миша. Смотрите на рубеже двухстолетий силуэт Танеева, примечание автора. Владимир Иванович нюхает розу убывало и объясняет плачущим голосом, кланяясь в ноги себе. «Прекрасный юноша, болен семейной болезнью». Суровейший критик Бабарыкиных, Ковалевских и Муромцевых открыл ворота Демьянова своего имения семейству Эртелей, разрешив Мише его грешок за благодушие и за начитанность. Угрюмому фурьеристу Мил Миша Бабарыкины, Ковалевские, Янжулы невысоко залетели. Чудаки лучше их. Эртели мне в памяти сплетены с Танеевым. Позднее зажили они в Обухове, домок в домок, в районе Мертвого, где дворянство вырождалось с быстротой падающего болида, где доктор Михаил Васильевич Попов в церкви Власия хажил вместе с просвирней с тарелочкой, где заживала моя бабушка, где масло всплотил старых дев и холостяков, где доедали с остатки богатств гончаровыми, где ребенком за ручку водили Павлушу Батюшкова. В сифцем вражке слеп Егор Иванович Герцен, которому Танеев, отец старика В.И., слал каждодневно обед. Дочь его, Софья Егоровна, давал уроки словесности Шуре Егоровой, моей матери. Тут видел я гроб Григория Оверча Джаншиева, обитавшего в Сивцевом, в квартире присяжного поверенного Столповского. Меня здесь водили к кукушке старушки Серафима Андреевны к часам с кукушкой. Серафима Андреевна рассказывала о кистах, ранах, опухолях. Тут вздулась на Миша его пожиравшая опухоль. Эртели воспоминания детства о лете в Демьянове, о рои таниевят в сарафанах и в красных рубахах, с поддевками на плечах, в картузах на затылке, с подсолнечным диском в руке, с разговором о резе в желудке, в нос барину Феоктистову и даже в нос государственному контролеру Островскому, гостящему Феоктистовых. Аромат ананасной теплицы, сапог, терпких конюшен, кумачевых рубах. Среди молодежи гимназист, поливановец, Миша в красной рубахе. Сдао, облад! Он картавил, грудь впалая, силенок нет. Володя Танеев подкову согнет. Промозолила руки Лилиша, подтягивая шлею. Бармин, Миша или Ваня Буланин свистнут, слышно в клину, мускулистый, гораздо, а Мишенька лягушонок. Не передутся ему до вала. Мужика здесь вращимого в сене конюшен системой Жан-Жака Руссо, заодно с ананасом и персиком. Миша выглядит пугалом, которого не боится и галка. Не толще бараньи кости, овечьи глаза, врет вместе с прочими. Где-то он десять подков согнул. Миша плачет Танеева Сашенька. Как не надоест, что ни слово, то ложь. Да я... Сасенька, весело всем, всего более Миши. Его тем нежнее ласкают, чем больше он врет. Вдруг Эртели пропали. Прошло лет двенадцать. В 1901 году звонок. В дверях шарик от головки берцовой кости, оттянуты щеки, грудашка, прилистнофталинных волос, чтоб моль не ела, усишки как сгрызаны, жидкая горе-бородка, очки. Перекатывались и выглядывая, и уныривая, карие малые глазки. Миша, выли? Я... Айхсандия Дмитриевна. Всплыли Эртели. Мишенька, оставленный при гилье, прекратил ученую деятельность, когда открылась чахотка. Семейство, спасая Мишу, уехало под Сергиев посад. В уединении больной оправился, ведя жизнь аскета. Глотал библиотеки, изучал языки, историю культур и религий, руками и ногами писал диссертацию, труд, о котором он говорил, что в нем он соединит методологию с философией культуры, с историей наук и осветит по-новому историю культов. Выходило, надо соединить Гиббона, Уэвеля, Тьера, Карьера, Жореса и Момсона с Дейсеном, Фразером, Роде, чтобы получить представление о гигантище. В крутое тесто пыжился Мишенька всыпать и экономику, и Маркса, и естествознание. Он прибавлял при упоминании о своем труде «Мы юди науки». Том первый написан, второй еще пишется. Чудесное возвращение больного ученого к жизни свершилось. Теперь ищет связи он с новыми веяниями. Две трети рассказа мне в нос. Не как пыйка и художник, боенька, а как человек трезво грижуя на родые искания. Подавалось это с умом, с жаром, с весом, с цитатами «Монсон, Маркс, Куна, Фишер, Кант, Конт». «Мы юди наюки». Я думал, вот человек, овладевший историей и до истории, подавал руками такие трамплины для наших прыжков в царство будущего, вид же скромного труженика. Не человек, а клад. Эртель же, угадавший утопию во мне жившую, мне ее подал под формой себя. Отца очаровал эрудиции. Мать пленил памятью о незабвенном Демьянове. Веяло чем-то уютном, как старые кресла, как чепчик с оборками, как часовая кукушка, как шамканье Серафимы Андреевны Лебедевой об опухолях. Понесло в нос чехлом, нафталином, полицою и липовым чаем. Каждому давалось право по-своему судить о нем. Мне видеть в чехле стилизованную личину. Матери подавали Станеевы, отцу наука. Мы с вами, Никааев Осич, тезво смотрим на увечению боеньки. Отцу это нравилось. Мишенька Эртель чистил, предлагая изюминки, это надо понимать в плескости тянфинитных чисей. Отец сиял. Историк, а трансфинитные числа. Первое явление Эртеля триумф Эртеля. Он ходил освещать нас. И была уютность в привире, сперва безобидном, маленький недостаток, без которого выглядел бы бесплотным духом. А тут попахивала псиной, чипцом Софьи Андреевны, нафталином сестры Маруси. Эртели же. И привир котировался, как деяние Момсона, однажды притащившего с рынка им стибренный в рассеянности цветочный горшок. Не вор же, Момсон? Великой Лгун Скоро Арбатской, Причистинской, Поварской и Хамовнической районы вспахал своим ртом точно червь Миша Эртель. В десятках квартир оставляя уверенность, здесь-то и высказал он существо своей тысячегранной позиции. У Масловых был холостяк, их потом обманувший женитьбы. В Демьянове он укреплял биологию Танееву и Тимирязеву. Парень-рубаха с Го-го да Га-га. Мне же он намекал, я струя теургии. Поддакивал он Бабарыкину против Астрова, поддакивал Астрову против Бабарыкина, втер нам всем веру в себя, добр, умен, чуток, производил чудеса, поднимаясь точно на двенадцать друг на друга поставленных стульев и выглядя выше жирафы, но сохраняя вид серенькой бложки. И став аргонавтом, братаясь с Эллисом, Владимировым, Христофоровой, мной, с батюшком он лобызался в засос. Мы трамплин, от которого он совершил свой скачок, к Сен-Жермену. Был гораздо находчив и вертываться, и вывертываться, выпекая весьма интересные штуки из сотен прочитанных книг, в них всыпая заглавие собственного изобретения, на подмогу себе владея французским, немецким, английским, чуть-чуть итальянским, владел де санскритом, которым никто не владел. И на этих на всех языках он выдумывал литературы. С глазу на глаз филологу цитировал математиков, математикам филологов, никогда не существовавших. Чуткость сделал подножием лжи. Не зная имени Блока, он после прочтения стихов Блока воскликнул в 1901 году «Вот первый поэт». Мотивировал так, что увидел Белинского в нем, восприимчивостью покорял. Что ж, актив, не имея сведений о теософии, но выуживая их у Батюшкова, на ходу подчитал и Ледбитера. Поразил Батюшкова ведантой и самкией, с которыми был знаком, по Максу Мюллеру и Вейшишикой, с которой не был знаком. Объясняя ведантой, Безант, он ошарашивал Батюшкова, воспринимавшую веданту по Безант. Так сразу он взял тон учителя. Эртель и Батюшков спарились. Эртель паревывал о величии души Батюшкова. Батюшков выпускал носом пары, заикаясь о том, что Михаил Александрович человек загадочный, принявший вид привирателя добряка как подвиг юродства. Бедному Батюшкову принадлежит почин пустить ракету опосвященному. Арганапты ее встретили хохотом. Ракетная палка ушибла мозги каких-то старух, которые намотали на спицы. Есть где некий Эртель, но он скрывается. Будет день, и покрывало изиды спадет с его лика. Эртель втирал в души Индию как историк древних культур, читавший и Дейсон. Принял он Бальмонта, взяв тон превосходства над ним. Батюшкова перевертывал он так и эдак, эдак и так, с объятиями, с потрясением рук, поглаживанием по плечу и слабзанием засос. Дорогой Павел Николаевич, гэй, дорогой Павел Николаевич выпускал килограммы пара и взвизгивал Миша как свистком в потолок со скалом до ушей пауза пых глубже, чем о нем думают. Тэк и батюшка впадал в каталепсию размышлений о миссии Миши. Эртель был потрясением батюшкова. Роль посвященного свалилась как на голову снег. Он был нервен. Мнение о нем в нем пылали видениями сорока тысяч курьеров. Бледнел, зловеще блистал косым карим глазом, зеленым от лжи. Огонь разрывал благодушие, пересыпанный нафталином, и в кресле сидело нечто непередаваемое по ужасу. Компресс на голову. Навалиться бы скопом, связать, положить на диван. Быть препятствовал. Мамаша, сестрица, Танеевы, Масловы эти не понимали, как может Миша калечить жизни. Вопили хором, не обижайте Мишеньку. Блюли Мишу и механицизм, и наивный реализм от символистов, поставивших задачу сорвать с него маску. Миша возобновил посещение Танеевых, являясь в Демьяново, где разгуливал по аллеям с Аркашию Тимирязевым, так его называл, с его папашей и с богохульником Владимиром Ивановичем. Когда я позднее написал фильетон притчу, в которой изобразил Мишу под маской великого лгуна, то материалист Танеевского толка корил меня, зачем ты ушиб Мишу, он добрый. Последний его приют Москва восьмидесятых годов. Материалист Танеев его защищал. Переуплощаясь в каждого, этот пергюнт со стервенением вздувал болезнь в каждом ее унюхов. Таская меня по Пречистинскому бульвару, схватывал за руки, катался овечьими глазками. Боенька! Пожайте юги, а хватит вселенную! Делалось нехорошо. Когда упирались, то, вдохновленный видением сорока тысяч курьеров, апеллировал к сочиняемой им литературе несуществующих предметов знаний. Эти предметы вылуплялись из потребности вывернуться, когда его ловили на лжи. Сперва он врал в мелочах, рассказывая, как плавал в лодке с харитоненками по залам харитоненковского особняка в дни наводнения. Потом ложь стала причинять неприятности, взволновав грабаря сведениями о старинных особняках, уверил его, что где-то есть неописанный памятник Вальконета. Говорят, грабарь лупил за розысками в какие-то медвежьи углы. Стал вопрос о труде, есть ли он. Показывалась не рукопись, а запертый стол, в котором она неизвлекаемо пребывала. Явелись сомнения, что он знает эпоху Юлиана, которого где был специалист. Вырвали у Мишеньки реферат Юлиан. Ждали, сбежавшись к Астрову. Миша, учуя в западню, не явился. Вырвали обещание, что через неделю прочтет. Притащили Вячеслава Иванова. Ловить Эртеля на незнании эпохи. Миша исчез вторично. Был пойман в гостях, откуда его приволокли на извозчике к Астрову. Перепуганный лгун картавя, катаясь глазом, лепетал что-то нищенское. Стало ясно, профан. Но припечатать его и тут не смогли. Мала мышь, дувертливо. Перепуганный насмерть метался меж пальцев Вячеслава Иванова, сконфуженного ролью ловить мышей и по слабости щадившего Мишу. Стало Миша не по себе в кружке аргонавтов. Но с тем большим жаром являлся отвечать на смешки удвоением патоки и учетверением объятий, способных смутить и удава. Крался потной рукой ко мне, чтобы пригладить. Боенька, не плюнуть же в руку. Являлся подставить и левую щеку, и правую, подписываясь под насмешками и правой, и левой ногой и рукой. Шепот рос. Одному посвященному эта кротость доступна. Когда я обрывал его, он, придя в раж, ревел, яде схватил быка за рога. Все так в обычном разрезе. Он де зажаривает истины, сообразуясь с законами трансфинитных чисел. Вывертываясь, имел вид падающего в пески верблюда. Где-то шептали, что он меня вырастил, что мои стихи от него, как и мои ему возражения. Он, тайный учитель, ведет де меня к посвящению. Воображение сумасшедших старух ужасно. В 1906 году Эртель заволновал не в шутку. Он знает санскрит. Перевел Гариваншу. Заглавие философской поэмы, примечание автора. Миф о санскритологе вырос как плевелы. Полиш гряду, выпалол. Вдруг крапивище выросло под носом. Так рос санскрит, проходимый сперва с Паржезинским, потом в Посаде, в эпоху, когда Миша Таяс проходил пути посвящения. Факт о владении санскритом, перевод Гариванши, которая не переведена. Оказалось, поздней таки был перевод, по-английски, прошедший незамеченным. Эртель же был чертовски начитан. Паржезинский сделал признание. Всех русских санскритологов знает по именам он. Эртеля нет. Эртель ретировался под перекрытие батюшкова. Мать продолжала бывать у старушки в чипце. Ей подносили примерного брата, примерного сына. Не курит, не кутит, не пьет. В воспоминаниях матери подымалось исконно. Лето в Демьянове, липы, запхи дегтя, персика. Мать умилялась. Какая старушка! Какой нежный сын! Братья с сестрицей появились у матери. Миша по-прежнему клал руку мне на плечо. Что, боенька? Был и вздашок. Яде Калиф на час просиял с его помощью книгой стихов «Золото в лазури», и без него золото-зорь рассыпалось у меня в пепел. Раз ему крикнул «То, что ты говоришь, круглый нуль!» Глаза Эртеля вспыхнули. «Именно! Ты схвати бхат быка за гага!» «За рога! Ну да! Ну и эдакая баранка!» То есть нуль или эдакая баранка. И он показал мне руками, какая баранка! Огромная! Верно, пекло перетиша для Миши. Эртель пропал с горизонта. Рассказывали, будто с батюшком он на бульваре гуляет. Ну, пара. Миша. Полуперый галчонок с кукушкой без перьев. Держа крючковатые палки, они после третьего шага, став сблизи с носами, схватясь руками, трясутся руками де. Их вздергивая от Микита к носам и отдергивая от носов под Микитки, де слышится «Гы! Пауша!» «Вшзл, Миша!» «Вшзл!» «Вшзл» — звук всхлипа батюшкова. Кругом слякоти, гниль, воробьи. Эртель стух года на два. Вдруг слухи открылись о новой звезде. Явился де оккультный учитель. Он де догремел до Германии. Он де кует магические свои цепи. Он знает де рецепт разведения русалок. Я ахнул. «Миша!» Мать попала на его курс. Среди слушательниц Кистяковская, Климентова и Урусова. Бабарыкин являлся на Мишу зарисовать его. Мать восхищалась пастырем душ. Понесло эпидемией. Я, изучивший канон теософов, взял в руки себя, перепер через строгий кордон, явя слушателем. Встретила зрелище. Старый очканчик, полуплешивый, картавый, косой, с жидко-жалкой бородкой, в усиных обгрызках, в потрепанных и незастемтых штаниках. Точно Дионис, терзаемый страстью вакханок, введен был в гостиную роем слащавых, шуршащих шелками старух, лепетавших, как хор приживалок из пиковой дамы, вводящих коргу в белом чепчике. Благодетельница наша, как изволила гулять. Усадивши коргу, теософские старицы слушали точно роман с песней о том, как катались у волны любви до создания мира, и как в тех катаниях мир созидался. Эртель увиделся мне бабушкой-волком, рассказывающим красным шапочкам сказку. Блистали глаза, став зелеными, щелкали зубы гнилые, слюна разлеталась, сидела старуха, княгиня Урусова. Я, ощутив себя Германом, герой пиковой дамы, выслушал курс, чтобы поднять пистолет на коргу, и поднял требованием дать список источников — теософы меня поддержали — назвать своего святителя. Знал шах и мат его теософской карьере. Свой ему шах и мат подготовил я, как верную мышеловку, перехитрил хитреца. Боенька! Эртель, как мышь, улизнул, в этот дом не вернувшись. Был взорван-таки в собственный штаб-квартире. Чтобы он не искал себе новой квартиры, я ухнул в него своей притчью «Лгун», напечатав в газете ее, перечислив проделки лгуна, не назвав его имени. Все испугались скандала, и Эртель притушен был, скрылся, женился. Жена взяла в руки его, нашла место учителя и не пускала его в места злачные, где он пас оккультисток, занимаясь сплошным разведением турусов и нимф. Посвященный исчез. Миша, умник, добряк и жалкий лгунишка, остался. Являлся с невиннейшим видом Демьянова, будто и не было в прошлом сомнительных экспериментов, будто по-стародавнему он честный позитивист. Ага, люди на юке! Слушали Танеев, Тимирязев и моя мать, оказавшиеся вместе с Мишей в Демьянове и посещавшие его курсы. Мать не сдержалась, поставив вопрос при Танееве. «А с Теософией как же?» Он очками блеснул. «Александия Дмитриевна, я сказал все, что мог. Свою миссию выпойни. Пусть же дюгие теперь, говорят». Выходила зажег Теософию, ученикам своим передал ее светоч, ушел в катакомбы. Таится и йогу свою углублять. Катакомба Демьянова, йога поддакивания Тимирязеву. А ученицы Великого, прежде меня проклинавшие за удар нанесенный Миши, попеременно мне признавались. Вы, увы, были правы. Лишь Батюшков еще верил Корге. Но в двадцатом году даже эта божья коровка воскликнула. «Предпочитаю, Тек, Мишу не видеть, Тек!» и опустила нос. «И ты, Брут!» — мог воскликнуть Эртель. Вскоре он умер. Весьма неприятно оперировать опухоли. Гной, пальцы мажутся, грязно, а надо. В 1910 году я срезал опухоль, назревавшую в круге нас обстававших перезрелых дев. Возвращаясь в старой Москве невинно привирающего добряка. Великий лжец, жрец, был выставлен как спиртовой препарат в музее типов. Встреча с Эртелем — класс изучения шарлатанизма. Сколько раз шарлатанов встречались потом. Я сталкивался с рядом еще неизученных в психике явлений. При них вырастали люди, объявившие неизученные явления неизучаемыми, но бравшие патенты на их объяснение. Тип шарлатана цвел многообразием разновидностей от явленного до невинного. На Эртеле я развил особое обоняние, позволявшее потом мне унюхивать шарлатана. Подлец, спекулирующий на доверии, безобидный зверь — фауне шарлатанства. Слабые, часто чуткие, часто добрые люди, порой рассадники более опасных бацил. Шарлатан в них даже неуловим. Эртель — тип без вины виноватого шарлатана. В Эртеле виноваты все. Я, старушка Софья Андреевна, старик Танеев. От грубого калиостро не стоит спасать. Опасности калиостро ничтожны в сравнении с той, которую представлял Миша, ученый-историк. Эмилии Мэттнер Вспомните роман «Давид Копперфильд» «Тротвуд. Юноша» и «Стирфорс. Блеск талантов». Старший товарищ Тротвуда. История друзей — себя повторяющий миф. У каждого бывает свой стирфорс, свой блеск. Жизнь отнимает стирфорса, но сон о нем длится. Он — кипение юных сил в нас. Он — нас отражающее зеркало. Встреча с Мэттнером. Встреча юноши с сильно вооруженным мужем, поражающим воображение. Я, Элли с Петровской имели возможность обобществить наши опыты борьбы с бытом. Связь аргонавтов — попытка утилизировать опыт каждого как ценный и независимый. Для изучения науки надо было Эллису записаться на семинарий по Марксу. Мне — записаться на класс литературоведения Брюсова, на калеквиум по истории церкви Крачинскому. Но ни у Брюсова, ни у Рачинского не учился я связывать интересы, в культуру. В кружок аргонавтов шли, увязать в культуру знания каждого. Не мои стихи интересовали меня, а социологический опыт Эллиса, исторической Эртеля, теоретик-познавательной Шпета, уже позднее временно подходившего к нам. Мэттнер был старше на несколько лет, в эпоху, когда на год ранее значило «на метр глубок», в трясине рутины. Десятилетия боролись с нами, а с футуристами — года полтора. Брюсову было труднее, чем нам. С 93-го года оскалился он. На его же плечах мы с блоком проходили в литературу. Мэттнер был в возрасте Брюсова. Жил же он в полной закупорке. Сфера Брюсова уже. Музыка не интересовала его. Он не был мыслителем. В Мэттнере же схватились мыслитель и композитор тем, которые прозвучали в культуре Запада запоздалым откликом на думу его юности — у Шпенглера, у Чемберлена, у Файгингера и у Вейнингера. Они шире, богаче, свободнее жили в душе молодого Мэттнера, как подгляды лишь. Не было литературы предмета. Не было в литературе предмета. Предмет — культура мысли вместо истории и философии. Не было постановки проблемы музыки как смысловых волнений сознания. Читали историю в архиве документов. Не было представления о палеонтологической психологии. О том, что ископаемый птеродактиль в ребенке, пробегающем ракурс всех исторических и доисторических фаз, жив в кошмаре о драконе, миф о котором — итог опыта передачи памяти о встречах первых людей с последними птеродактилями. В предисловии к неосуществленному изданию романа «Котик Летаев» 1928-й Белый пишет. В разговоре с известным геологом я был живо заинтересован однажды его мнением. Возможно, изучение наших переживаний на фоне знания нашего о древнейших фазах органической жизни, то есть, возможно, палеонтологическая психология. Помнится, в разговоре с геологом я высказал предположение. Не есть ли миф о драконе — смутная родовая память о встречах с ископаемым птицеящером, птеродактилем? Эта мысль не встретила возражения со стороны профессора геологии. Русская литература, 1988, номер 1, страница 218, примечание редакции. Все это поднимал Метнер из своей катакомбы. С необычайной яркостью, без литературы, без отклика. Более богатой культурой, чем Брюсов, он был замурован без единой отдушины, никто не слушал, не умел сказать. Не было и трудов, на которые он мог бы сослаться. Ницше и Габино еще не были в России известны. И он хватался за Константина Леонтьева, за Аполлона Григорьева, ломая в себе труд философии культуры. Напиши он его, многие бы твердили, это по Метнеру. Мы же часто твердим, это по Шпенглеру. Но труд, не написанный им, в сознании моем, перевертывал свои страницы, играя яркую краской. Две им написанные книги, музыка и модернизм, и размышления о Гете, бледные перепевы им уже сказанного. В первоначальном варианте текста далее следовало. Играя и краской, и линией правды. В десятилетиях дружбы, в сотнях писем, в тысячи им мне подаренных часов, когда он, не мой в большом обществе, но светозарный в своем круге, вписывал свой труд в наши сердца. С деталями, с комментарием, к каждой значительной книге, две им написанные книги. И так далее. Примечания редакции. По Эртелю знаю, и ничто может казаться всем. По Метнеру знаю, и яркий талант мимикрирует подчас неудачника. Иные таланты с легкостью выражают себя. Потенциям гения присуще рубище нищего. В Метнере жило нечто от гения. Но гений в нем обрел рубище. Как луч из окошка, погас за окошком. С Метнером познакомил Петровской в девятьсот первом году. «Что там?» — отмахивался он. «Поговорите с Эмирем Карловичем». «Вы с своим Шопенгауэром?» А он по канту. «Метнер да Метнер!» Я досадовал. Мои мнения угоняли с крокетным шаром. «От шара Метнера подать Метнера». Петровской, выпитив губы, усилив выговорить, торопясь, вспыхивал. «Эмилий Карлович слышит в оркестре каждую фальшивую ноту. Братья Метнера кидаются друг на друга по окончании симфонии и, не сговариваясь, восклицают. Две, Коля, ошибки! Две миля ошибки! Ужасно! Чудовищно! Где нам с вами? Куда уж?» И, убив меня, облизываясь, как кот, Петровской прибавлял. У Эмилия Карловича брат Николай. сочиняет. Замечательный пианист и композитор. Он произведение рук Эмилия Карловича. Петровской, бывало, кого-нибудь возведя в перл, им гвоздит. «Где уж, куда уж, не Метнеры мы?» Выяснилось, Метнер — западник, немец с испанскую кровью. Отец его имел дело. А прадед-артист был знаком с Геоте, которого Метнер боготворил, состояв Геоте-Гезершафт и заполняя библиотеку трудами Геоте-Гезершафт. Еще гимназистом Петровской заходил к Метнерам. Прадед Метнера со стороны матери Фридрих Альберт Федор Федорович Гебхарт, певец, драматург, поэт, был артистом немецкого придворного театра в Петербурге. В письме Кеттингеру от 27 сентября 1921 года Метнер, подробно рассказывая о прадеде, отмечает, был ли Гебхарт знаком с Геоте до оставления им своей родины, неизвестно. Во всяком случае, по словам моей матери, он навестил Геоте во время одного или единственного своего путешествия за границу и состоявшегося тогда короткого пребывания в Веймаре или в Йене. Николай Карл Чметнер. Воспоминания, статьи, материалы. Москва, 1981, страница 295-296. Геоте-Гезершафт. Объединение литературных друзей Геоте в Веймаре, Йене, Берлине, основанное в 1885 году. Печатный орган общества, основанный в 1880 году, ежегодник Геоте-Ярбух. Примечание редакции. Раз шли с ним Арбатским районом. Вырос стройный, эластичный мужчина в каре широкополой шляпе, в зеленовато-сером пальто. Бросились. Узкое клинушком каштановая борода и лайково-красная перчатка, подымавшая палку, когда оно остановился как вкопанный, точно внюхиваясь расширенными ноздрями тонкого носа и поражая загаром худого, дышавшего задором и упорством лица. Вдруг лицо взорвало с блеском больших зубов, с волчином оскалом и вспыхом зеленых глаз, пронизавших насквозь, когда он, сорвав шляпу, ее уронил к тротуару, отвешивая четкий поклон и косяз из-под лобья. Длинные жидкие на кудрявой пряди волос ранней лысины трепанул ветер. Я увидел надутые височные жилы и линии костей черепа, сросшиеся буграми. Глаза угасли. Задерж, напоминающий оцепенение, щетину поднявшего волка, готового и к скачку вперед, и к легкому скоку от нас вглубь переулка. Петровский представил. Эмилий Карлыч Мэтнер. Настороженно вперились друг в друга. Запомнилась поза Мэтнера. Подозревающий задор, дразнимое любопытство, могущее стать и угрюмым молчанием, и жестом детской доверчивости. Впоследствии мне казалось, что в миг первого столкновения на улице всплыл лейтмотив отношений, бурных и сложных, где и перы идей, и ярость взаимных нападок пестро сплетались до первого разговора, единственного, длившегося года в поединке взаимопроницания, признания, отрицания. Памятна пауза немой стойки до первого слова. Здравствуйте. У Диккенса есть такие моменты, когда он рисует судьбу. Мэтнер отчасти судьба. Фантазия наших моральных игр воплощена книгоиздательством «Мусагет». Друг трудных часов жизни и оскорбитель ее светлейших моментов и утешал, и нападал бескорыстным разбойником, ударяя по фикции снящегося ему дракона на мне, введя в жизненный быт символы кольца Нибелунгов Рихарда Вагнера и чувствуя себя в им созданном мифе, убиваемом Вельзунгом. Древний род, изображаемый в кольце Нибелунгов. Примечание актора. Кольцо Нибелунга, 1852-1874, тетралогия Вагнера, состоящая из музыкальных драм «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов». Примечание редакции. Лейтмотив Вельзунгов, его рассказ о себе. Для меня он и жизнь читал ухом, иллюстрируя ее сцены сценами боя Гунтера с Зигмундом, освобождением Брунгильды, ковкой меча, чувствуя себя бродягой по лесным трущобам Европы V века, а не туристом, пересекающим Берлин, Дрезден, Цюрих, Москву, где он обитал, как древний германец в пещере, а не в домике Гнезниковского переулка. Окнами в окна квартира Дальгейма, воспринимаемого Хагеном. В поднятой пыли цивилизации видел он дым пожара Вальгаллы. Его девиз — сечь голову Фафнера и выслеживать подлого гнома Миме, выславшего Хагена. Вонзить меч в беззащитную спину Зигфрида. Ковкой меча. Тема кольца. Хаген. Убийца Зигфрида. Фафнер. Дракон в кольце небелунгов. Примечание актора. Ликом древнего мифа поглядывал он на нас. Посмотрите, бывало, толкает меня, показывая в обществе свободной эстетики на модного журналиста. Что за ужимки? Каков подлец? Хагеном виделся ему и Дальгейм, выросший из Миме Листа. Дом песни — ловушка для Зигфридов XX века, который где миссия культура Гёте, Бетховена, Канта, бьюс об заклад и занятие Рура негрскими легионами, переживалась бы Мэтнер в унисон с домом песни Дальгеймов, подготавлявших, по его мнению, ядовитую музыкальную смесь из Гре-3 мусоргского листа. Мифом он оперировал точно формулой, исчисляя события будущего и порою кое в чем предвидя их тонко. Для него миф и Берлин, и Москва, и угол Кузнецкого моста, и Лейпцигер-страссе. Отсюда его требовательность к друзьям и удестерённая насторожённость. Мелочь жизни — симптом, де. В атомах воли бьёт, де мировой пульс. Людские дуэты и трио — молекулы, де химического сцепления. В мелодиях мирового ритма. От того, с кем дружишь, зависишь. Химия качеств не изучена. В каждой группе людей иная она. Мы не знаем, какие ядовитые или полезные свойства для цели вселенной, приготовляемые дружа с тем, не с иным. Отсюда его придирчивость к слову и к каждому жесту того, на ком сосредоточивал внимание он. Всё то, позднее сознанное, стало тональностью перед тумбой Арбатского переулочка, где столкнула нас лбами судьба и где мы перебросили с незначащими словами. Потом встречались издали, хватаясь за шляпы, насторожённо косяц. И шли мимо. Первый разговор — моя встреча с ним в колонном зале тогдашнего благородного собрания. На генеральной репетиции Никиша мне издали бросились темно-зелёное пальто и красная перчатка, сжимавшая крючковатую палку. Эмилий Меттнер скользил, как волк в чаще, в давке людей, скрыв усами зажатые губы, со вздёрнутыми плечами, с откидом долихоцефального черепа. Не то художник, не то фронтоватого вида брюзга, не то рыцарь, не то вор. Викинг-волк, Вельзунг. А вы? Мы сели рядом. Как собака на стойке, пружинно-чёткой, он молча впевал деловитое разъяснение Никиша, когда тот, трижды махнув дирижёрской палочкой, рукой обрывал оркестр, бросая с пульта. А здесь вы должны... Меттнер же, подняв плечи и закося с вопрошающим глазом, сискивал в руке шляпу. И поражало, что мало осталось длинных волос, и что крепкие кости фигурного черепа. Вдруг, не выдержав собственных мыслей о Шуберте, Никише, себе и мне, он, упав локтем в колено, задирижировал кисти руки, отбивал такт ногой, напевал в ухо. — А? Слышите? Ти-та-та. Ну что? А? — не дождавшись ответа, бросал ни мне, ни себе. Дик мотив под таката, сквозная весёлость, под ней страх великолепно. Та-та! — напевал он, принимаясь вгонять обертон впечатлений всей живой пантомимой в проблему культуры, приведением в параллель к теме раи напеваемых фиоритур из Бетховена, Шумана, в ухо мне, с подкивом на Никиша. И случайная мелодия становилась связью мелодий, из которых звучала полная блеска дума его и о Шуберте, и о Никише, интерпретаторе Шуберта. Вспомните, у Фридриха Ницше... И что это? Фридрих Ницше, собственную персону, встал как бы для меня на пульт, заслонив дирижёра Никиша. Я ж разевал рот на комментатор Никишевских комментариев не к цедурной симфонии, а к европейской культуре, в лекции о которой он мне превратил репетицию Никиша простым почерком музыкальных тем и их смысловым раскрытием в связи с философией. Цедурная симфония. Симфония номер шесть Шуберта. Примечание редакции. «Культура есть музыка», — по Навалюсу резюмировал он. И, отдёрнувшись, тянул клинбородки в звук труб, в ветер скрипок. К концу репетиции не Никиш отдирижировал Шуберта, Мэттнер отдирижировал Никиша во мне. И бросил. «Идём к Никишу». Никиш стоял в пустом зале, казавшийся издали и высоким, и стройным. Вблизи казался он толстую коротышкою. Зелот Тиму подал Шубу, лицом зарывая сумиха. Мэттнер обменялся с Никишем несколькими словами. Я их наблюдал. «Дирижёр оркестра и дирижёр душ». Таким увиделся Мэттнер. Бетховена, Гёте и Канта он мне вдирижировал в душу. Ему философия была только нотой в культуре, которую виделось в симфонии, где инструменты — великие личности де. Прощаясь с ним, недоумевал, почему мы не условили встретиться. Шёл с репетиции на лекцию профессора Анучина и не дошёл. Представил изживание резинки после бокала шампанского, поданного мне, Шубертом Никишем Мэттнером. Когда вышла симфония, Мэттнер решил — автор я. Вскоре же резкий звонок. Петровская и Мэттнер с лукаво-весёлым лицом, без волчьей насторожённости, в том же пальто, в той же шляпе и с той же крючковатой палкой. Он мне подмигнул. «Идёмте гулять». Вертя тростью, подталкивая под локоть, с весёлыми каламбурами скатились по лестнице в воздух под солнце. Он нёсся по денежному переулку вперёд, и Петровская едва нагонял его. Разовела заря за заборами, светились белые грозди сирени, он палкой показывал в зори. «В симфонии дышишь, как после грозы. В ней меня радует воздух и зори. Из пыли вы выхватили кусок чистого воздуха. Москва осветилась по-новому. «Симфония, музыка зорь». Брат отметил зарю. У него есть мотив. «Ти-ты-та, та-та-та», — напевал он. Оценку симфонии Метнер дал в статье «Симфонии» Андрея Белого. Примечание редакции. Он мне окрестил этот год, назвав его годом зари. А прохожие верно девилися мужу и двум оголтелым студентам. Вот Смоленский бульвар. Вот Причистенко, где Кабылинский подчёркал мне пыль тротуара. Здесь именно Метнер увидел зарю, осветившую нас косяками. Метнер отстаивает личность, вскочившая, согнувшись, рукой схватился за бок, он другой, в перчатке, сжимающую палку, как бы рисовал силуэты значительных личностей. С невероятной силой и невероятных размеров из слов его встаёт лицо Ницше. «Нет-нет, я за личность». Перикл начинал говорить перед массой, как перед неким хаосом. Словом учителя своего, Демокрита, он организовывал толпы, влагая смысл в смысл, точно вписывал в круги круг. Когда кончал, то стоял каждый в круге своём. Уже не было массы, а был организм, средь которого стоял Перикл, образом самого Логоса. Вот человек. Метнер задирижировал душами, гармонизируя их устремления. В усилиях вырастить близкую тему в другом становился тираном он. Подозревал и подглядывал, переворачивая все ваши мотивы, ощупывая их изнанки, врываясь в жизнь, угрожая разрывом мне. Он впоследствии мне говорил, спутница же жизни моей отделяет меня от меня самого. Она есть королевна из вашей симфонии. За ней Клинкзор, Тётр Дальгейм, с листом, с католицизмом, с больной мистикою. Он вас погубит, я вам говорю. Гёте не одобрил бы вас. Вам нужна сказка московской симфонии, не королевна. Королевна Ася Тургенева. Белый сблизился с ней в 1910 году. Королевна – образ из Северной симфонии, первой героической, 1900 год, Белого. Клинкзор – колдун в драме мистерии Вагнера Парсифаль, 1877. Сказка – женский образ симфонии, второй, драматической. Прототипом его была Маргарита Кирилловна Морозова. Примечание редакции. И уже миф возникал в нём. Он подхватывался и Дальгеймом, но им развивался обратно. Альберих, где? Николай Метнер подкапывался под дом песни. Альберих – злой гном в кольце. Примечание автора. Дальгейм безысходной тоске из окошка косился на окна противоположного дома, где Метнеры жили. Оттуда же Метнер косился на окна Дальгейма. И визг Дезняковской разламывался для нас. Две культуры, два воина. Француз Дальгейм нёс дар Франции. То есть отраву для Метнера, немца. Вербую в отряд своего родственника, француза Нюрата, профессора Тарасевича, Толстого, княгиню Кудашеву и всех олениных. За Метнером шли Гольденвейзер, Морозова, Шпет, Эллис. Слушали. Или со мной, или с Метнером. Или со мной, или с Дальгеймом. Смнив уже не о руне, а о золоте Рейна, который выкрали гномы. И Метнер Аскалис чувствовал гибель Вальгаллы. И Вольфы, и Вельфы, и Гвельфы, и Гебелины сливались в одно, в мифе Метнера. Вольфы, немецкий княжеский род, в VIII-IX веках имевший обширные владения в Швабии и Бургундии. В XII веке получивший герцогство Баварию и Саксонию. Гвельфы, политическая партия в Италии, XII-XV века, получившие название от Вельфов. Герцогов Баварии и Саксонии, соперников германской династии Гогенштауфенов, объединяла противников Священной Римской империи. Им противостояли гибелины, сторонники империи. Примечание редакции. Эпоха Аттилы с эпохой Фридриха Барбароссы связывалась XX столетием, централизуясь и здесь, в Гнезняковском. Мы с Эллисом и Соловьевым Арбат утверждали, а Метнер с Дальгеймом — район Гнезняковского, между Тверской и Никитскую. Впоследствии, когда искал себе он псевдоним, я сказал, «Искать нечего. Вольфинг». Вольфинге «Рот. Смотрите кольцо Небелунгов». Примечание автора. Вольфингом стал. Сквер у храма Спасителя — порог к дружбе. Летом 902 года он напечатал в провинциальной газете обо мне фельетоны. Его критика лишь подчеркнула «Симфония» не в сумасшедших домах, мысли Кобылинского, вовсе не в мистике, мысли Соловьевых, и не в архиереях Рачинской, а в символе радости, в сказке, героине моей первой книги. И я радостно согласился. Осенью 902 года я стал ежедневным гостем уютной квартирки, наполненной звуками Шумана и Николая Метнера. Великолепный, сухостроенный лысый старик в синих очках, с бородкою а-ля Валенштейн, белый как серебро, Карл Петрович зорко внимал нам с милой супругой, урожденной Гедике. А композитор, брат Коля, квадратный, кряжестый, невысокий, с ледеющими волосами, с лицом молодого Бетховена, с медвежьей неповоротливостью, силился передать свои мысли. Не находя ее, он сердился, хватаясь за спички и пережигая их в пепельнице, его привычка, поглядывая строго и мило напряженным лицом с морщинкой на лбу, со стиснутыми губами. Как паровоз на парах он пыхтел, себя сдерживая и слушая нас. Было усилие понять ритмы Тютчева, Пушкина, музыку, которым замыслил. А Геты судил он словами брата. Много было о детской мешковатости в строгом крепыше этом, и Миля, брат, разъяснял культуру ему, работая над ним, как педагог-художник. Как и корейским играм придавались мы с Милей над чайной скатертью. А Коля, брат, молча пыхтел, пережигая в пепельнице за спичку и спичку. Вдруг бросившись вперед тяжелым квадратом корпуса, падая руками на скатерть, со строгим вопросом, скрипя своим стулом, «Позвольте», поняв, откидывался, оглядывая нас, и валился в пепельницу, пережигать спички. Раздавались звонки, являлись женатые братья, хорошо одетый остряк в стиле Диккенса, брат Карл Карлыч и молодой Александр Метнер с испуганными голубыми глазами. Являлась сестра Софья Карловна, ее муж Сабуров, тривиально самоуверенный, немолодой и неглупый художник Штембер, родственник Метнеров. Многочисленное семейство внимало Миле, верховоду и дирижеру. Бывали и нервный конюз, и флегматично надутый и тяжелый чернобородый гедики, и нервно неудовлетворенный, восторженно впечатлительный худой блондин Александр Борисович Гольденвейзер, чтитель Коли, к которому сразу же я почувствовал тягу. Придешь — все на цыпочках. Карл Петрович, Александр Карловна, братья Александр и Карл, сестра Софья, Сабуров и Штембер. — Тссс, Миля работает. Коля сочиняет. Николай Карлович чувствовал ужас к столовому ножу и к яичной скорлупе. Ему разрезали мясо и Александра Карловна, и сестра Софья. Сабуров и Штембер очищали яйца от скорлупы. Эмилия Карловича сражали задохи. Он капризничал, слушая, как произносят сентенции, Миле словами Миле. Брат Карл, брат Александр, Саша Гедики. Великолепный старик с белую, как серебро бородкой, а-ля Валенштейн, вынимая сигару из рта, бывало старается. — Толпа Миля становилась цельным организмом, среди которого стоял Перикол, как мне кажется. — Вы не о том, папаша. Великолепный старик с белую, как серебро бородкую, а-ля Валенштейн, бывало с достоинством поправляя синие очки. Я хотел только выразить Миля. Хотели сказать, нервно схватывается руками за кресло Эмилия Карловича, что у Шумана музыкальное напряжение обратно Бетховену? — Вот именно! — обретал точку опоры папаша, стараясь усвоить мысль Миле, чтобы через день выпорхнуть сигарным дымком. — Я хочу сказать, Карл, что у Шумана музыкальное напряжение обратно Бетх... — Весь вопрос в том, — вскакивал, бросая салфетку Миля, задень углубивший вопрос, и простирая руку над скатертью, супом и пивом, как над бездную, весь вопрос в том, что вопрос не так прост, как некоторые полагают. — Некоторые... — Эмилий Карлович за день до этого. — Конечно, хотя... — следовал анализ. — Хотя... — Однако... — следовал анализ. — Однако... — великолепный, блистательный. И мамаша, и я, Карл, Александр, Николай и Сабуров бывало моргаем и рты разеваем. Ножи выпадают из рук, проливая цепи на чистейшую скатерть. Папаша внимательно вслушивается, усвоить и выразить. Толпа Коля становилась организмом, когда к ней Перикол говорил, хотел я только сказать. — Алексей Сергеевич, весь вопрос в том, что вопрос не так прост, как мы все полагаем. Сигары на нас. Потому что, хотя музыкальное напряжение Миля у Шумана... Милый старик, он упорно учился, годами учился у Мили, выучивался шаг за шагом, и, выучившись, он учился дальнейшему. В десятилетиях здесь вычеканивалось восприятие музыкального слуха, и уха, и духа. Студия музыковедения, а не квартира директора фабрики. В студии этой учились и Конюс, и Гедики, и Гольденвейзер. Почтительно ухо склонял Кусевицкой, считался с ней Скрябин. Здесь высидели высший тон музыкальной Москвы Кашкин, Кругликов, Энгель, тогдашние музыкальные критики... Тону внимали. Но Альберих, злой Каратыгин, тащивший культ Регера, Миме, Дальгейм, в свою очередь листа тащивший, единственное исключение. Произнесите-ка здесь «Каратыг!» И с Эмилием Карлычем приключается странный вздох, лицо в пятнах, нарушалось равновесие в ухе, когда упраздняется бах. Творец рояля, изобретенного путем слияния минорных и мажорных полутонов, целотонную какафонии Регера. Целотонная гамма развоплощает синтез звука, произведенный бахом. Примечание актора. Регер и Лист — враги дома. Братья Карл, Николай, Александр и Эмилий, и Штембер, и Конюс, и Гедике, Саша, вскочив с налитыми кровью челами, взволнованно перебивают друг друга, ножами бывало стучат по столу, а Сабуров, немой, белокурый, метается молча. Милые люди. Эмилий Карлыч часто искал подкрепления к мысли своей в музыкальных примерах. «Ты, Коля, дай Клара Вик». Коля с пыхом усаживался за рояль. «Та-та-ти-та-та, а?» Севший рядом со мной, подняв плечи, Эмилий Карлыч наклонялся к глазам моим. «Вы понимаете? Коля, дай первую тему соната своей. Та-та-та-та-та-та!» Коля корпусом падал, скрипя табуретом, на клавиши точно битюк, воволакивающий грузы мыслей взволнованного, захватившего руку мою брата Миле, к заре вывозя ее. Миле же тряс карандашиком над моим носом. «Монашенка вашей симфонии, а? Коля, тема вторую, тари-тарара!» Лицо наклонив под лицо. «Тема сказки, встречающей вашу монашенку, не узнаете себя?» «Узнаю, узнаю, и подскакиваю в непомерном волнении. Заря? Наша? Стой, Коля!» Коля стирает испарин и ожидает чего еще. Но брат не требует. Став золотым и светящимся, он говорит про гимн «К радости», тема девятой симфонии. Музыка в ней — культура, в ней — будущее. Так, связав образ сказки с мелодией брата, с культурой по Гёте, он, Гёте, Бетховена, Канте, меня, нас сплетает утонченными аналогиями в стиле Шпенглера. За восемнадцать лет до появления книги его. А за окнами взвои метели ноябрьской, снежинки мельтешат. И тему метели, как тему зари, во мне поднял он в девятьсот втором году. Брат за стеной сочинял первый опус. В нем звуки метели даны. За окном купол церкви, зеленая мебель, а Гёте грядит со стены. Бывало вьюга, песнь заводит, к нам Алексей Сергеевич входит. Из стихотворения, посвященного Метнеру, Алексея Сергеевича Петровской. Примечание автора. И дуэт становится трио. Я, Метнер, Петровский. Присоединяется брат, Николай, и квартет. Метнер вскочит. Снежинки первые, а? Гулять? Вихрь снежинок. Сквозь них мы несемся. Мельк улиц, Никитская, Арбатская площадь, Причистинской. Пес ободранный стоит, подняв ногу на снег. А лукавый Петровский показывает на него и подмигивает. Брат, писатель, и мне. Есть ведь в участи вашей суровое нечто? Метнер, встав под боченье, с другой рукой схватив за руку. Ваш лейтмотив прилагательные, как в симфонии фраза, невозможная, грустная, милая, вечно старая и новая во все времена. А где существительное? Его нет? Вы найдите его? И меня озаряет подгляд. Как найти? Метнер — соединитель людей. Из них строил фигуры культуры он. Вот почему его культ — отношение к людям. Таким-то, таким-то. Какие чудеснейшие составлял трио он. Метнер, Элис и я — одно трио. Оно родило мусагет. Я, Петровский и он. Трио тоже другое. Морозова, я, он. Опять-таки трио. Он в каждом иным был. И я, им вводимые фигуры людей, им задуманные, изменялся. Соединяет, высматривает. Не родится ли новое качество соединения? Для качества он опыта производил, точный химик. Культуру же видел он в коллективочках маленьких. Ждал, что из эмбрионов разовьется то, что называл существительным. Невозможное, милое, новое. Где ж существительное? Его нет? Я искал. А пока его не было, Тростью своей, сквозь снежинки порхающие на зарю, нам показывал Метнер. Он верил в нас. Ждал все чего-то, нас соединяя. Ревновал, мучил, требовал. Сами-то вы почему такой робкой на людях? Смелее, милий Карлыч, вы предводитель. Махнувши рукой, утемнел. Я ведь Вельзунг, преследуемый. Нянька я. Странно робел в большом обществе. Раз принялся развивать мне переживания своей жизненной темы, после того, как напел лейтмотив свой «Та-та-та-та» из «Кольца». Тема Вельзунгов. Вы понимаете, Борис Николаевич? Глаза зажмурил и слушал. Такая в ней тонкая сладость, что сердце мое останавливается. Мне в ухо шептал перепуганным шепотом. В ней любовь и гибели. Знаете, я болел самотравлением организма на почве переживаний. И с детским испугом. Перед болезнью и ночью и днем моя кровь запивала мотивами Вельзунгов, переплетенными с гибелью Вальгаллы. Казалось, что выпил я солнце. И солнце во мне стало ядом. Смерть солнца во мне — моя тема, мой рок. Бойтесь темы моей, она вам угрожает. Зачем этот воздух лучист? Зачем святозарен до боли? У вас с стихотворением. Святозарен как яд. Во мне воздух культуры моей. Что вы, бросьте, себя вы не видите. Не утешайте. Проиграна жизнь. Тридцать лет. Неудачник. Задох этот странный. Нет, ка бы ни Коля, которому нужен, то... Кто я? Юрист. Дирижер вроде Мотля во мне не нашел выражения. Пробовал он усложнять свои трио в секстеты, в декады людские, ища гармонического коллектива и складывая нас в него. Шпет, Рачинской, Я, Элис, Петровской, Нлендер, Сизов, Киселев, Степун, Коля, брат, Блок, Яковенко, Иванов. Таков коллектив Мусагета. Позднее задуманный им и приведший не к химии нового качества, высеченного им из нас, только к фыку и рыку и брыку сплошных какафоний, в которых метался, за уши хватаясь. Редактор задумал голосоведение редакционной симфонии. Я, Вяланчель, Скрипка, Он. Элис, Медные трубы. Шпет, Скепсис, Фагота. Нлендер, Флейтист. Барабан, Двелитавры, Рачинской. Сорвался он. Заголосили все сразу, являя собой разложение звука, в котором окрепла гнусавая и диретоняще отвратительно нас разлагавшая дудка. Дудел Кожебаткин. Непрошенный Элисом, втолкнутый в Мусагет. Меднер удрал под Москву. Он, обредившись, затиснувши зубы, глаза погасив, надев маску редактора, мертвосухую, как мумия гармонизированная, появлялся в редакторской комнате, прячась, в неделю раз. Надев очки, заткнув уши, он сухо выслушивал и полагал резолюции. А за стеною бубнил литургической громкой Литаврой Рачинской, и флейтой архической плакал Нлендер. Но все заглушал, скрежет стекол разбитые бутылки из-под коньяка Кожебаткинской. В 1912 году, не умея справиться с хаосом, водворившимся в редакции Мусагет, набитый слишком культурными людьми, способными проговорить год о том, печатать или не печатать брошюру, и при этом наговорить толстый том ценнейших комментарий к никчемной брошюре, истонавшись от такого обилия красноречия, Метнер, Шапку-Вахапку, да из Москвы и за границу, куда я бежал раньше его, тоже истонавшись в тогдашней Москве. За границей его застала война. Мусагет же остался без редакции. Осень 1902 года перманентная моя беседа с Эмилием Карловичем переродилась в пятилетнюю переписку. Мы бурно встретились в 1902 году, бурно дружили всю осень, потом виделись редко, он не жил в Москве. Появившись вновь с 1907 года, он прочно вошел в наш дружеский коллектив. Появлялся у Рачинского, у Морозовой, у Дальгейма, у меня, у Элиса, став членом общества свободной эстетики. А потом и заведующий музыкальным отделом «Золотого руна», о котором отзывался с юмористическим ужасом. С 1909 года он стал серьезно искать возможности иметь нам журнал или книгоиздательство. Результат его усилий – книгоиздательство «Мусагет», начавшиеся с широчайших планов и севшие на мель с 1912 года. Моя беседа и переписка с Мэттнером до начала недоразумений с ним не имела перерыва. Прощаясь, мы как бы говорили друг другу, продолжение следует. Встречаясь, продолжали неоконченную фразу нашего речитатива, нескончаемый разговор о культуре Канта, Гёте, Бетховена, Вагнера, которых он впервые приподнял передо мной, усиливаясь меня ввести в геттизм. Последний без него воспринял бы я как-то академически. Он молился на Гёте, мечтал едва ли не о церкви геттистов. Музей геттовских реликвий был ему храмом, в нем он молился. Но он имел несчастную тенденцию подтащить и Гёте Канта, которого воспринимал совершенно мифически. Его Кант не имел ничего общего с Кантом подлинным. Ошибка Метнера – неучет Гёте-естественника. Впоследствии выяснилось, великолепно комментируя строчки Фауста, понимая как никто содержание лирики Гёте, он элементарно путал там, где выступал Гёте-натуралист. Во время наших встреч 1902 года он усиленно занимался материалами к биографии Ницше. Впоследствии в Веймере познакомился и с сестрой Ницше, и с ближайшим другом Ницше, Петером Гастом, которого пригласил сотрудничать в Мусагете. Он многое мне разъяснил в стиле Ницше, сближая Ницше с романтиками и с поэтом Гёльдерлином. Он играл огромную роль в жизни своего брата-композитора. В нашем кругу он был органом связи с музыкантами. Его ценил, но боялся до нелюбви Скрябин. Метр мне постоянно подчеркал все опасности мистицизма и неизбежное перерождение в мистику иных нот романтизма. Под влиянием разговоров с ним я написал в 1911 году статью «Против мистики», напечатанную в трудах и днях. В 1902 году все темы нашей десятилетней дружбы им были подняты передо мной, так сказать, с места в карьер. Однажды, в начале ноября 1902 года, зайдя к нему, я застал его в возбуждении. Ткнувши руку в окно, он мне бросил. «Что вы видите?» «Церковь?» «Я завтра венчаюсь в ней». «А послезавтра с женою я в Нижней совсем. Вы же шафер, как обухом по голове». Так и было. Женившись на Братенши, уехал он. Я был у него в Нижнем в 1904 году. Мы оживленно переписывались. Вскоре в Нижний послал ему стихотворение «Старинный друг». В нем описывалось возвращение сквозь сон позабытого древнего друга, зовущего из катакомбы на солнце, на воздух, к свободе. Он тотчас ответил. «Старинный друг?» «Я». В конце же стихотворения появляется гном или мимия. Он нас заключает обратно в гроба. Через 13 лет понял эти гроба, разделившие нас идеологии, о которых разбилась прекрасная дружба. С 1915 года уже не встречались мы. Метнер стал враг. Окончательный разрыв отношений между Белым и Метнером произошел в марте 1915 года в Дорныхе в ходе разговора о делах издательства «Мусагет». Белый вспоминает. «Я сказал, что в инциденте со мной Мусагет был неправ. Он вспылил». Тогда Ася спокойно повторила мои слова. «Да, все-таки Мусагет был неправ». В ответ на это со стороны Метнера последовал взрыв дикого крика. Он выскочил из нашего дома, не простившись. Несколько дней я ждал, что он пришлет извинительное письмо Асе. Он его не прислал. Тогда я послал ему короткую, но спокойную записку, в которой просил его не бывать у нас и не адресоваться ко мне письмами, пока он находится в состоянии, не могущем нас гарантировать от подобных вспышек. Так оборвались навсегда мои отношения с Метнером, бывшие некогда столь близкими, с 1902 года до 1911. Материал к биографии. Примечание редакции. Рачинской. Кобылинской, Батюшков, Метнер, не старшие. Первым из старших внезапно и бурно примкнул к нам Григорий Алексеевич Рачинской, заведя сразу же на всех тропах. Каким вбежал, таким и дымил. О Рачинском стал слышать с 1901 года, а в 1902 он уж вот в дымках рядом, не помню, когда стал бывать у него и когда стал ворваться ко мне он, журить, покровительствовать. Он строитель моста к нам, из стана старцев. Трубач, стягоносец и бард. Он приходит со стягом враждебного лагеря с длинной трубою, трубить, веет стягом. Отвеевший и оттрубив, трубит, веет старцем. Среди трубецких и огневых впервые поднялся глухой, защищающий меня голос. У нас он твердил, надо де понимать и лопатина. Им он меня разъяснял. Мне развертывало взгляды о логосе, по трубецкому. В прекрасном усилии сделать понятными нас, молодежь, старикам. Он их обегал с белым, с блоком в руках, а нас обегал он с наварисом, с геты и с Пушкиным. Г.А. Рачинской, двоюродный брат С.А. Рачинского, профессор ботаники, ставшего сельским учителем в селе Тативе, корреспондента Толстого и скольких. Художник Богданов Бельской изобразил его в рои мальчат. С юных лет эрудит, вытвердивший наизусть мировую поэзию, перелиставший философов, всяких горнаков, Г.А. Энциклопедия по истории христианства, поражавшая нас отсутствием церковного привкуса. Нам казалось, то, что он именует мировоззрением, энциклопедия, а что считает досугом канон его. Жил он в центре, в крошечной квартирушке, набитой книгами и украшенной, как бомбонерочка, вышивками из Абрамцева. Скучающе поднимался на верхний этаж, отбыть службу, о которой он не любил говорить, живя связями с рядом ученых обществ. Казалось странным, что яркий эрудит не профессор. Отбывал служебную повинность ради хлеба, освобождал себя от повинности, подпирать устои. В рои профессоров Рачинский мелькал яркостью стремлений и жестов с подергом, являя контраст с седоватой бородкой с профессорскими золотыми очками. Жена, рожденная Мамонтова, Г.А. плавал в стихии искусств. Старик Поленов, собиратель картин Остроухов, Серов, друзья дома Рачинских. Г.А. был культуру мира искусства, да мира искусства. Вынашивая платонические лозунги Абрамцева с Якунчиковой, Серовым, Коровином, Врубелем, но и великолепно разбираясь в классиках итальянцах. Поклонник Баха, Генделя, Глюка понимал Скрябина, восторгался музыкой Метнера и Дальгеймами. Ходил по Москве парадоксом. Староколенный москвич с традициями сороковых годов рукоплескал всему смелому, уныривая из быта, с которым видимость створяла его. Чтимый профессорами им зашибал носы озорным духом. То, чем пленял нас, его умоляло в быту, где исконно вращался он. Котировали его остроумцем. Он импонировал фонтанами текстов на всех языках. Не ценили способности тонко вникать, понимать, а ценили личину его, эрудицию, которая в нас вызывала протест, когда он наш жест, рвущий с компромиссами, утоплял в цитатах. Но архаичность Рачинского эквивалентна дерзости его приятия нас. Эмили Карл Шметнер явил подвиг бунта из одиночества, а Рачинский являл давний надлом, перебой холерических взрывов и меланхолической мрачности. Бунт его покривой рикошета. Служба, как фига, Янжулу. Если последний талант, то Г.А. гений в сравнении с Янжулами. Когда я или Эллис устраивали передряги, то он являлся журить. А по блеску очков было видно, доволен. Недаром подчас хватая за фалду Кобыренского, имел вид седого Лёвы. Тот выдвигал покой Жёлтого дома. Этот жун дел о небесном покое. Остроил гаморры, скрываяся к архиерею. Знали, что архиерей — погребок. И знали, Г.А. устал, заработался. Петровский его отвозил в санаторий, под Ригу. Скучая в укладах, устраивал кубари. Влёк его Эллис, которого он чистил. Раз под речью Дальгейма о музыке Гретри, к мёртвой лысине Эллиса, он приложил воспалённое своё чело. Тоска клубом дыма изо рта. Паф. Тоска Кобылинского, Лёвки, с тоской. Паф. Рачинского, Гришки, сливаются. Паф. В мировую тоску. Седой Гриша, его под шумок называл Кобылинской. Запой слов, из рыдающего трепетания, что он в лапах косматого быта. И мы понимали тоску этого порой обнажённого ноя. Рачинский, став другом, ещё был немного отцом-благодетелем. Каждого из нашего кружка. Помнится, как, положивши свою воспалённую руку ко мне на плечо, а другой, взявши под руку, он, припадая на ногу, меня проводил в кабинетик душнеющий, чтобы замкнуть в нём, часами жундеть, наставляя при мудрости опыту жизни. Отец уже умер. Ещё Гершинзон не явился. Рачинский в ту пору являлся мне образом, связывающим Гершинзона с отцом. После смерти Соловьёва он выбран был опекуном его сына. И он опекал, грозя правой рукой за проказы, а левой, толкая к проказам. Казалось, бунтами нашими он питался. Когда завёлся своим собственным обществом, став председателем в нём, ужасался покойному Эрну, что вандал Булгакову, что провалился в келейности, пока Булгаков и Эрн не втащили его, в церковную догму. Тогда меня вспомнив, руку схватив, закачавшись, задёргав рукой и плечом, усадил и, елозе ногами под стулом, метая с бородкой, жундел в клубах дыма. Паф, паф. Теологии много. А разве они теологию знают? Поизучали по-постольски и постановления. Тыкался толстой своей папиросой. И мне мотивировал необходимо вступить в совет общества, перелетая на «ты» с «вы». Ты понимаешь? Паф, паф. Я тебя, чёрт дери, бы сам вытурил. Паф. Из совета. Паф, паф. Я тебя бы… Паф, паф. Паф. Ницшанского пса. Исчезал он в дыму. Сам бы вытурил в шею из общества. Вновь он являлся из дыма. И с молниеносной бастротою. Ка бы не Булгаков. Да вы понимаете сами, Борис Николаевич? Ты понимаешь? Боюсь я густого поповского духа. Булгаков способен. Способен, ты понимаешь? На заседании. Паф, паф. Дёрнуть. Паф, паф, паф. Нет Рачинского клубы. Из них, как жундение шершня. На заседаниях не религиозного, а философски религиозного. Бил пальцем в палец он. Общество. Паф. Философского, чёрт побери. Ещё дёрнет Булгаков какой-нибудь там. Светиса, светиса во имя сына, отца. Папиросый взлетал в потолок. Из святого духа. Паф, паф. Тут-то вот выпускаю тебя. Слово принадлежит Борису Николаевичу Бугаеву. Лайна Булгакова, пёс Ницшанской. Эрн станет, а я ему лёвкую для равновесия. И помолчавший. Идите-ка в совет общества. Паф. Припадая на ногу, повёл из прокуренного кабинетика в дыме осан к диванчику, где Рачинская нас ожидала с парашей, сестрою. Ну, Танькин, Борис Николаевич выбран в совет. И свободно висела широкая, широкобортная, широкоплечая синяя куртка его. Видом точно отец. Юным духом, как кукиш, который показывал он и на службе, приводя в ярости в страх начальства. Как он тащил из квартирки служебный этаж опекаемого Соловьёва, Серёжи, ещё гимназиста, вам пуки показывать, Стёпушки, Перфильеву, начальнику по службе. Серёжа исполнял оперу «Пиковая дама», оркестр, хор. Лучше всего у него удавался квинтет. Мне страшно. Графиня, князь, Томская, Лиза и Герман, бас, тенор, сопрано, контральт и баритон, перебивали друг друга на все лады. Мне не стра-тра-ра, страшно мне не. Рыком, кваканьем, писком и лаем, перебиваемый гудом флейт, дудом труб, писком скрипок и гогом фагота, сверлил чудовищный слух. Серёжа, придя в выступление, крича, топача, кулаками, глазами, ногами, растерзанной курткой, космою, слюною, показывал попеременный жест Томского, Германа, Лизы, графини. В ту минуту он был гениален, чудовищности выдумывая. И мамонта разорвало б, а не ухо. Рачинской, втащив нас в святое святых, притворив дверь в соседнюю комнату, где скромно скрипели пером, где являлись просители с улицы, поставив перед добродушным толстяком своим начальником Стёпушкой, которого в Демьянове знавал я студентом, требовал, чтобы Серёжа пропел мне страшно. Всё помещение дрожало от рявка, от хрюка, от топа и ора Серёжи, от фыка и брыка Рачинского, в форменном сюртуке, откалывавшего антроша и рисовавшего рассеянно папиросу, зажжённым концом в рот под заливистый виск начальника Стёпушки, колыхавшего толстый живот в кресле. Не знаю, что происходило в мозгах низшего служебного персонала. Летели устои московские к чёртовой матери. Это был Кукиш. Потребовали, чтобы Седой Гриша был убран со службы. До 901 года числился он и в редакционном совете вопросов философии и психологии при Лопатине, нашем враге. Но и там он показывал Кукиши. Звукосочетание низшее всем вместе в 1901 году звучало, как невнятным густым тембром голоса, мёд свой с пыльцой унёс в ухо, как шмель в колокольчик вникая, и слышалось. Первосвященник, надев урим-туним, бараби-решит, бет-хорец, сыпал текстами по-итальянски, еврейски, немецки, по-русски. Устав, впав в невроз, поднимал точно жужелжень, мушей. Мозаика пёстрых цитат в ускорении голоса перетрясалася, каша во рту. Появлялся Петровской и бережным жестом извлёкший его увозил. Один критик в 1902 году назвал Рачинского балаболкой, забывши, что всякие есть, и тимпаны, и гусли, если угодно, суть балаболки. Но я их предпочту критику-пошляку. Среди Булгаковых и Трубецких был единственный он песнопевец. Его гимны о культуре, Дальгейму, Морозову, Метнеру, доселе мне памятны. Средь дома песни, в эстетике, он поражал жизнью нас. Пестун всех нас, в известный период вынашивал он наши молодые стремления. В часы же досуга писал он стихи, грустные строгие строчки его антологии, пародии на Алексея Толстого, поэта, и сильные, звучные. Один из первых он оценил Брюсова, Блока. От Мережковских его воротило. Евгению Трубецкому меня объяснял. Роль Рачинского, певшего в уши старопрофессорской Москве о культуре искусств, ей неведомой, в свое время была значительна. Бывало, придешь к нему, из кабинетика он, припадая на ногу, выходит, сжимая толстейшую, скрученную им же самим папиросу. Свисает гладчайшая, короткая, синяя, широкоплечья, краткобортная курточка, и расплываются пухлые губы на белопухлявом, а то красно-розовом, колеприливы, лице. Припадая стриженную бородку и куху, он теплую руку кладет на плечо. Сотвори, Господь, небо и землю. Барабереши телогим. И раввины московские перед лицом Иеговы прорали не раз благодарность Рачинскому, их вручавшему. Чтим был раввином Мазе. Чтил раввина Мазе. Дервиш с Дервишем, и Далай-Лама тибетская, он с Далай-Ламой тибетским. К столу ведет. За столом жена. Т. А. Прекрасно. И Потсо, и Мазе, и Владыка Смаргоши, и Мюрат, и Папе, и давайте все вместе. Что вместе? Давайте все, кому не лень, в Москве устроим духа в день. Бескорыстно взволнованный, благородно восторженный Потсо, студент соглашается. Петровской кривица. Вы что? Не люблю болтовни. Г. А. любили. Кого любишь, над тем и подтруниваешь. Я рассказывал в лицах, как был в кабинетике заперт на ключ в час обеда меня посекавшим на рифмы Стеклярус и Парус Г. А. Не понравились рифмы Парус, Стеклярус, Снобизм, Бильбоке, заперевши отчитывал. Я говорю тебе, вам, вы оставьте-ка, паф, Бильбоке. Отпустил бы, а то без обеда шалишь. Вспомнил, что едет куда-то. Достал свой сюртук, снял пиджак, продолжая отчитывать. Парус, Стеклярус, паф, вспомни, а что в аналитике Канта стоит? — Не ветер, не сетер, небось. Что сказал Шопенгауэр? — Не бисер, людьми сер. И тут снял штаны. Можешь ли привести мне различия первого и второго издания критики? — Можешь, — спустил он кальсонину нижнюю, — то и подкидывай рифмами Парус, Стеклярус. И скинул сорочку. В костюме Адама в очках с папиросой стоял, посекая меня на изысканность рифм и взывая к различию кантовских критик. Супруга Т.А. колотилась в дверь. — Гриша, поздно, скорей! Отопри, опоздаешь! — Брось, Танькин! С Борисом Николаевичем мы обсуждаем. Достав из комодика нижнюю чистую пару, облегся. Облегся в крахмал. Достал чистый платок. Стал опрыскивать одеколоном себя. В сюртуке, черном, длинном, свисающем фалдами, вырвался в двери со мной. Мы на улицу, я на Арбат, чтоб к обеду попасть. — Стой! Куда? — Куда? Он силком усадил на извозчика. И прочь от Арбата повез. Спрыгнуть как бы не так, держал за руку. Так до Мясницкой, где бросил в подъезде какого-то дома, руку сунув рассеяно. В дверь пронырнул. Дверь захлопнулась. Я же, голодный, тащился с Мясницкой пешком. Денег не было. Раз рано утром ворвался он к Метнерам, на полотеров, сдвигающих мебель, наткнувшись. Ему тотчас представилось, что стулья — полки. Сдвинув их, объяснял. Так стояли полки перед Карлом XII. И между двух полотеров, вихрами мотающих, пляшущих, зарецитировал Карлу Петровичу Метнеру. «Швед русский колит, рубит, режет». Распевы о Гёте, о Данте, о Канте и тучи цитат из отцов, из литургики, изображенные в лицах церковные таинства, как продолжение арии хором, уже перешли в председательствование, в приветствии Брюсову, Герману Когену, Матиссу, Верхарну, Марису Дени, Бабарыкину. Всюду совали ему колокольчик, и всюду поднявшись звенел «Заседание открыто, и слово предоставляется». Тростепенное дело кому? Эрну Булгакову, биокосмисту или фуделю. Стиль, ритуал, председательствование в РФО, и он, дамаскин, взвивший гусли, запел «Дай гитару», с ней пел бы. Антифанатичный, не столб, но подпертый насильно столпами, булгаковым, эрном, он стал детонировать, фыркая и извлекая фальшивые звуки. Бывало, багровый с надутыми жилами, он запевает свитийса, а как не та и рыдание, выходит. Готовясь к открытию заседания, фыркая дымом, метается он от угла до угла, шебуршит листом белым, опрашивая «Аппонируйте?», тычет руку направо входящему члену, вытягивая свою шею налево, жундит в ухо эрну, толкаясь в толпе через зал, подзывая кивочком меня, и все сразу. Оказывается, между Бердяевым и Межбулгаковым одновременно беседует с ними, с двоими, с Булгаковым жестами рук, а с Бердяевым жестами ног. Сам же слово обдумывает, и вдруг рывом ко мне «Ну, Борис Николаевич, я начинаю, скажу-ка им всем, Петр Бернгардович, я зверь матерый, светиса, светиса, скажу им в носы, и Бердяева выпущу, он им покажет язык. Номер два. Выпускаю тебя, куси, пиль. Ты, наверное, переборщишь? Эрна я, за бока, куси белого. Ну, пора, с Богом. В РФО его просто затуркали. Прежняя роль педагогика свободы мысли шла к нему более. Слабую точку нащупавши, Кант недоучен, бывало гвоздит. Можете всяким, паф, запускать ананасами в небо, коль критику чистого разума, знаете. Или, нащупав, что в Канта ушел, Кант да Кант, как писали-то, а, голосил низким басом, паф, паф, в небеса запустил ананасом, паф, это вот я понимаю, паф. К каждому он приставал с дополнительной краской, синтеза требуя, силясь у нас синтезировать. Выглядел же синкретистом, порою срываясь и позднюю Александрию являя. И древний археец Нелендер стенал. Киселев клонил нос в инкунабулы. В этом стремлении к абстрактному все еще синтезу он ударялся лбом в лоб. Кобылинскому кричал «Никаких!» И они друг пред другом друг друга затопывали, как зенит и надир, отрицая друг друга, но втайне притягиваясь друг ко другу, как два двойника, как две тени искомой конкретности, ненаходимые Рачинским и Львом Кобылинским. Отсюда и рявки, тоска Кобылинского, Левки, с тоскою Рачинского, Гришки, сливаются, паф, в мировую тоску. Неудачник он был, как все мы, аргонавты, как Метнер, Петровский, Нелендер, расплющенные двумя бытами, фыркающие на труды, юбилеи и гордые рубищем. Беседа с Рачинским в уютной квартирочке впаяна в воспоминания мои, как пиры с Метнером, как повисание над бездной с Кобылинским. Бывало, сидит кто-нибудь, или кривопомалкивающий, иронический, кряжистый, белокурый серов, с добродушием щурис на нас. Он друг детства Рачинской. Или владелец типографии мамонтов, или сухой и седой остроухов, смущающий молокососа меня. Или Оленина, сестра певицы. Или Плетнев, не профессор, еще молодой и талантливый доктор, худой, молчаливый и едкой. Он пуговкой носика, усиками выражает особое мнение. Или профессор Тарасеевич. Или с лицом Мюрата, потомок Мюрата, Сергей Казимирович Мюрат, кузен Дальгейма, учитель французского, худой, культурный, протонченно вежливый, невероятный чудак. Или Рукавишникова, Варя, сестра поэта. Звонок, и певучий звучит из передней. «Радшинский, эбьян!» И Петр Иванович Дальгейм, изумительными разговорами о символисте Вилье де Лиля Дане, о песенных циклах, о Шуберте или Мусоргском, перебивает Рачинского. Оба мы, рты разевая, внимаем Дальгейму, как «Метер Вильон он». Я учился в культуре, в артире Рачинского. Останавливаюсь на ряде тогдашних новых друзей. Они мне семинарий по классу культуры или проблемы увязки, моих личных знаний со знаниями, мне показанными в живом опыте. Литературные и даже научные интересы, еще не культура, пока они замкнуты. Мне размыкал Кобылинский круг личного опыта и наблюдений, врываясь со списочком книг, где стояла Маркс, Меринг, Рикард, Бенштейн, Шмоллер. Рачинска является с горнаками. Метнер культуру Германии вскрыл, разъясняя, как музыка, мысль и поэзия великолепно увязаны. Чтоб не думал я, что вся культура Германия встал утонченный француз Пьер Дальгеем, с Ламартином, Рансаром, Раблей и так далее. Владимиров выдвинул проблему формы, культуру стиха раскрыл Брюсов, уж Фохт беспокоил подобранной полочкой книг по теории знания. Скоро явились Нелендер и Иванов, и Роде, и Фразер, и Бругман возникли тогда. Возникали отец со своим лейбницем, аритмологией, а Гончарова с проблемой Востока, и даже полезен был Эртель, подчеркивая, знать Гиббона и Момсона надо. Обстание моих интересов другими растягивало во все стороны, не позволяло заснуть в круге книг, мной отобранных. И голова кружилась, рябила в глазах. Но царили еще староженки и янжулы, не оставляя нам пяди культуры. Арбат нас сжимал. Чем он был? Фоном всех разговоров. Арбат не менялся. Арбат 901 года, такой же, как в прошлом столетии. Жить, как мы жили, в обстании Горшковых, Мишель Комарова и Выгодчиковых, нельзя. И картина сознания, без к ней приложенного, как виньетки, Арбата 80-х годов, он Арбата 901 года, неполная. Старый Арбат Помнится прежний Арбат. Арбат прошлого. Он от Смоленской аптеки вставал полосой двухэтажных домов, то высоких, то низких. У денежного дом Рахманова, белый, балконный, украшенный лепкой карнизов, приподнятый круглым подобием башенки, три этажа. В нем родился. В нем 26 лет проживал. В доме Николая Ивановича Рахманова на углу Арбата и денежного переулка, Арбат 65, белый проживал до осени 1906 года, примечание редакции. Дома охровой, карией, оранжево-розовой, палевой, даже кисельной, цветистые линии вдаль убегающих зданий в один, два и три этажа. Эта лента домов на закате блистала оконными стеклами. Конку тащила лошадка. И фура, шиперка, квадратная, пестрая, перевозила арбатцев на дачи. Тащились вонючие канализационные бочки от церкви Микола на Камне до церкви Смоленские Божьи Матери к Драгомилову, где непросошное море стояло, коричневой грязи, в которой Казаринов, два раза в год дирижировавший в благородном собрании танцами, в день наносивший полсотни визитов, сват-брат всей Москвы, утонул. Осенями здесь капало, зимами рос несвозимый сугроб, и обходы Орешева-Пристова не уменьшали его. Посредине у церкви Миколы на белых распузых столбах загибался арбат, а Микола виднелся распузом столбом колокольни и от гринблота сапожника с Драгомилова с площади. В церкви Миколы венчался с Машенькой Усовой-Северцев, профессор. Микола — арбатский патрон. Сам арбат, что, коли не Миколина улица. Назван же он по-татарски, скрипели арбы по нем. Грозный построил дворец на арбате, и Наполеон проезжался арбатом. Без ухой, Пьер, смотрите, война и мир, перед розовую колокольню Миколы-Плотника, что ни на камне бродил, собираясь с Наполеоном покончить. Сравните, путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на арбат, к Николе Явленному, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. Толстой, война и мир, том 3, часть 3, глава 33, примечание редакции. Микола — патрон, потому что он видел арбат. От Миколы и до Староносова. И от Миколы до Праги. И, видя до Праги, предвидя Белград, за арбатцами, текшими в Прагу, Белград, он не тек по проливам до Константинополя. Староколенный арбатец, идя мимо, шепчет молитву арбатскую, может быть. Крепись, арбатец, в трудной доле, не может изъяснить язык, «Коль славен наш арбат в Миколе, сквозь глад и мор, и трус, и зык». В тексте обыгрываются первые строки псалма Хераскова «Коль славен наш господ в Сионе», положенного на музыку Бортнянским. Примечание редакции. Микола ведь, изображенный на камне плывущем, державшим собор наподобие сращения просфорок, с мечом в аммофоре арбатца так радовал. До стороносова длился арбат. От него, что не есть, относилась к Москве, реке, к баням семейным, где мылся Танеев, композитор известнейший. Мыться с плющихи ходили и феты Толстой, на плющихе живавшие. Писемской, кажется, под боком жил. В бане прочно сидели меж Мухиной и Воронухиной горками. С горок тех первые зори увидел я. У Воронухиной. В первом Смоленском живет Вересаев. Жил Батюшков и жили Кахманские. Близ стороносовы жили Нелендер и Лев Кобылинский. Дом каменный, серо-оливковый, с нашей аптекой, с цветными шарами, зеленым и розовым, принадлежавшими Йогихису, аптекарю. С сыном его я учился. Папаша в пенсне за прилавком пред банками с ядами, медикамент отпуская, стоял. Аптека Смоленская, принадлежавшая Нисону Марковичу Йогихису, Смоленская площадь, дом Щенкова. Примечание редакции. В боке дома мозгин или мясоторговля. Мозгин в котелке и в очках, с видом приват-доцента, филолога, гнулся к конторке. А лиловы лица и парни в передниках, ухающие по бычиной ноге топорами, средь зайцев и тухлых тетерок метались. И мать говорила кухарке, «Тетерка-то тухлая, переходите к оборину, а с мозгиным надо кончить». Мозгин в котелке в своей, в собственной, ездил в пролетке, гордясь своей, собственной лошадью, бледно-железистой. Далее одноэтажное длинное здание. В двадцать четвертом году подновили двухцветной окраской «Лупела». «Замятины, братья, стариннейшее керосиновое дело, зензиновых сыновей, чай, сахары, сын-то, сын, говорят, стал эсером, напротив гнилые домки, зеленые ловчонки, фруктово-плодовые протухоли, слизи рыжиков, постные сахары, морковь, халва и моченые яблоки, среди всего толстый кот». И уже Староносов по-черному золото, красный товар, сперва лавочка, потом лавчища, фасонистый галантерейный товар. Староносов был городовой, стоял годы под нами, вскрещение арбата и денежного, сезоносый, багровый, моржовьи усы прятал в шубу, на святках ее выворачивал, вымазав сажей лицо, и плясал по всем кухням. И папа, и мама, и дядя, и тетя, и я отправлялись на кухню с улыбкой смотреть на запачканный нос Староносова и на Михаева шубы. От жуликов он охранял. Эти жулики с черного хода вводили с пустые квартиры Антоном, вторым нашим дворником, пока Антона не выгнали в шею, сперва протузивши. Не стоит в участок тащить, потому что хозяин Рахманов, приват доцент Лейста, в науку уйдя, дом забросил. Профессор Владимир Григорьевич Зубков рядом жил, коль встать влево, коль вправо, проулком и за угол, жили бальмонты поздней. В угловом доме наискось много годов торговали различными средствами против клопов. Когда после в двадцатом году развалили тот домик, открылось изображение дьявола прямо в стене и болтали, мол, здесь сатанисты года под шумок алтарь дьяволу строили, голую женщину еженедельно кладя на алтарь. Тут и троица арбатская церковь с церковным двором, даже с садиком, вытянутым дорожкой в денежной. Там и ворота, в воротах крылатый спаситель, колодец и домики, домик Дьячковской, Поповской и Дьяконской. В Дьяконском двадцатилетиям позднее останавливался мой издатель Алянской. Меня приносила Афимия, кормилица, в садик. Соловьев здесь в салазках катался позднее. Протеерей Владимир Семенович Марков, серебря с рожевато-седой бородою, волною расчесанных серых волос, благолепил лицом, не худым и не полным, очком темно-синим и серою шелковой рясой под цвет волос, крупным крестом, прикрывающим маленькой академической крестик. Он, стройно-прямой, с наклоненной в приятном покое главою, неслышно ступал, восходя на Амвон, где Дьячок ожидал золотую широкую петрахилью, расшитую чтительницами. После в тихом величии руки над чашей он разводил в предвкушении митры, слетевшие собором успенским, которого стал настоятелем, с императрицей яичком обмениваясь в праздник Пасхи, которую цари встретили в первопрестольной. Величие великопостных служений прославила Маркова. В церкви все знали, кто где проживает, как служит, какого достатка, когда дети женятся, сколько детей народят, чем внучата в годах расторгуются, когда успения примут они. Байдакова Маман, сын торговля строительными материалами, дама сухая, седая и строгая, шляпочка током с атласными серыми лентами. Рядом невестка шикозная, рыжая, очи лазуревая. Байдаков позднее старостой стал и без усы, безбрадой ступал, задыхаясь жирами, с тарелочкой медной бараний бурдюк, не живот, опустив пред собою самим до колен. Говорили, женуде имеет, жениться ж не может, мешает живот. До него Богословской, дом, собственный в денежном, с белой старушкою, призраком, с карцевым книготорговцем, с профессором гротом, жильцами, был старостой нашей церкви, пронзив в сердце дряхлой, трясущиеся дамы амурными стрелами, красным бульдожьим лицом с бородавками. А сын историк, профессор, профессорствовал над Москвой сколько лет. Богданов с женой и сыном, опять особняк, опять в денежном, гривене клал на тарелочку, он коммерсант. Патрикеевы, дом на арбате, блондин белорозовый, дамочка с родинкой, с легким уклоном полнеть, ах, какая! Мишель Комаров, опять дом на арбате, поджарый, стареющий, прежде гусар и танцор, похищающий женщин, жен, тоже с похищенную женой, венгеркой, склоняет колено здесь. После катает венгерку жену в шарабане с английскую упряжью, и стоит говор, поехал Мишель Комаров в шарабане английском, катает венгерку жену. Это правильно. Здесь прихожане достойные люди, притчт тоже, хотя бы трапезник Величкин, имеющий Ваню сынка в золотом стихаре, проносившего свечу пред дьяконом, выросшего в психиатра с клокоченным воображением, со склонностями к символизму, выскакивавшую на трибуну сражать Мережковского или Вячеслава Иванова в прениях религиозного общества. Тип около церкви горшков зеленая торговля, бывало подвязанный фартуком, сам перекладывает астраханские виноградины, более крупные в сторону улицы, черный такой горбоносый, надвинет картуз на глаза, на косые, из яблоков смотрит, как спелая клюква, горщиха, в бурдовом платке с выражением едким и лисьем, их чада в картузике, чего изволите, спенжак с выпускными два фунтика, фунтик, штанами, штиблетами щелкнет, взыграет цепочкой и розовым клюквы с молодым своим ликом, отщелкнет на счетах какой-нибудь вальсик и счетную лиру, поставившую в воздухе, дзакнет костяшками всеми, с полтиную рубь. Когда чадо венчалось, то ахнул арбат. Запрудив тротуар у горшковой лавки, стояла карета, сквозная и белая вся изнутри, запряженная шестериком и с гайдучным мальчишкою в треуголочке, с кучером, в заду перины, горшков млад во фраке в штиблетах оранжевых в белом жилетике с бантиком цвет жасмин. В середине атласных и белых подушек кареты воссел, положив две ладони на фрачных коленях. И все десять пальцев расставил, и десять проехал шагов, отделяющих лавку от церкви, где ахнули хором гряди голубица. Горшкового лавочка окнами в денежной. Тут и дома Богословского, Берга, Истомина с древом развесистым, из-за забора склоненным, где дом школа Кройки Синявый, которым когда-то патронствовала мадам Янжул, и церковка Покрова Левшина. Берговский дом после строился. Мирбах, германский посол в нем убит. Мировая история. Дом Берга, денежный переулок пять. В этом доме позднее размещалось германское посольство. 6 июля 1918 года в нем по постановлению ЦК левых эсеров был убит германский посланник Мирбах эсером Блюмкиным. Убийство преследовало целью срыв Брестского мирного договора. Примечание редакции. Лундберг при ней жил. Напротив Горшкова наш дом. Внизу булочник Бартельс, не тот знаменитый, а Бартельс Эрзац. Отравлялись сластями его производства. Позднее уже в окнах открылся торгово-промышленный банк. Ныне тут продаются предметы резинового производства. Напротив дом Старицкого, двухэтажный, оранжево-розовый, с кремом карнизных бордюров и с колониальным магазином выгодчиков, после когтев, а после него шафоростов. Чай, сахар, пеленые колоты, свечи, колбасы, сардины, сыры, мармелад, фрукты, финики, рахат, лукум, семга, прочее, чего изволитесь. Выгодчиков за прилавком, курносый, двубакый, плешивый и розовый, в паре прекраснейшего василькового цвета, в пенсне, перевязанный фартуком. Сыру мещерского есть. Вы, сударыни, видите сами, слеза. Поворачиваетесь, молц поворачивается, и летит молодец с колбасой, и летит молодец со слезой от мещерского сыру, которому часу прислать, такс будет прислано. И отвернется солидно, достанет часы золотые с массивной цепочкой, зевнет, лишь для шика он в собственных дачи, весьма элегантный своим котелком и покроем пальто, когда бродит с газетой в руках по бульвару Причистинскому, зажимая тяжелую трость набалдашником, здесь подпоялся со фартуком, как молодец с молодцами, сынок коммерсант, ученик коммерческого училища, третий классник, бивал поливановцев нас при заборе, как раз под балконом, с которого граф Салиас, старичок-романист, любовался закатом весною, когда поливановцы мы возвращались с экзамена денежным. Раз поплевавший в кулак, этот выгодчиков третий классник, воскликнув «не хочешь ли в рожу?» с размаху скулу мне взбагрил. Я бежал от него, подняв ранец. Он после стоял за прилавком, указывая на слезу от мещерского сыра. «Как выгодчиков мне забыть, коли первое слово мое продиктовано им?» Поднесли годовалом к окошку. В колониальном магазине выгодчиков зажигали огонь. Я затрясся, и первое слово «огонь» произнес. Прометеев «огонь» для меня просто выгодчиков. Над ним жил симпатичный профессор Угримов Иван Александрович, А в гости ходил к нему Александр Иванович, профессор Чупров. Иван Александрович и Александр Иванович с Ивановым Иван Ивановичем сиживали у Ивана Ивановича. Янжула, где Иван Христофорович озеро сиживал, не Христофорова, не Клеопатра Петровна, которая сиживала не у Янжула, у Староженки. Дом Старицкого генерала, который садился в пролетку в кровавых ломахах. запахивая свою бредного цвета шинель на кровавой подкладке. Бифштекс, нелицо, бритый, серая в яблоках пара несла его. Он прототип генерала, ребенку, мне. Старицкий, говорил я, бывало, увидевши двух генералов, что это есть род стариков, что командует армиями и воюет, не знал. И все думалось, серая в яблоках пара под синюю сеткой по улицам носит их. Тоже род жизни. И Старицких я уважал. Офицеры с пунцовым околышем полненькие при портфелях не трогали. Много и бегало в круг шоколадно-кофейного дома военно-окружного суда. И мишними брелок офицеришка. Прежде он розовый нежный околыш носил. Бегал пыжечком, грудь колесом, зад другим колесом. С двумя бачками, рыженькими, на кривеньких ножках, дугой волоча за собою длиннейшую саблю. А мама Екатерина Ивановна, с ними Надежда Ивановна, Вера Ивановна, как в один голос, ну как с ним в мазурку пойду я? Его бы брелоком на часики. Папа же морщился рявкая. Сальник. Ходил капитан Екатеринославец с околышем красным Бонецкой, мазурки откалывавшей на балах, с Пустоваловой, с мамой, с Мазуриной, с Лесли, с графиней Ланской, с Гамолей, с Востряковой, мамашей, комплексом тогдашних московских Бельфам. Как породистый конь, жеребец бьет в конюшне копытом, так бил сапогом о сапог, лакированный мысленно он день и ночь, приготовляя разговор за Мазуркой на бале ближайшем с московской красавицей. Он перещелкивал всех, открывая Мазурку, плясал в первой паре и редко плясал во второй. Подгорецкой и Постников все вырезали на патриарших прудах вензеля ледяные, коньками. Банецкой, подняв Ипполет, оборвавший полет над паркетом, схватя с двумя пальцами за пакенбарду и даму, оглядывая сверху вниз, предрабатывал лишь каблуками подкованными, превращаясь в мумию, как фараон рамзес корпусом и наводили бинокли. И дама не знала, что делать, как перетоптывать ей перед задержью этой. Вдруг, щелкнув и пав на колено, швырнув в круг себя свою даму, вскочив, как взрываясь ногами, стрелою разрезывал воздух и точно пловец на соженках вывертывал правым и левым плечом и скользил на носках, точно на плавниках, нежно-нежно, потом боком, как конь сапогом в воздух храбро забрасывал и сапогом о сапог бил. Играли на тотализаторе и на бонецком. С какой красавицей и в какой паре второй, первый, третий? Сжигаемый, как огнями, красавица, стиснувший веер, бледнел и падал в обморок от ожидания ангажемента, глядя вожделеющим оком, как вздрагивает в ожидании мазурок икра его, когда беседовал, не приглашая. Уже пригласил. С кем он шел в первой паре, той выдан диплом. На всю жизнь танцевала с бонецким. И значило это, что первая или вторая или третья по счету красавица уже шестою по счету не щелкал. Круг пробивалися, сил не щадя, перепудриваясь, оголяясь, ресницы черня, протыкая прически огредками, к Менангуа приставая, чтобы туалет был такой, о каком только грезил парижской портной, чтобы Менангуа улетала в Париж. Сравните строки из поэмы Белого «Первое свидание», 1921-й. Вот туалет Менангуа, одни сплошные валенсиены, и тонкий торс, и юбка клош. Авторское примечание к ним «Модная московская портниха девяностых годов». Стихотворение поэмы страница 427. Примечание редакции. Абанецкий ходил по Арбату под Пашковым, под парикмахером. Тот тоже центр. Утонченнейший Пашков стрикборды, рукою белую, нежную, взявшись щипцы, завивал парики. Он подстриженный и подвитой в кудерьках Бонвивана художника в белом жилете, худой, высокой, с бородкой, острой, а-ля итальян, простирал свои хлопоты над процветанием волосяного покрова макушечной и подбородочной части у Янжула, у Комарова Мишеля, у Бальмонта, меня, Соловьева. Весной разрешенные батюшкой Марковым от окаянства и грехов разрешали Супашкова номером первой машинки от волосяного покрова. Здесь сиживал я гимназистом, студентом, писателем белым, пока благодатные бритвы жилет, мною приобретенные, не перерезала связи с родной парикмахерской, где, схватив занос, бывал меня черноок и поляк в услужении, беседу со мной заводил о Тетмайере и Пшебышевском. Два пашковских сына, художника-строгановца, увлекались весами, читали меня и Бальмонта и в третьей волне символизма участвовали. Их попа, уже сидеющий, нежную руку протягивал к полу. Знавал-то таким вот, еще не писателем, боренькой-с. Входишь, сидит промыленный и белую простыней закрытый Бальмонт, вздернув кончик бородки в шипящие одеколонные токи. Попова старинная виноторговля граничила с Пашковым. Кофейно-кремовый домик как тортик. Проезд со двора дома собственного Комарова Мишеля с Венгеркою мимо кирпичного красного дома, где Ремезов. Колея был обут в том заслуга сапожника Ремезова. Дом Нейгарта одноэтажный кисельный и после фисташковый окна зеркальные барокко. Дом в Пупринах три этажа. Цвет крупа геркулес и челочно-вязальные в нем заведения. Дом угловой двухэтажный кирпичный. Здесь жил доктор Добров. Тут сиживал я, разговаривая с Леонидом Андреевым, с Борисом Зайцевым. Даже не знали, что можем на воздух взлететь. Бомбы делали под полом. Это открылось позднее уже. Мишникольским и Денежным серый забор заграждал неприятные пустоши, посередине которых уныло валялись могильные памятники, продаваемые на Ваганьково. Не понимали еще, это есть аллегория. Вместе всем будет Арбату Капут. Полагали, под памятниками тот уляжется, этот и только. Перед самой войной с места этого встал дом-гигант. Унижал Арбатский район, двухэтажный облупленный, восьмиэтажный своей вышиной, чтобы в дни октября большевистскими первыми пулями в стекла приниженных юнкерских особняков тарарахнуть. Единственный дом-большевик победил весь район. Стало быть, и надгробные памятники назначались Горшкову, Мишель Комарову, Маман-Байдакову, Зинзинову, Старицкому или Старому Арбату всему. Восьмиэтажный доходный дом на Арбате, состоящий из трех корпусов. Современный адрес Арбат 51. Примечание редакции. Здесь кончаю обходы домов. Знавал все. От Горшкова до Гринблота. Мог бы представить отчет о развитии пищебумажной надежды, зеленая вывеска, принадлежавшая сестрам двум. Сестры, надежды, бумагой, чернилами, которыми написано все, что писал, меня долго снабжали. Надежду двоя. И позднее, наверное, стали кадетками. Мог бы отчетно писать о сидении месье Реттери в специальный кофейный магазин, чернявом, седом, новодевичем, крест, о явлении белого колбасника, тяжким ударом колбас, поразившего выгодчикова, отчего он торговлю свою передал. Мог сказать бы еще о распопове мастере дел золотых и о бурове в буреньком домике угол Никольского, трости, зонты. В детстве круг интересов и знаний о мире граничил с Арбатскую площадью, где басбардис парфюмерия, келлер потому, и где чучело, бланка, хорибда исцилла, и океанская неизвестность за ними, Америка же маховая, и далее только стена шоколадного цвета и вывеска строгая в ней Карл Мора. А магазин друг школ появился поздней. Кто и что Карл Мора неизвестно. Она, он, оно, горизонт. Подведут меня маленьким. Я постучу в Карл Мора и назад на Причистинской. Магазин гастрономических товаров Мора, блинов и барсов на Воздвиженке в доме Арманд. Примечание редакции. Смутно лишь чуялось. Там океан опоясывает, ограничивая нашу площадь. Арбат, поварскую, собачью площадку, Толстовской, Новинской, Смоленской, Причистинку, домики, что над бульваром. И снова Арбат, круг смыкался. Арбатцы совершали свои путешествия в круге, прогуливаясь на бульваре Причистинском и возвращаясь с Сивцевым вражком домой, на Арбат. Зато все, что свершалось в пределах арбатского мира, опознано было. Подъехал купец Окуньков под Портнихину вывеску. Тут на Арбате Портниху завел. Знают, что будут делать Портниха и он, сколько времени, когда на ночь, когда на вечер. Едет, а от Букиниста распопов идет. Глядь-поглядь и мальчонку Горшкову за рыжечками посылает горчихи шепнуть, а горчиха в бурдовом платке всем и каждому слисим лицом. Под Портнихой стоят Окуньковские лошади. Это всезнание вместе с домами и личностями сохранилось до самого до девятьсот первого года. Бывал, студентом идешь, а из правого дома за шторкую Ока, из левого дома из форточки высунутся и согласно решают, что Боренька, Николай Васильевич сын, с апокалипсисами подмышку шествует в дом Осетринкина, что у Остоженки, чтоб о семи громах мудрствовать. Все же эдакого вездесущего знания, как у Петрова, магазин его часовой на Остоженке, нет, седовласый, почтеннейший, интеллигентный Петров, нерайонный всеведец, он есть московский всеведец, и он всемогущий, бывало билеты распроданные на бенефис Ермоловой, мать прозевало, в отчаянии, и Каблукова профессора просит Иван Алексеевич билет, он разводит руками, никак невозможно, одно остается Петрова просить. Разговор в благородном собрании в антракте концерта, на счастье средь тонных причесок, проборов, профессорских лысин, серебряные борода и серебряные пышновейные кудри Петрова, к нему, обещается, может, достанет билет, достает. Всемогущий, всезнающий, вездесущий Петров, часовщик, заводящий часы у Толстого, немногих великих людей, спутник жизни, сразил меня с первого же появления к нему, починить часы, он часы взял, повертел, записал, выдал номер, и с тонкой иронией не признавал декадентов, читая, конечно же, русские ведомости. Что же, все продолжаете посещать Гончарову? Ну, как? Деньги достаны? Что, теософия? Нравится? До посещения этого думал я, что вездесущие духи Петрова, ну, там, аллегория, но посетивший уверовал. Средний арбатец, конечно, не тем был. Он выгодчиков плюс горшков, разделенные на два. И, недосягаемой высию, Ивановую колокольней, над выгодчиков плюс горшков, разделенные на два, стояла культура не Дмитрий Иванович Янчина вовсе, а Иванова Иван Иванович Критика или Иван Иванович Янжула, оси пролеток ломавшего грузин и толст. Коли оси пролеток ломал, предводительствуя всем Арбатским районам, умопостигаемо производя свой подсчет кулаков староносовских, городовых и антоновских дворничьих, будучи даже фабричным инспектором, делал страшно за мысль немногих юнцов, катакомбно живущих, считавших Ивана Ивановича и двух не Ивановыми колокольнями в небо торчащими, скорее Ивановой ямой. Что, если юнжул узнает про то то дворовым Антоном расскажет? Антоны, надевшие тулупы, студенту вбивали ведь? Дело страшно. Нас мало, их много. Мы хилые юноши, они мясистые мужи. Меж ними и бытом Арбата естественная эволюция с Дорогомилова до Маховой. Мужик сено приехал продать на сенную на площадь. Глядь уже сладком на сеной. Глядь уж он староносов ловчонку завел. Передвинулся лавку расширил горшков. Дело сладил мозгин в котелке даже выгодчиков. Уже он байдаков уж рахманов имеющий собственный дом и ученую степень. Хозяин наш. Сын будет янжулом, а калитак каждый янжул или естественное венчание и сил, синтез духа тяжелого с телом десятипудовым. А мы ощущали отрыв. Хорошо вспоминать, когда прахом рассыпались камни канонов арбатских. В описываемое время ведь камни канонов еще не стояли в музеях. Над нами висели, грозя раздавить. Я, раздав, ощущал, по арбату бродя и обдумывая свои мысли о символах под домом Старицкого, под Миколой на камне, глаза поднимая, чтобы не видеть прохожих. И ласточки реяли, тихо вывизгивая над крестом колоколенным. Оргонофтизм Таков кружок чудаков, изображенный в этой главе, кружок в очень условном смысле, выросший совершенно естественно. Впоследствии Элис назвал кружком аргонавтов его, приурочив к древнему мифу, повествующему о путешествии на корабле Арго группа героев в мифическую страну, по предположению в Колхиду, за золотым руном. Я написал стихотворение под заглавием «золотое руно», назвав солнце руном. Элис, прицепившись к нему, назвал нас аргонавтами. Аргонавты не имели никакой организации. В аргонавтах ходил тот, кто становился нам близок, часто и не подозревая, что он аргонавт. Не подозревал о своем аргонавтизме рачинской, еще редко меня посещавший и не бывавший у Элиса. Не подозревал Меттнер, весной 1902 года не живший в Москве, что и он сопричислен. Собственно, никто не держался за кличку, и, вероятно, многие затруднялись бы определить, в чем именно заключается пресловутый аргонавтизм. Провозглашал обыкновенно Элис, придя в восторг от того или этого. Он аргонавт. Проживи, мой отец, еще несколько лет, вероятно, постарик математику достоился почетного звания, которым награждал Элис, повинуясь минуте и прихоти. Блок почувствовал себя аргонавтом во время краткой жизни в Москве и скоро забыл о нас. Но прозвище «Аргонавт» существовало, как помнится, до 1910 года, когда книга издательства «Мусагет» воссоединила под кровлей редакции былых аргонавтов. Они ютились в Арфеи, под отделе издательства, и боролись там с логосами, сотрудниками неокантианского журнала, который издавал «Мусагет». Логос, международный ежегодник по философии и культуры, русское издание, выходил в Москве в издательстве «Мусагет» в 1910-1914 годах под редакцией Гессена, Метнера и Степуна с 1911 года редакторы «Анижа» и «Яковенко», примечание редакции. С исчезновением Элиса из России никто не вспомнил об аргонавтах. Они — утопия Элиса, его мечта, которой он защищался против твердого, нас обступившего, московского, или вернее, староарбатского быта. Каково же было негодование Элиса, когда присяжный поверенный Соколов через пять лет спер у Элиса его лозунг и преподнес Рябушинскому в качестве заглавия журнала. И появился первый номер никчемно великолепного «Золотого руна», вызвавшего в публике ассоциации обратные Элисовским. «Золотое руно» издатель-капиталист, которого, где можно стричь, Элис проненавидел несколько лет эту пародию на его утопию. Рябушинскому же было все равно, как назвать, хоть налаченное пузо. Представьте себе мною изображенный староколенный арбат со староколенными тупичками и кривулями. В один из сих кривулей, еще доселе не сломленный, в кривоарбатской переулочек меня водили к старушке Серафиме Андреевне Лебедевой, в одноэтажный деревянный особнячок, он, кажется, и доселе не сломан, с забором и садом, гулять в садике. Представьте себе кучку полуистерзанных бытом юношей, процарапывающихся сквозь тяжелые арбатские камни и устраивающих мировые культурные революции с надеждой перестроить в три года Москву, а за ней всю вселенную. И вы увидите, что в составе кружка могли быть одни чудаки или чудящие Эллис, я, батюшков в эти годы, откровенные чудаки, Эртель, чудящий лентяй и в ралле Жебока. А еще Байдаков лачил свое пузо из денежного переулка в Троице-арбатскую церковь, и моченые яблоки продавала Горщиха, еще Делинька-Лаконка и Сугла-Смоленского рынка, еще стояла, злотела огромными буквами на черном на всем Староносов. И тем не менее аргонавты оставили некоторый след в культуре художественной Москвы первого десятилетия начала века. Они сливались с символистами, считали себя по существу символистами, писали в символических журналах «Я», «Элис», «Соловьев», но отличались, так сказать, стилем своего выявления. В них не было ничего от литературы и в них не было ничего от внешнего блеска. А между тем ряд интереснейших личностей, оригинальных не с виду, а по существу, прошел сквозь аргонавтизм. Опять отмечаю, литературная слава, карьера, имя — ничто. Сколько пустомели, пошлики, сплошные общие места стали именами, прописаны в энциклопедических словарях. Например, Осип Дымов, когда-то имя, Чуковский назвал его литературным лихачом, вспоминаю в противовес ему, например, студента Нелендера, неказистый, скромный, бедняк-студент, для меня значил более чем тысячи Дымовых. А Сергей Кречетов, победитель Сердец в 1905 году, а Номинос Сунт Адиоза. Номинос Сунт Адиоза имена ненавистны, употребляется в значении об именах лучше умалчивать. Примечание редакции. В статье Осип Дымов Чуковский характеризует дарование этого писателя, используя цитату из Салтукова Щедрина. Нынче даже в литературе пошли на Руси в ход экипажей извозчичьи. Ваше сияльство прокачу, и вот вы мчитесь во все лопатки, и нигде вас не тряхнет, ничем не потревожит, не шелохнет. Молодец лихач, ни обо что не зацепится, держит в руках возжи, бодро и самоуверенно, и примчит к вожделенной цели так, что вы не заметите. Мысли у него коротенькие, фразы коротенькие, даже главы имеют вид куплетов. Так и кажется, что он спешит поскорее сделать конец, потому что его ждет другой седок, которого тоже нужно на славу прокатить. Писатели разделяются на талантливых и бездарных. Осип Дымов писатель талантливый. Остальные его качества нужно отнести на счет его седока и заказчика современного читателя. Чуковской от Чехова до наших дней «Литературные портреты, характеристики». Издание Второе, дополнительное, Санкт-Петербург, 1908, страница 58. Примечание редакции. Вспоминая судьбы многих знаменитых карьер, я с удовлетворением отмечаю, судьба аргонавтов в двух десятилетиях заката русского буржуазного общества стать неудачниками. Не литераторы, а могли ими стать. Бедняки, в то время, как не стоящие мизинца их великолепно устраивались, и шли кто в профессора, кто в литературные калифеи, с виду маленькие собачки, которые до старости щенки. Никакой маститости. Многие из друзей моей юности, если бы менее думами измеряли века и более заинтересовались устройством своей жизни, конечно, оказались бы не чета Дымовым, Пильским, Ликеордополо, Кречетовым, которыми временами занималась Москва вся Москва. Многопудовая Москва купчих, присяжных поверенных, купецких сынков, изощренно протонченных, то есть та же старая Москва, в два-три года перекрасившая свои особняки под цвет стиль Нуво, перекроившая пиджаки в смокинге а-ля Уальд, а платье в шелковые хитоны а-ля Боттичелли. Подчеркнув, что никто из моих друзей юности не стал прилипалой, выскочкой, спекулянтом, дутой известностью, проваливаясь в неизвестности скромно ютяс в тени музеев, редакций, как ценные консультанты, я вовсе не вменяю этим чудакам в заслугу их подчас преувеличенную скромность или брезгливость коснуться того, что захватано старым бытом продажностью. Надо было бороться, показывать кулаки и бить рутину, не отступать перед нею. Эти гамлеты с точки зрения нашего времени были бы справедливо заклеймлены, начиная они жизнь в наши дни. Но ведь юность каждого протекала в ужасных условиях, и каждый вступал в жизнь переломленным, волею, мужества и чисто физического здоровья недоставало многим. И от того-то судьба иных органавтов стать не деятелями, а советчиками, ободрителями, часто няньками тех, кто боролся или чья инициатива осуществлялась в ряде начинаний. Органавт — психологический тип моего времени, и ныне он вывелся, но 30 лет назад он сыграл свою роль, он был среди нас, но он же, вероятно, был рассеян по всей России. В провинции его особенно ела среда, и там он зачастую оканчивал жизнь самоубийством, если не попадал в клинику для нервно-больных. Эта слабость саморазъеда тотчас же сказалась в нашем кружке, как скоро в 1903 году я и Эллис поволили в союзе с друзьями выход на культурную арену. Выявились репетиловщина, обломовщина в соединении с поприщенством даже. Выявились и Мышкин, эпилептический герой-идиота, и Алеша Карамазов, герой без продолжения. Выявился и Печорин Лермонтова, и действительно живший Печорин католик, которым Гершинзон посвятил исследование. Кружок Арго напоминал впоследствии мне амебу, меняющую форму и выпускающую во все стороны свои псевдоподии, с той разницей, что амеба их вовремя втягивает, а в кружке Арго не раз все содержание переливалось во внешние выросты. Центр же оказывался пустым местом вроде квартиры мирового судьи Павла Астрова, у которого мы собирались в 1904 году, или его как-то сразу с налета вопреки Эллису, Метнеру и многим другим занял временно и не аргонавт, и не москвич, в то время петербуржец Вячеслав Иванов, оказавшийся мусагетским гостем, зажившим в редакции и там правившим. Это было в 1910 году. И состав тех, кого мы считали ближайшими аргонавтами, настоящими своими и неизменными, быстро менялся в годах. Если этим, можно сказать, центром неожиданно для себя оказались в 1902 году Владимиров, Малафеев, Челищев, Эртель и Батюшков вместе со мной и Элисом, то в 1906-1907 годах в этом центре я вижу Нелендера, братьев Метнеров, Киселева, Сизова, Петровского, себя и Элиса. А места, где теплились наши беседы за чаем, квартира Метнера, библированные комнаты Дон и дом песни Дальгеймов. Временами наш кружок делался каким-то проходным двором, где вчера чужой, сегодня показавшийся близким, чувствовал себя как дома и нас поучал. И мы внимали, чтоб через неделю рассориться. В нашем кружке не было общего отштампованного мировоззрения, не был догм от сих пор до сих пор. Соединялись в исканиях, а не в достижениях. И потому многие среди нас оказывались в кризисе своего вчерашнего дня и в кризисе мировоззрения, казавшегося устарелым. Мы приветствовали его в потугах на рождение новых мыслей и новых установок. В общем, равнодействующее стремление чарило на те образы, которые преподымались в произведениях тогдашних новых художников слова Ипсона, Гамсона, Роденбаха, Брюсова, пока только в нашем кружке гремевшего блока, и, конечно, большинству из нас говорил символизм. Но была иная тональность подхода к произведениям, связанным с символизмом, резко нас отделявшая от старших, от литераторов и поэтов, группировавшихся вокруг Валерия Брюсова, которого я посещал, и о журфиксах, которого я рассказывал. Там провозглашали символизм как литературную школу, главным образом связанную с традициями французских поэтов. У нас символизм понимали шире, но неопределеннее. Брюсов учил, символизм появился как течение в таком-то году. В таком-то году, в таком-то кафе, такие-то поэты постановили то-то и то-то, в таком-то году в Германию перекинулись такие-то лозунги и так далее. Словом, выходило от сих и до сих пор ясно, четко, определенно. Проблемы школы не интересовали нас, и, по правде сказать, только Эллиса интересовали французские поэты-символисты. Нас интересовала проблема новой культуры и нового быта, в котором искусство наиболее мощный рычаг, но которого формулы отчеканятся в будущем, пока о них говорить рано. Наша задача принести посильную лепту на алтарь этого будущего, видимого смутно и противоречиво. Тут мы, конечно, преувеличивали наши силы. И репетилов, рождавшийся среди нас и над нами, как клубы дыма, выпускаемого разом из двадцати папирос, рисовал нас, пигмеев, гигантами. Это Эртель вовсю зажаривал. И потом, в оценке и в отрицании значимости старого и нового искусства мы расходили существенно. Для меня, например, непререкаемо было с легкой руки Метнера значение германской культуры в новом искусстве Ницше, Вагнер, Грик, Ипсон, Гамсон и другие немцы и скандинавы перевешивали Бодлеров, Верленов и Меттерлинков всегда. Ко мне присоединялся Владимиров, Челищев вносил ноту польского модернизма, Рачинской струил из толстой своей папиросы дым хвалы немецкому романтизму, тыкая нас носами в Навалисов, Эхендорфов и Шлегелей, а Меттер издалека в фунтовых своих письмах, читаемых мною друзьям, взывал к переоценке по-новому Канта, Бетховена, Шумана и слышался с его нервных зигзагистых строк нервный крик «Гёте, гёте и гёте». Диапазон наших интересов был необычайно широк, чрезмерно широк и оттого расплывчат. И, кроме того, в начинавшемся скорпионе не было четкого разделения на декадентов и символистов. публика говорила «Декаденты и символисты». Тогдашние скорпионы принимали вызов, доказывая, что декаденты и символисты не упадочники. У нас в кружке это и союз, может быть, впервые принял разделительный смысл. Символисты — это те, кто, разлагаясь в условиях старой культуры, вместе со всею культурой, вселятся преодолеть в себе свой упадок, его осознав и, выходя из него, обновляются. В декаденте его упадок есть конечное разложение. В символисте декадентизм только стадия. Так что мы полагали, есть декаденты, есть декаденты и символисты, то есть в ком упадок борется с возрождением, есть символисты, но не декаденты. И такими мы воляли сделать себя. И я развивал судьба декадентов, судьба разбившегося летчика Лилиенталя. Но Лилиенталь погиб перед тем, как судьба авиации в принципе определилась. Символист де авиатор, осуществляющий свой полет. Декадент авиатор, кончающий полет гибелью. Воздухоплаватель инженер Отто Лилиенталь разбился при полете на построенном им аэроплане в 1896 году. Примечание редакции. Бодлиер был для меня декадент. Брюсов декадент и символист, ибо в нем силы упадка казались уравновешенными потенцией к новому творчеству. В стихах Блока видел я первые опыты символической, но не декадентской поэзии. Так я проповедовал в те года. И доказывал позднее свою мысль приведением цитат. Мировоззрение декадента выражено где в стихах Валерия Брюсова. Но лестница все круче. Не оступлю слия, чтоб стать звездой подучей на небе бытия. Не точно цитируется заключительная страфа стихотворения Брюсова «Лестница» 1902 год из его книги «Урби эт Орби». Брюсов в собрании сочинений в семи томах том 1 странице 270 примечания редакции. Кто сомневается, не оступится ли в том силы полета подорваны? Брюсов здесь символист и декадент. И он декадент, когда пишет «Так путник посредине луга, куда бы он не кинул взор, всегда прибудет в центре круга и будет замкнут кругозор». Искаженно цитируется звучительная страфа стихотворения Брюсова «Одиночество» 1903 из его книги «Урби 40 стихов Сологуба» «В поле не видно низги, кто-то зовет «Помоги, что я могу? Сам я и беден и мал, сам я смертельно устал, чем помогу?» Бессилью противополагал я жизненную уверенность в том, что полеты будут, что помощь возможна, и что надо связать руки всем искателям новых путей. Я цитировал Блока «Вместе свяжем руки, отлетим в лазурь». Не точно цитируются заключительные строки стихотворения «Сторожим у входа в терем» из цикла «Молитвы». Март-апрель 1904 года. Смотрите, Блок, собрание сочинений в восьми томах, том 1, Москва-Ленинград, 1960, страница 216, навеянную впечатлениями Блока от пребывания в Москве и общения с Белым и Аргонавтами. Эпиграф к циклу из Белого «Наш Арго». Сравните. Блок откликается «Вместе свяжем руки», «Вместе связать», «Связать в символе», «Кругом символизации, опыта», то есть «Связаться религиозно». «Почему я стал символистом», страница 39, примечание редакции. В 1902 году я полагал «Всенепременно свяжем», то есть «Будет коммуна новаторов» и «Полетим». В 1904 году я сам полетел кувырком, но не в лазурь, в пыль и в пепел. Заканчивая эту главу, я должен сказать об одной из основных тем этой книги – о символизме. А то читатели могут меня спросить почему в книге, наполненной воспоминаниями о символистах и спорах друг с другом их на протяжении сотен страниц, нет ответа на вопрос, что же полагал символизмом автор воспоминаний в 1901-1905 годах. Прежде всего, то, что он полагал символизмом, уже напечатано им в 1910-1911 годах в трех книгах, обнимающих не менее 1200 печатных страниц. Символизм арабески «Лук зеленый». В них собран материал статей, написанных гораздо ранее, в 1902-м, в третьем, в четвертом и так далее годах. В этих статьях с достаточной полнотой отразилось юношеское мое кредо, со всей широтой, неопределенностью и достаточными промахами. О символизме писали Вячеслав Иванов, Брюсов, Блок, Сологуб, Чулков. Спец может найти ответ в соответствующей литературе. Считаю, что наши споры и формулировки юношеских лозунгов в достаточной степени устарели. Воспроизводить раз воспроизведенное неэкономично. Дать рецензии на свои старые книги значит подменить точку зрения на символизм 1902 года точкой зрения 1932 года, то есть изменить стиль воспоминаний, которого задание показывать, а не указывать. В 15-м году мои взгляды на символизм подвергали значительной переработке. В 1929-м году в своем дневнике я пытался ревизовать прошлые домыслы и дать очерк своего теперешнего взгляда на символизм. Но работа над романом Маски отвлекла меня. С 1902 года до 1909 мои юношеские взгляды по существу не менялись. Менялось методологическое обоснование. Попытка базировать психологическую теорию символизма сменилась усилиями дать символизму гносеологическое, то есть чисто логическое обоснование. По одному я делаю экспозицию символизма в статье «Символизм как миропонимание». Смотрите арабески. По-другому в статьях «Смысл искусства» и «Эмблематика смысла». Смотрите «Символизм». Скажу лишь, под символизмом разумел я художественно-творческую деятельность в нас. Под теорией символизма разумел ответ, как она в нас возможна и каковы принципы, руководящие этой деятельностью. Деятельность эту я видел автономной, первичной, цельной, определяющей не только художественное творчество, но и творчество мысли, творчество поступков индивидуальных и социальных. И потому-то я признавал, что определение принципов символизма в чисто отвлеченных понятиях может быть только условным, ибо самые принципы, как мыслительное творчество в нас, определяемые той действительностью, о которой сказать ничего нельзя. Ведь то, посредством чего мы о ней говорим, ей же определено. И оттого все наши определения посредством понятий эмблемы, а все отражения этой действительности образами символы. Символ есть типизация одного из моментов вечно изменной действительности, вырванного из комплекса их нераздельной цельности на моем тогдашнем жаргоне. Термин понятие есть типизация же, но другого порядка, осуществляемая в рассудочном синтезе, который я понимал в годы молодости по Канту и с Кантом боролся. Но символ и понятия условны, но по-разному. Они не отражают всей полноты действительности, которая, будучи реально в деятельности, эмблематична и в рассудочном познании, и в художественном отражении. Лишь в деятельности по знаниям, в которое сведена воля, мы осуществляем действительность. Искусство есть искусство жить социально и индивидуально. Познание есть тоже искусство в перековке нам данного материала, каким являются предметы, природа, мысль и так далее. В развитии этого хода идей я наделал ряд промахов, обусловленных ограниченным кругом философской литературы, который чрезмерно пичкал себя в ущерб ряду течений мысли, с которыми я был плохо знаком. Так мне не были известны позиции диалектического материализма Маркс и Энгельс Ленин, примечание автора. Школа, с которую боролся, преодолевая тяжести, была мне чужда, хоть известно. Ход мой на символизм был кос. Мне следовало бы уточнить, пусть условно, свое понимание действительности, его развитие доказать, в каких дисциплинах, как и почему эта действительность не вполне отражаема и почему она отражаема. В принципе, который я селился нащупать своими силами, и уже после выявления контура действительности дать систему ее определений в ряде течений мысли, в действительности коренящихся. Я же саму эту действительность назвал символом, ибо я начал не с основного ствола жизни, а с ветвей, с критики действительности, подданной в системах мне известных, но неприемлемых мировоззрений, искажающих каждое по-своему образ действительности. Так в те годы не соглашался я с позицией Малешотте, с позициями идеализма в оформлении Шопенгауэра, Гегеля и более всех ненавистного, но импонирующего величием защитных доводов Канта. Вместо того, чтобы из своего взгляда на действительность сделать вывод о недействительности представлений о действительности мне чуждых мировоззрений, я начинал с критики будто бы действительности, не оговаривая с достаточной силой, что она не действительность, а действительность в понятиях мне чуждых систем. Я противополагал ей свое туманное понятие символа, под которым мыслил действительность, в собственном смысле. Выходило, что действительности я противополагал символ, который становился ничем иным, как действительностью, после, прямо сказать, кругосветного плавания по энного рода эмблемам действительности или картинам действительности, многообразных мной прочитанных философских систем. И становилось все наоборот. Действительность оказывалась символом. Символ действительностью. Так бы я охарактеризовал аберрацию в методах подхода к непосильной для юноши проблеме, дать рощерком пера теорию творчества. Отсюда бесконечная полемика с деталями систем, меня подавлявших доводами, и многочисленные семинарии по более всего беспокоившему Канту. Я отрезывал заранее возможность себе сформулировать тезисы своей системы символизма, друзьям разобрать, в чем ее основное ядро. Врагам же я открывал возможность приклеивать меня к тому из философов, под которого я в данную минуту вел подкоп, и подкоп начинался с усвоения терминологии противника до почти невозможности меня отличить от противника. И в то время как рикертианцы не верили в мою рикертиански вымощенную по существу антирикертианскую эмблематику смысла, о ходе мыслей, которой отозвался сам Рикерт, что не разделяет его, ему излагали ее. В это же время Тастевен из Золотого Руна писал Андрей Де Белый символизм утопил в неокантианской схоластике. Скажу о самом термине символ. Может быть и не стал бы он центральным в моем круге идей, но об образах меня пленявших говорили в годы моего отрочества. Это символы. Их бронили. И этого было достаточно, чтобы слово символ появилось на моем знамени. Раз появилось, надо обосновать. Я обосновывал. И опять рикошетом. Под символом я осилился разуметь органическое соединение материалов познания в новом качестве, подобное химическому соединению двух ядов натрия и хлора. В нередовитости доказательство от аналогии не доказательство, а образ того, что еще надо было вскрыть, доказать. Аналогия лишь подчеркивала, что я противополагал символизм таким-то синтетическим системам, ибо я доказывал, в понятии синтеза мыслица лишь соположение соединяемого материала познания не конкретное соединение. Атом хлора, лежащий с атомом натрия, не сцепляется, соли не будет. Для выявления свойств хлористого натрия нужна некоторая энергия, как, например, для соединения кислорода с водородом нужен электрический разряд. Символизм, по-моему, была деятельность коренящей совволи, посредством которой по-новому соединяются творчество и познание, а символ результат этого соединения. На игре слов «сюнтитэми» сополагаю и «симбало» сбрасываю вместе, строил я внесение символизма как деятельности и сферы синтетизма как рассудка. Сравните. «Я вперен в анализ антиномий» «Я и мы наука и религия Ницше и Соловьев боготворчество и апокалипсис гибель культуры преображение жизни представление и воля Аполлон и Дионис пространство и время зодчество и музыка сознательное и бессознательное витализм и механицизм Декарт и Ньютон теория эфира и теория тяготения и так далее В поисках пересечения я старательно так сказать сплетаю из противоречия венок и он уже достаточно колюч для меня венок из терней выход не в отрезе от сложности в гармонизации но прежде всего установка порядка вопросов и грани вопросов синтез не в этом соположении а в конкретном пересечении не всюнтитэмис сополагаю а всюнбалло соединяю почему я стал символистом страница 31 примечание редакции но моя борьба с синтетизмом опять-таки борьба с кантовским рассылочным синтезом она гипертрофирована потому что гипертрофировано было во мне представление о значимости философии канта когда позднее я справился с кантом открылись возможности иного обоснования символизма но мне было уже не до него не стану обременять читателя приведением деталей моих юношеских мыслей о символизме скажу лишь в 1902 году я был весь переполнен планами сформулировать свое кредо и в разрезе теории и в разрезе боевой платформы выход в литературу скорее перевлек меня на другие пути в 1902 году я в себе виделся теоретиком в большей степени чем художником слова я в себе я не знаю что это не знаю что это